Пэмкроуд. Книга неограниченных возможностей. Ведение. Каждый, кто всерьёз занимается наукой, убеждается в том, что в законах природы присутствует некий дух. И этот дух выше человека. Альберт Эйнштейн. За два месяца до того, как мне исполнилось 35 лет, мой давнишний бойфренд бросил меня ради студентки юридического факультета 20 с чем-то лет. Стоит упомянуть, что приблизительно в это же время я наткнулась на исследование, в котором утверждалось, что у женщины старше 30 лет шансов выйти замуж не больше, чем столкнуться с падающим астероидом. После того, как я несколько дней пролежала в кровати, глядя в потолок, я пришла к выводу, что у меня есть только два выхода. Или забраться в тёплую ванну и перерезать себе вены. Или записаться на месячные курсы самосовершенствования, предлагаемые Институтом Эсселин в калифорнийском Биг-Сюр. Зная, что моя соседка по комнате терпеть не может беспорядка, я выбрала курсы. На второй день своего пребывания в институте я познакомилась с бывшим серфингистом по имени Стэн. Он убедил меня провести с ним вечер, вслушиваясь в океанские волны, бьющие об утёсы. В конце концов мы заснули в массажной кабинке, прижавшись друг к другу, чтобы было теплее. Это не слишком помогло. Апрельские ветры на берегу Тихого океана бывают очень холодными. И несмотря на все наши старания согреться, мы чуть не замёрзли до смерти. Если подумать, такой исход наверняка разрешил бы мою безнравственную самоубийственную диремму. Если бы Стэн не был таким милым, а я бы не так отчаянно старалась забыть негодяя, который бросил меня, как пустой пакет из-под чипсов, я бы, наверное, извинилась и отправилась к своему тёплому спальному мешку. Однако я сдавалась со Стэном до самого утра. Первые лучи солнца осветили электрообогреватель, стоявший возле мата, на котором мы жались друг к другу. Электрообогреватель, который мы могли включить, чтобы согреться. Если в двух словах, то именно об этом и написана моя книга. Существует электрообогреватель, точнее невидимая энергетическая сила, которая всегда находится в нашем распоряжении, а мы даже не пытаемся ею воспользоваться. Большинство людей не обращают ни малейшего внимания даже на сам факт существования такого электрообогревателя. Мы думаем, что жизнь – это лотерея, сэряви. Тот же, кто знает о существовании такого электрообогревателя, то есть энергетического поля, дающего нам возможность строить жизнь по своему усмотрению, не понимает, как он действует. Мы слышали, что он включается молитвой и подпитывается добрыми делами. Один гуру утверждает, что нам надо распевать гимны. Другой гуру предлагает медитировать. Третий настаивает на очищении наших мыслей и выселении наших вибраций. Так что же это такое? Неужели эта энергетическая сила действительно настолько непонятна и загадочна? И почему она действует лишь время от времени? В лучшем случае она действует избирательно и непостоянно, и рассчитывать на нее ни в коем случае нельзя. Но так ли это? Я бы хотел убедить вас в стопроцентной надежности этого невидимого энергетического поля. Оно действует всегда, подобно математическим и физическим законам. Два плюс два всегда равно четырем. Мяч, скатывающийся с крыши, всегда падает вниз. Любая ваша мысль всегда влияет на физическую реальность. Смотреть – значит видеть. Уверенность – очень полезная штука, однако она вполне может заставить вас зажмуриться перед цветом истины. Если вы читали секрет или когда-нибудь вращались среди приверженцев метафизических духовных воззрений, то вы уже в курсе, что ваши мечты порождают вашу реальность, что во Вселенной есть сила, способная исцелять, и что вы и только вы можете проектировать собственную жизнь. К сожалению, остается одна крошечная проблемка, один мелкий подвох. На самом деле вы в это не верите. Не вполне верите. Большинство людей в своих действиях по-прежнему исходят из ментальных стереотипов наших предков. Мы думаем, что управляем собственной жизнью с помощью своих блистательных идей и мыслей. Мы думаем, что упрочиваем свои намерения и создаем новые возможности. А на самом деле мы снова и снова прокручиваем старые записи, воспроизводим одни и те же рефлексы и автоматически реагируем на окружащие. Мы похожи на собак Павлова, реагируем на повторяющиеся сценарии. И реакции эти усвоены нами в основном еще до того, как мы стали достаточно разумными, чтобы делать сознательный выбор, где-то в возрасте до пяти лет. Большинство мыслей, которые мы считаем собственными, в действительности представляют собой непререкаемые догматы, заимствованные у других людей. В результате наши позитивные мысли сталкиваются со старым, заранее запрограммированным сознанием. Другими словами, наше сознание, та сила, которая всегда воздействует на физическую реальность, подвергается насилию. Когда, окончив колледж, я нашла работу и стала жить самостоятельно, то заметила, что меня регулярно преследуют негативные мысли о деньгах. Я нервничала, задумывалась о том, что будет, если у меня закончатся деньги, спрашивала себя, могу ли я позволить себе новый велосипед, приобрести который мне давно хотелось, или новый компьютер, который мне был очень нужен. В один прекрасный день во время утренней пробежки я вдруг поняла, эти мысли были точными копиями тех замечаний, которые мне часто приходилось слышать от своей матери, пока я росла. И хотя все эти страхи были совершенно безосновательными, я загрузила их в свое сознание, даже не отдавая себе в этом отчет. Такая парадигма, конечно же, не послужила мне воплака, так что я решила ее переписать, и переписать как можно скорее. Я сознательно изменила парадигму своей финансовой жизни. Теперь она звучала так. «Я могу позволить себе все, что хочу. На самом деле я настолько успешна, что мне никогда больше не придется беспокоиться». Будучи независимой писательницей, не скованной никакими контрактами, я назначила Бога директором-распорядителем своей карьеры. И я поняла, что с негативными мыслями, которые я загрузила из прошлого, невозможно заниматься с то нестабильным писательским бизнесом. Ясно, что мне нужна была новая энергетика. Реальность изменилась, чувак. Если бы мы во время работы исходили из предположения, что истина то, что считается истинным, на прогресс было бы мало надежды. Несмотря на давно доказанную ищербность упрощенной механистической картины мира, она глубоко укоренилась в нашей культуре. Нейробиологи утверждают, что 95% наших мыслей контролируется нашим заранее запрограммированным подсознанием. А вместо того, чтобы действительно думать, мы как бы смотрим кинофильм о прошлом. Если бы вы не были захвачены этим безостановочным буйством фрагментированного мышления старой школы, вы изменяли бы свою жизнь по собственному желанию, не боялись бы потерять деньги, у вас были бы прекрасные отношения со всеми людьми, и вы были бы настолько довольны жизнью, что никогда не взяли бы в руки книгу, подобную этой. Но если вы сделали это, то я рада за вас, ведь эта небольшая книжка докажет вам раз и навсегда, что ваши мысли действительно обладают силой и перед вами простирается в поле неограниченных возможностей. Она поможет вам перестроить устаревшее мышление, которое правит вашей жизнью. Вместо того, чтобы представить некое грандиозное доказательство, то самое, которое вы читали во всех других книгах об изменении реальности, эта книга предлагает проделать девять несложных экспериментов, доказывающих возможность такой перестройки мышления в реальном масштабе времени. Она дает вам возможность перейти от знания того факта, что мысль создает реальность, к повседневному подтверждению этого факта. Однако пока это все еще только теория. Когда вы на собственном опыте убедитесь, что способна изменять реальность с помощью простого наблюдения за ней, ваше мышление перестроится, а старые предрассудки развеются. Когда с помощью научных экспериментов вы узнаете, насколько глубока ваша связь с полем потенциальности, вы буквально освободитесь. Магия, которую выбросили за борт. О, Господи, насколько же сильно мир любит клетку. Квантовая физика определяет это поле как скрытые движущие силы, влияющие на физическую реальность. Из этой книги вы узнаете, как использовать поле потенциальности в своих целях. Поскольку энергия невидимая, а мы все еще оперируем принципами старой школы, которые отводят материальному первое место, мы, в сущности, еще не научились использовать этот фундаментальный строительный блок. В течение 21 дня примерно столько времени потребуется на проведение экспериментов, предлагаемых в этой книге, у вас будет возможность установить сознательное отношение с энергией. А поскольку все, что существует, является энергией, даже материя, как говорит квантовый физик Дэвид Бом, есть не что иное, как замороженный свет, в скором времени вы сможете трансформировать энергию во все, чего только пожелает ваше сердце. Душевное спокойствие, деньги, успешную карьеру. Вы даже можете настроить поле потенциальности так, чтобы провести отпуск на Таити. Возьмем, к примеру, меня. Несколько лет назад я решила провести месяц в Австралии. Один хиропрактик, которым я была страстно увлечена, как раз работал с австралийскими абаррикенами. Как, думал я, может состояться наш роман, если я в Канзасе, а он на расстоянии 10 683 миль. Одного взгляда на мой банковский счет было бы достаточно, чтобы убедить любого разумного человека, а покупки билета на самолет до Сиднея, который тогда стоил 1500 долларов, не может быть и речи. Однако я хотела отправиться в путь и, к счастью, знала о поле потенциальности, способном повлиять на реализацию моего желания. Я начала планировать путешествия, отчетливо представляя, с каким удовольствием я занимаюсь серфингом в Сиднее. Я действительно изо всех сил работала над этой картиной в своем сознании. Через неделю мне позвонила редактор журнала «Современная невеста». «Я знаю, что звоню слишком поздно и не оставляю вам времени подумать», начала она. «Но не хотели бы вы полететь в Австралию, чтобы написать историю о медовом месяце? Мы хорошо заплатим». «Что ж, хорошо, — ответил я, — если вы на этом настаиваете. Вы можете трансформировать энергию в свидетельство и изречить свое тело». Я бродила со своей подругой по равнине близ Стимбоут Спрингс в штате Колорадо. Взбираясь наверх поединственной во всем парке тропинки, она споткнулась о камень, упала и с ужасом глядела, как начинает распухать ее лодыжка. Я хочу сказать, ее лодыжка действительно распухла. Не было бы никаких проблем, если бы такое случилось рядом с поликлиникой. Но мы были в семидесяти минутах ходьбы, причем быстрой ходьбы, тогда как моя подруга могла только ковылять, от ближайшего телефона, не говоря уже о медицинских учреждениях. Я посоветовал ей заставить свое тело перестать опухать. Она начала кричать. «Перестань опухать! Исцерись! Перестань опухать! Исцерись!» Это можно говорить и не громко, напомнила я ей. Когда мы добрались до нашего лагеря, у нее уже не было ни малейшей потребности обращаться к врачу. Поле потенциальности равняется бесконечной потенциальности. Жизнь ждет повсюду, будущее цветет повсюду. Но мы видим только малую часть и топчем все это ногами. Девять экспериментов, которые описаны в этой книге, причем каждый занимает не больше двух дней, докажут, что поле потенциальности, подобное электричеству, является надежным, предсказуемым и доступным каждому. Они доказывают то, что физики открыли за последние сто с лишним лет. Это поле объединяет всех людей, и люди в состоянии контролировать свою жизнь только потому, что каждая наша мысль является энергетической волной, влияющей на все сущее во Вселенной. Однако, как и в случае с электричеством, вы должны к нему подключиться. Впрочем, сначала вы должны избавиться от своей нерешительности. Никто в здравом умении позвонит в Сирс и не скажет «Послушайте, пришлите мне что-нибудь такое, что я люблю». Точно так же вы не станете звонить в сантехнику, когда у вас сломался туалетный бачок, и мямлить. Приходите тогда, когда у вас будет настроение этим заняться. Однако именно так большинство людей взаимодействует с полем потенциальности. Мы мямлим, конфузимся и понятия не имеем, как оно на самом деле работает. Книга неограниченных возможностей не только объясняет, как работает поле потенциальности, но и предлагает девять экспериментов, каждый из которых можно провести совершенно бесплатно и с очень небольшой затратой времени, чтобы доказать, что мысли действительно являются физическими объектами. Да, вы прочитали правильно, здесь написано «доказать». Девять энергетических принципов, представленных в этой книге, подтвердят, что поле потенциальности действует в вашей жизни независимо от того, сознаете ли вы его существование или нет. Вы узнаете, что оно сильнее физических законов и столь же надежно, как тяготение. Вам останется только научиться быть решительным и абсолютно понятным в своих намерениях. Вам также надо будет установить конечные сроки и избавиться от бредовой иллюзии, будто что-то, вы никогда не уверены, что именно, с вами не так. Чтобы эффективно применять эти духовные законы, вы должны всем существом впитать в себя следующее. Вселенная щедра, и она всегда на вашей стороне. Я не помню точно, когда именно я начала проводить эксперименты со своей жизнью. Но я точно знаю, что я все яснее и яснее понимала, что все духовные теории, книги и курсы, которыми я так увлекалась, ровным счетом ничего не стоят без моего активного участия. Как и большинство людей, я начала с загадывания простых желаний, например, заранее обеспечить место для парковки, найти клевер с четырьмя листками, взять интервью в знаменитости. Однако в том, что восстановление рамок, назначение конечного срока и экспериментирование в научном стиле необходимо для настоящего духовного роста, окончательно убедило меня чудо с гвоздем, так я теперь его называю. Уже многие годы рядом с кроватью я вешаю календарь. Время от времени я его снимаю, чтобы записать важные события, или посмотреть, когда я последний раз была в парикмахерской, встречалась с тем-то и тем-то или ходила к зубному врачу. Однажды вечером я сдернула календарь слишком энергично, и маленький гвоздь, на котором он висел, выпал из стены. Я опустилась на четвереньки, чтобы его найти. Как вы думаете, насколько далеко может отлететь небольшой гвоздь? Я смотрела и смотрела и смотрела. Очевидно, на этом маленьком гвозде висели невидимые часы в стиле Карри Поттера, поскольку его нигде не было. Наконец, я решила, что достаточно поползала на коленях по полу, и что я попросту потребую от гвоздя появиться в течение двадцати четырех часов. Когда следующим утром я проснулась, гвоздь был у меня в руке, зажатый между большим и указательным пальцем. С тех пор я продолжала материализовывать свои пожелания от встреч с горячими парнями и регулярных путешествий за счет журналов до автомобиля Toyota Prius. Но ничто из осуществленных желаний не произвело на меня такого впечатления, как этот простой гвоздь. В своих экспериментах я получила настолько убедительные результаты, что решила, пришло время их расширить, чтобы посмотреть, будут ли они справедливы и для других людей. Я начала предлагать своим друзьям проделать кое-какие простые эксперименты. Одна моя коллега, служительница церкви «Объединенная молодежь», попросила всех своих прихожан представлять ей лабораторные отчеты о проведенных ими экспериментах. В скором времени прихожане свободно оперировали энергией, пользуясь самодельными эйнштейновскими палочками. Образовались группы, которые регулярно проводили эксперименты. Люди материализовывали удивительные вещи. Я абсолютно уверен, что лучший и, может быть, единственный способ постичь духовный принцип не прочитать о нем в книге и не послушать учителя, объясняющего его с кафедры, а продемонстрировать его в действии. Когда вы увидите, как работает этот принцип, а это произойдет в ходе предлагаемых экспериментов, то поверите в него полностью и окончательно. И это единственное, что радикально освободит вас от ментальных стереотипов старой школы. Новая учебная программа Первый принцип Чувак продолжает жить. Это основной принцип, это фундамент, на котором стоит все остальное. По существу он утверждает следующее. Существует невидимая энергетическая сила, или, иначе говоря, поле бесконечных возможностей. Этот эксперимент лучше всего проводить в ультимативной форме. Выдадите энергетическое силе ровно 48 часов на то, чтобы она проявилась. Вы потребуете четкого, безошибочного свидетельства чего-то такого, что нельзя отнести к случайному стечению обстоятельств. Второй принцип Volkswagen Джетта Помните тот новый автомобиль, купленный вами несколько лет назад? Когда вы впервые решили, что это автомобиль вашей мечты, он казалось был уникальным. Вы думали, что такой автомобиль будет единственным в городе? Но к тому времени, как вы прочитали о нем вестники потребителя, решили, что готовы выложить за него запрашиваемую сумму, и наконец отправились в автомобильный салон. Вы заметили, что чуть ли не каждая восьмая машина это Volkswagen Джетта или той марки, которой вам так хотелось? Вот что происходит, когда вы начинаете о чем-то думать. Вы привносите это в свою жизнь. Каждая наша мысль, каждое наше суждение воздействует на поле потенциальности. На самом деле реальность есть не что иное, как волны вероятности, которые мы наблюдаем в материализовавшейся форме. Этот принцип утверждает следующее. Вы воздействуете на поле и извлекаете из него то, что соответствует вашим убеждениям и ожиданиям. Чтобы это доказать, мы недвусмысленно пожелаем. Вот то, что я хочу извлечь из поля в течение ближайших сорока восьми часов. Третий принцип Альберта Эйнштейна. Хотя утверждение, вы также являетесь энергетическим полем, является одним из основополагающих духовных принципов, на самом деле оно родилось на свет в стенах физической лаборатории. Да, как ни странно, но именно ученые открыли, что человеческие существа это не материя, а энергетические волны, находящиеся в постоянном движении. Это единственный эксперимент, для которого требуется оборудование, специально изготовленное, идеально поверенное. Что ж, не стану темнить, это проволочные плечики для одежды и соломинка для напитков, которую вы сможете бесплатно раздобыть в любом Макдоналдсе. Четвертый принцип Абракадабры Для большинства людей слово Абракадабра ассоциируется с волшебником, достающим шляпы кролика. На самом деле это арамейская магическая формула, которая означает «создам то, что произнесу». Это сильная концепция. Вот почему Эдисон нередко заявлял об изобретении какого-нибудь устройства еще до того, как изобретал его на самом деле. Вот почему Джем Керри выписывал себе чек на 10 миллионов долларов еще до того, как снимал фильм. Этот принцип гласит «На чем сосредоточишься, то и прибудет». Из эксперимента вы узнаете, что не существует такой вещи, как праздная мысль, и что мы слишком снисходительно и терпимо относимся к мыслям, полуждающим в голове. Пятый принцип «Дорогая Эбби». Этот принцип гласит «Связь с полем гарантирует вам безошибочное и неограниченное наставничество». Перестроив свое сознание, вы сможете получать верные ответы на любые задаваемые вопросы. Вы не знаете этого только потому, что вы работали совершенно противоестественную привычку ощущать себя отдельным существом, не связанным с полем потенциальности. Шестой принцип супергероя. В этом эксперименте, посвященном принципу «Ваши мысли и сознание воздействуют на материю», вы повторите опыты, которые провел доктор Герри Шварц, профессор Аризонского университета. Он продемонстрировал, что если унушать растению расти быстрее, то оно растет быстрее и поглощает больше света, чем соседние растения. Седьмой принцип Дженни Крейг. Независимо от того, читаете вы этикетки на упаковках или нет, вы знаете, что в съедаемой вами пище содержатся витамины, минеральные вещества и, конечно, калории. Вероятно, вы считаете, что это питательные вещества всегда одни и те же, и если на упаковке с йогуртом написано 187 калорий, то в нем действительно 187 калорий. Может быть, вы не осведомлены о том, что ваша мысль о себе и своей пище находится в постоянном взаимодействии с вашим телом, и что если вы чувствуете себя виноватой, потребляя калории, ваша пища приобретает негативную вибрацию, которая рикошетом бьет по вам. В этом эксперименте вы будете потреблять пищу с любовью. Чем вы докажете справедливость принципа, ваши мысли и самосознание являются опорой вашего физического тела. Восьмой принцип 101 Далматинца. Этот чрезвычайно важный духовный принцип гласит «Вы связаны со всем сущим во Вселенной». Ученые называют это нелокальностью, и если вы смотрели мультипликационную версию фильма 101 Далматинец, то видели этот принцип в действии. Помните, как злодейские подручные Круево-де-Виль пытаются поймать сбежавших щенков? Старый шотландский терьер в амбаре, где прячутся щенки, Лайм призывает на помощь Басидхаунда из соседнего округа, а тот, в свою очередь, транслирует послание соседской такти. Разница в том, что в квантовой физике связь устанавливается мгновенно. Когда шотландский терьер узнает, что щенкам нужна помощь, в то же мгновение об этом узнает и Такса, находящаяся за 20 миль. Все, что происходит с одной частицей, мгновенно передается другой. В этом эксперименте вы будете отсылать послание людям, находящимся в этой реке, не пользуясь ни электронной почтой, ни обычными письмами. Девятый принцип «хлебов и рыб». Этот принцип гласит «Вселенная безгранична, щедра и, на удивление, покладиста». Он докажет, что ваши страхи беспричинны, и вам, возможно, стоит глубоко вздохнуть с облегчением. «Более верное, более глубокое видение». «Вы никогда не можете изменить мир, сражаясь с существующей реальностью. Чтобы что-то изменить, создайте новую модель, которая сделает старую модель устаревшей». Багминстер Фуллер, американский собретатель и футурист. «Надеюсь, вас утешит, что вы будете не первым, кто экспериментирует со своей жизнью». Когда великому Багминстеру Фуллеру было 32 года, он решил поставить эксперимент, чтобы посмотреть, что сможет один безнадежный и неизвестный индивидуум сделать для блага всего человечества. Назвав себя подопытной морской свинкой Б, он посвятил свою жизнь тому, чтобы изменить мир. Когда он приступил к эксперименту, он был тем, кого вы можете назвать никто. Фуллер не имел ни денег, ни работы, а нужно было кормить женой крошечную дочь. Он только что потерял свою первую дочь, которая умерла, заболев зимой пневмонией. Он сильно злоупотреблял алкоголем. Перспективы, казалось, были малообещающими. Однако, Фуллер решил покончить с прошлым, с былыми ограниченными мыслями. Он хотел узнать, что может сделать один человек, чтобы извинить мир. Последующие, 56 лет, он отдал уникальному эксперименту. Он рисковал. Он спрашивал, а что если Фуллер не только стал архитектором, изобретателем, писателем и великим учителем человечества. С 1927 года, когда он приступил к эксперименту и до своей смерти в 1983 году, он опубликовал 28 книг, получил 44 почетные ученые степени, зарегистрировал в США 25 патентов, и буквально изменил взгляды людей на самих себя. Я надеюсь, что книга неограниченных возможностей сделает с вами то же самое. Я надеюсь, что она изменит ваши взгляды на самого себя. Я надеюсь, что она вдохновит вас экспериментировать собственной жизнью и использовать свою энергию для того, чтобы стать самым фантастическим, самым веселым, чудесным, прекрасным и милым человеческим существом, какой только может быть. Энергетическая реальность, когда мы узнаем, что полностью дезинформированы. Главная иллюзия человека состоит в убежденности, что существует нечто иное, чем состояние его собственного сознания. Любой иллюзионист, который достоин своей волшебной палочки, понимает, что самое важное при исполнении трюков – это отвлечь внимание. Фокусник отвлекает внимание своей аудитории от действий, которые он реально проделывает и направляет его на что-то иное, что кажется очень важным, но таковым, конечно же, не является. Именно это мы и делаем, отвлекаем все свое внимание на физический мир. Этот обман восприятия заставляет нас не замечать того факта, что невидимое, то, что мы не в состоянии увидеть своими глазами, куда важнее для жизни, чем видимое. Квантовая физика говорит нам, что невидимая энергетическая реальность обычно ее называют полем, полем потенциальности я называю ее, является главной движущей силой материальной реальности. Эта программа формирует реальность. В самом деле теперь мы знаем, что Вселенная состоит исключительно из волн и частиц энергии, которые соответствуют нашим ожиданиям, суждениям и взглядам. Тонкие энергии, мысли, эмоции и сознания играют главную роль в наших жизненных переживаниях. Но поскольку они невидимы, мы не пытаемся их понять или использовать себе на благо. Чтобы изменить мир, надо просто изменить наши ожидания и взгляды. Это и в самом деле легко. Чтобы привнести нечто в физический мир, необходимо сфокусироваться не на том, что мы видим, а на том, что мы хотим видеть. Хорошие, 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 хорошие вибрации. Вы, конечно, можете сказать, как может нечто такое простое, как человеческая мысль, воздействовать на мир. Позвольте мне только заметить, что сотню лет назад никто бы не поверил, что песни, которые распевают на конкурсе «Американский идол», могут проходить сквозь кирпич, стекло, дерево и стали трансляционной башни к вашему телевизору. Никто бы не поверил, что мобильный телефон размером с колоду игральных карт может позволить вам беседовать со своей сестрой, находящейся за две тысячи миль от вас. Ваши мысли, подобно 289 телевизионным каналам и вашему голосу в мобильном телефоне, являются вибрационными волнами. Когда вы слушаете рэпера Эминема, поющего о своей дочери Хэви, ваши барабаны и перепонки улавливают вибрации звуковых волн. Когда вы видите трость Брэда Пита или единственную кожаную перчатку Мадонны, вы видите картины вибрирующих световых волн. Именно этим являются и ваши мысли, вибрационными энергетическими волнами, которые взаимодействуют с полем потенциальности и воздействуют на него. Любая прошлая, настоящая и будущая мысль порождает вибрацию, которая распространяется безгранично и достигает поля потенциальности. Эти вибрации встречаются с другими вибрациями. Пересекаясь, они создают невероятно энергетический лабиринт. Когда суммарная энергия становится достаточно большой, вибрации сгущаются в материю. Помните, что сказал Эйнштейн? Материя образуется из энергии. Поле потенциальности просто подстраивается под отсылаемую вами энергию. Ваши мысленные вибрации вызывают аналогичные ответные вибрации. Вот один маленький пример. Помню, несколько лет назад я подумала, что мне нужна толкушка для приготовления картофельного пюре. Я никому об этом не сказала. Я просто сделала в голове заметку. В следующий раз, когда буду в магазине, куплю толкушку. Тем же вечером моя подруга Уэнди наводила порядок в своих вещах и наткнулась на ненужную ей кухонную утварь, в том числе на толкушку. В другой раз я решила, что в моей жизни не хватает смеха. Через пару недель я начала встречаться с Тоддом, своим веселым сослуживцем, который со временем стал комическим актером. Совпадения, которые случаются в жизни, определяются энергией и полем потенциальности. Чаще всего мы пользуемся энергией бессознательно, абсолютно не обращая внимания на тот факт, что наши мысли, слова и действия существенно меняют положение вещей. А значит, мы непрестанно активируем эту силу, чтобы следовать тем шаблонам, в которые мы поверили раньше. люди думают, что Иисус начало и конец всего, потому что Он так здорово умел управляться с энергией и материи. Однако, как Он метко заметил, хотя это не Его точные слова, вы тоже это умеете. Я мать-одиночка, но я вовсе не паршивая овца. К таким, как я, нередко относятся с предубеждением. Люди автоматически думают, что я бедная и, может быть, живу на пособие. Хотя такая точка зрения, конечно, имеет право на существование, я предпочитаю смотреть иначе. Я предпочитаю сосредотачиваться на другой реальности. Вот что сказано на моем веб-сайте. Пэм Гроуд путешественница по всему свету, любящая мать, автор бестселлеров, миллионер, она внушает надежду каждому, с кем встречается. Я начала сосредотачиваться на этих вещах двадцать лет назад, еще до того, как у меня появился ребенок, до того, как я стала писательницей и путешественницей и даже до того, как полюбила себя всей душой. Сосредоточенность на том, что мне хотелось, всегда работала, так что теперь я могу с гордостью сказать, что все перечисленное выше, кроме одного, является правдой. Предоставляю вам угадать, чему именно еще предстоит реализоваться. До сих пор я написала шестнадцать книг, два сценария, мыльную оперу, а также столько журнальных статей, что в ближайшие двадцать лет голод мне не грозит даже при условии, что я не буду работать с девяти до семнадцати. Я веду блока путешествий в интернете, и это позволило мне побывать на всех континентах. Я писала обо всем, от прыжков с помощью эластичного троса в Новой Зеландии до покупки ковров Марокко и сбора кофе в Никараку. Мне еще предстоит прыгнуть с парашютом, но должна же я приберечь что-нибудь на свое девяносто ретие. Первая ступень духовного просветления порвите со своей привязанностью к общепринятой реальности. Реальность вовсе не такова, какой она кажется. По сути, не будет натяжкой сказать, что все, что вы считаете реальностью, таковой не является. Вот уже в течение ста лет физики не знают, как расценить тот факт, что классический ньютоновский взгляд на мир абсолютно неприменим к фундаментальным законам устройства материи. Мир субатомных частиц бросает настолько дерзкий вызов принципам причинности и логике, что большинство ученых, которые боятся за свои академические степени и звания, в значительной степени склонны игнорировать тот факт, что жизнь не имеет ничего общего с нашими представлениями о ней. В сущности это настолько странно, частицы, появляющиеся ниоткуда, замедляющееся и ускоряющееся время, частицы, которые влияют друг на друга и сообщаются друг с другом даже тогда, когда они разделены тысячами километров. что до сих пор смогли сделать ученые с этой информацией? Разработать технологии, которые позволяют людям взрывать друг друга, получать сообщения по сотовому телефону и поглощать разогретый в микроволновой печи обед под включенный телевизор. Даже два основных кита физической реальности пространство и время не являются тем, чем кажется. Эти два физических оплота ничто иное, как чрезвычайно убедительные оптические иллюзии. Такие физики, как Пернар Деспонят, в 2009 году получивший Темплтоновскую премию, утверждают, что пришла пора заменить наши старые формулировки законов природы божественного. Хотя все физики знают о странной Вселенной, в которой материя возникает из ничего, а электроны перепрыгивают с одной орбиты на другую, не путешествуя через разделяющие их пространства, большинство из них решили, пожимая плечами, ее игнорировать. Не то, чтобы они полностью ее отрицали. Как я уже говорила, они использовали новую физику для разработки лазеров, транзисторов, сверхпроводников, и атомных помп. Но они даже не приступили к объяснению того, как этот квантовый мир функционирует. Как заметил физик Джеймс Треффил, мы столкнулись с такой областью Вселенной, для понимания которой наши мозги попросту не приспособлены. Немногие физики-смерщики начали признавать, что их бесценные допущения могут быть ошибочными. Они допускают, что фундаментальные принципы материальной реальности не выдерживают критики. Как говорит доктор Фред Аллан Вольф, физик, хорошо известный под псевдонимом доктор Квантум, все сводится к тому, что по этому поводу я должна сказать лишь одно – давно пора. Курс обучения чудесам программа самообразования в области духовной психологии, которую я практикую и которой обучаю уже 25 лет, всегда отстаивала идею сознания, порождающего материальный мир. В ней говорится, что мы, люди, заранее решаем, как будем воспринимать жизнь и выбираем то, что хотим увидеть. Проблема в том, что все мы смотрим на мир с шурами на глазах. Все, что нам надо сделать, чтобы изменить течение своей жизни, это избавиться от вечного недовольства окружающим миром, активно видеть и предчувствовать иную реальность. А пока мы посвящаем все свое время и внимание, свое сознание, если хотите, вещам, наличие которых мы не хотим. Но это не что иное, как дурная привычка. И подобно любой дурной привычки от нее можно избавиться с помощью сознательных усилий. Оно то, чем оно не является. Представления человека о мире, основанные на чувственном опыте, больше не являются адекватными, а во многих случаях они попросту неприкодны. Планета, которую мы называем своим домом, вращается вокруг своей оси со скоростью 1674 километров в час. Она мчится по околосолнечной орбите с потрясающей скоростью 107 218 километров в час. Но если вы предварительно не выпили пару кружек пива, вы, скорее всего, не чувствуете этого движения. Это всего лишь один крошечный пример того, как мы искажаем реальность. Оказывается, почти все концепции суждения, которые мы принимаем на веру, есть искажения. Очень рано, скажем, сразу после рождения, наш разум устанавливает некие стереотипы восприятия, а потом отфильтровывает все, что им не соответствует. Другими словами, мы воспринимаем только те вещи, которые согласуются с нашим очень ограниченным восприятием. Одна девушка филиппинского происхождения рассказывала мне, что только через несколько недель, если не месяцев, после переезда в Соединенные Штаты, она стала замечать, что у некоторых людей рыжие волосы, в том числе у тех, с которыми она была знакома и регулярно общалась. Рыжие волосы не соответствовали тому, что она ожидала увидеть. И так в течение нескольких месяцев она видела только черные волосы в соответствии с ожиданиями, привитыми ей культурой, в которой она воспитывалась. Теперь ученые знают, что головной мозг получает 400 миллиардов бит информации в секунду. Чтобы вы получили представление о том, как это много, подумайте вот о чем. чтобы просто напечатать 400 миллиардов нулей, потребовалось бы почти 600 тысяч книг средней толщины. Не правда ли ошеломляет? Что же мы делаем? Мы начинаем отсеивать информацию. Мы начинаем сужать круг. Я получила капельку информации и посмотрите, она прекрасно совпадает с содержанием мыльной оперы, которую как раз сейчас я смотрю по телевизору. После отсева нам остается лишь жалких 2000 бит информации. Выйдите вперед и поклонитесь, потому что даже это сильно впечатляет. Мы говорим о 2000 бит информации в каждую секунду. Однако здесь есть проблема. То, что мы выбираем, представляет собой только половину миллионной доли процента всей поступающей информации. Представим себе, что каждая точка, сделанная шариковой ручкой, является одним битом информации. Я попробовала и оказалось, что за секунду я в состоянии поставить пять точек. Но будем щедры и предположим, что у вас это получится быстрее, чем у меня. Скажем, вы сможете за секунду нанести десять точек. Как и раньше, мы считаем, что каждая точка это один бит информации. Чтобы поставить столько точек, сколько ваш мозг перерабатывает за одну секунду, вам понадобится почти три с половиной минуты при чемпионской скорости десять точек в секунду. Но если бы ваш мозг перерабатывал всю мозг непрерывно просеивает информацию и выбирает, какие биты увидеть и каким поверить. Известностей мы выбираем для своего восприятия то, и не заблуждайтесь, это действительно выбор, что мы уже знаем. То, что мы выбрали, Бог знает когда. Мы видим, осязаем, слышим, обоняем и ощущаем на вкус не реальный мир, а сильно упрощенный вариант мира, вариант, который сотворил наш мозг. Остальное проходит незамеченным. Джон Маунсел, нейробиолог из Гарвардского университета, говорит, люди воображают, будто они видят реальность, но это вовсе не так. Как только наш мозг решил, какие биты в себя впустить, он строит мостики между разными нервными клетками, переплетая их для создания нервных путей. У среднего человека 100 миллиардов нервных клеток, каждая с бесчисленными отростками, так что каждый мозг сооружает свою систему магистралей. Карты нервных магистралей вашего мозга и, скажем, мозга Джонни Деппа различаются не меньше, чем карты штатов Висконсии и Руд-Айленд. Как только вы построили магистрали, вы перестаете путешествовать по остальной части страны. Федеральная автострада номер 70 в моем родном штате Канзас служит отличной метафорой. Верьте или не верьте, но в Канзасе, родном штате волшебника страны Оз, имеется множество геологических достопримечательностей. Например, около города Джетмор находится каньон Конократ, который называют большим каньоном в миниатюре, а вблизи коротка Куинтер гигантская известковая замковая скала высотой в семь этажей. Но поскольку люди, проезжающие через Канзас, редко сворачивают с магистрали номер 70, никто даже не догадывается о существовании этих достопримечательностей. Они буквально объезжают все эти прекрасные места и приходят к ошибочному заключению, что Канзас равнинный и скучный. Однако реальность не такова. Как те планировщики магистралей, которые проложили автостраду номер 70, там, где это можно было сделать быстрее и проще всего. Мы строим свои нервные магистрали так, чтобы получить самые быстрые и простые пути. Однако мозг не показывает нам реальности. Он даже не приближается к тому, чтобы видеть все сущее. Это всего лишь 3,5 минуты по сравнению с 821 годом. Пути магистрали в нашем мозге закладываются очень рано. Когда мы рождаемся, возможно, все. Возьмем, к примеру, языки. Любой новорожденный обладает способностью произнести любой звук любого языка. У него есть потенциал для произнесения раскатистого испанского «г». У него есть потенциал для горловых немецких дифтонгов. Однако очень рано в нашем мозге закладываются нервные пути, соединенные со звуками, которые мы слышим каждый день, что исключает другие звуки из других языков. Любой человек, говорящий на английском языке, в состоянии произнести следующую фразу «роллинг рок», «роллинг ротински». Однако, когда английский язык начинает учить китайцы, у них уже нет нервных путей, позволяющих правильно произнести эти «г», так что «фрит рис», «жаренный рис», превращается «флиет хи», «пролетевших в шеи». Что бы никто ни подумал, будто я этноцентрично, должна добавить, что я пыталась произнести некоторые немецкие картанные слова и обнаружила, что мои немецкие нервные пути заблокированы раз и навсегда. Возможно, лучшим примером того, как ваш разум создает собственную игру виртуальной реальности, являются сны. Когда прошлой ночью у вас на пороге появился Морли Сейфер и стал задавать все эти свои неудобные вопросы, это казалось абсолютно реальным. Но как только зазвенел будильник, и Морли и его виртуальное интервью для программы «60 минут» лопнули, как мыльный пузырь. Наши нервные пути обеспечивают воспроизведение того, что уже было раньше. Подобно трехлетнему ребенку, который снова и снова желает смотреть «Русалочку», мы за всех сил цепляемся за свои искаженные иллюзии. Руки прочь от моих иллюзий. Хотя это делает нас несчастными, мы предпочитаем слепо верить в несчастья, которые сотворили своими руками. мы наблюдаем формы вещей. Никакой веры не надо. Необходимо лишь воображение. Чтобы что-то пришло в твою жизнь, тебе надо представить, что оно уже там. Если ты его четко вообразил, в данный момент оно уже пули летит тебе навстречу. По моему мнению, знать, как трансформировать энергию настолько важно, что этому надо обучать наряду с чтением, письмом и арифметикой. Все начинается с желания, той силы, которая стоит за всем. Это энергия, топливо, электрический заряд, который создает резонансное поле и посылает в поле потенциальности волны вероятности. Эстер Хиггс, которая приобрела известность в связи с учением Абрахам, называет это запуском ракеты желания. В ту же минуту, когда вы загадали желание, вы его создали. Оно мгновенно, оно существует как реальная вещь. Вы не видите его, поскольку все еще исходите из линейного времени. Вы все еще в оковах старой школы, утверждающей, что сотворение вещей требует времени. Поэтому вы продолжаете работать и ждать. Вы продолжаете следовать семи этапам очередной книжки о самопомощи. Но здесь происходит то, о чем говорят нам физики. В квантовом мире события не происходят поэтапно, они происходят мгновенно. Итак, то, что вы пожелали, осуществляется в ту же минуту, как только вы этого пожелали. Но, подобно кошке Шрёдингера, вы воспринимаете только ту реальность, которую решили воспринимать. Физическая реализация в данный момент остаётся запрятанной вашим сознанием. Физики, находящиеся на переднем крае науки, утверждают, что жизнь носит многомерный характер. Однако большинство людей завязло в одномерной физической реальности, ограниченной тем, что воспринимается пяти органами чувств. То, что мы воспринимаем посредством этих, казалось бы, верных инструментов наблюдения является всего-навсего тем, что мы решили обнаружить. Это даже не вопрос о том, что первично, курица или яйцо. Всё, что мы видим, чувствуем и переживаем посредством своих пяти чувств, всегда появляется только после нашего решения увидеть, почувствовать и пережить это. Я уподобляю сознание огромному небоскрёбу. Я могу жить на втором этаже, но вещь, созданная моей мыслью, находится на седьмом этаже. До тех пор, пока я не поднимусь на седьмой этаж, кажется, что её нет, что я по-прежнему её ожидаю. Другой великолепной аналогией служит телевизор. Если у вас есть кабельное телевидение, вам доступно сотни каналов, не говоря уже о телепрограммах по подписке. Но в любой данный момент времени вы можете смотреть только один канал. Когда вы смотрите, к примеру, свой любимый сериал, вы сопереживаете его героям и совершенно не воспринимаете остальные 99 или больше каналов. Вот почему так важно оставаться на том канале, на котором вам хочется быть. Не предоставляйте никакого эфирного времени, реальности, от которой вы стараетесь уйти. Настраивайтесь только на своё желание. Список причин, по которым мы настраиваемся на нелюбимую программу. Первое. На самом деле мы не здесь. Данный момент времени это точка силы. Вот почему йогу, сознательно освобождающемуся от ментальных помех, так легко изменять частоту сердцебиения и пульс и другие интересные функции. Если на самом деле вас здесь нет, ваш разум не в состоянии сделать то, что вы от него хотите. Совершенно необходимо тренировать сознательную психическую ориентированность. В противном случае вы будете действовать, исходя из старых закоснелых представлений. Тех представлений, которые загрузили еще до того, как вам исполнилось пять лет. Неужели вы на самом деле хотите, чтобы вашей жизни управлял пятилетний ребенок? Когда я обнаруживаю, что мое сознание функционирует вне данного момента времени, что бывает, к сожалению, слишком часто, я мягко напоминаю себя, вот вот о какой аналогии. Водитель Единая служба доставки посылок только что доставил к моему дому абсолютно все, что мне хотелось. Но поскольку я ушла из дому, то об этом даже не узнала. Меня не было дома, потому что я гонялась за жалкими суррогатами. Все есть прямо здесь, как только я возвращаюсь сознании к бесконечности данного момента. Второе. Мы считаем это трудным. Творить посредством мыслей проще паренной репы. Об этом и спорить не стоит. Однако мы не перестаем твердить друзьям, особенно самим себе, что это трудно или что мы до сих пор над этим работаем. В течение следующих нескольких дней подмечайте, как часто вы будете утверждать, что это трудно или проблематично. Обращайте внимание, как часто вы говорите, и так было всегда. Мы тратим так много времени на разговоры о том, что у нас не получается, что упускаем из виду главное. У нас есть силы сотворить то, что получается. Третье. Мы склонны к негативности. Что мы изучаем? Болезни, проблемы, катастрофы прошлого. К чему мы готовы? К непредвиденному. Мы любим зацикливаться на проблеме и вопрошать, что не в порядке. Это модель старой школы, нуждающейся в решительной трансформации. Как только мы начинаем вглядываться в хорошее, наша жизнь раскручивается в невероятно увлекательных новых вещь, которая в действительности является всего лишь безрассудно смелым суждением, имеет обратную сторону. Нехватка – обратная сторона изобилия. Болезнь – обратная сторона здоровья. Оба понятия существуют, оба они верны. Если выбрать один аспект, второй столь же важный останется незамеченным. К сожалению, поскольку вы живете в пространстве времени, то можете видеть в данный момент времени только одну сторону медали. Однако важно осознавать, что другая сторона медали столь же реальна, и в любую минуту вы можете просто перевернуть медаль. Обе противоположности, например, изобилия нехватка, верны. Это зависит от реальности, формирующей вашу точку зрения. Четвертое. Ей Богу мы думаем, что мы знаем. Как только вы что-то определили, вы больше в этом не сомневаетесь. Как только вы что-то узнали, это становится вашей реальностью. Однако знание накладывает жесткие ограничения. На квантовом языке это сокрушает волну, не оставляя места для тайны, чуда и новых открытий. Подумайте об этом. Если в одной руке у вас полно книг, а во второй сумка супермаркета, невозможно прихватить что-нибудь еще. У вас может быть много знаний и академических дипломов, вставленных в рамки и разрешенных по стенам второго этажа этого небоскреба. однако не забывайте, что в нем есть множество других этажей, то есть измерений, и все, что вы знаете, может блокировать поле потенциальности. Пятое. Разум настолько силен, что он может создать вне себя нечто более сильное, чем он сам. Вот почему при проведении экспериментов очень важно воздерживаться от суждений до тех пор, пока вы не поверите, что все получится. Если вы убеждены, что все это чепуха, вы будете получать данные, подтверждающие такую точку зрения. Шестое. На самом деле мы не практиковались. Использование поля потенциальности для изменения своей жизни не является умственным упражнением. Это практика. Это похоже на разучивание икам или на обучение игре в настольный теннис. Тайгеру Водсу было всего 18 лет, когда он выиграл любительский чемпионат США, но за спиной у него уже было 16 лет практики, и он по-прежнему практикуется по нескольку часов тень. Вы не можете познать мудрость, вы можете только быть мудрым. С этого и начинается моя книга. Переключение на другой канал. Освободитесь от умственного рабства. Никто кроме нас самих не освободит наши умы. Цель этой книги освободить вас из темницы иллюзий и помочь не принимать в расчет тот сфабрикованный пресс-велес, который вы считаете реальностью. Хорошая новость. Вам ничего не придется менять в своем поведении. Все, что вам надо сделать, это изменить свои взгляды. На тот случай, если вы давно не заглядывали на сайт Amazon, сообщаю. На нем рекламируются тысячи книг о том, как изменить свое тело. По последним подсчетам, только ягодицам было посвящено 678 книг и компакт-дисков. Но насколько я знаю, нет ни единой книги о том, как сформировать свое сознание. Однако ваше сознание со всеми его укорененными ложными нервными путями является корнем всех ваших проблем. Помните, что именно сознание, и это уже признают такие смелые физики, как Фред Вульф, порождает физическую реальность, даже те ягодицы, которые еще не превратились в стальные. Вы можете снова и снова заходить в обувной магазин, но там никогда не будет продаваться молоко. Все эти отчаянные попытки изменить свое тело, отношения с другими людьми, восполнить пробелы в каких-то областях знания, будут безуспешными, пока вы не научитесь изменять и формировать свое сознание. Довольно трудно контролировать свой разум, когда думаешь, что это надо делать постоянно. Однако если установить конкретные временные рамки, как вы будете делать в экспериментах этой книги, то разум можно приучить к интенсивной работе. Это вроде программы из 13 этапов. Попытки всегда оставаться трезвым ни к чему не приводят. А если по одному дню? Тогда это задача, которую разуму легко одолеть. Все эксперименты, кроме двух, займут у вас по 48 часов или даже меньше. Это два коротких дня и 70 с лишним лет жизни. Даже нетренированный разум на это способен. Почему я даю вам 48 часов? Называйте это старым принципом конечного срока. Когда редактор восстанавливает конечный срок, он или она знает, что приблизительно в это время начнет вычитывать рукопись. Конечные сроки позволяют нам чего-то ожидать, на что-то рассчитывать. Если вы едете по незнакомой сельской дороге, выискивая зеленый почтовый ящик, около которого вам нужно свернуть налево, к дому, где вас ждут, полезно знать, что он находится на расстоянии 12 километров от последнего поворота. В противном случае вы начнете думать, не пропустили ли его, и дело кончится тем, что вы повернете назад. Конечный срок попросту дисциплинирует вас. А однажды я попросила совета, стоит ли мне сделать писательство основным занятием. Я работала 20 часов в неделю в небольшой компании, а в свободное время писала. Мне по-настоящему нравится отдел ресурсов и развития, начала я, имея в виду место, где я работала. Но у меня, видишь ли, есть мечта стать свободным художником. Не то, чтобы мне не нравилось писать письма, посвященные финансовым вопросам. Нет, я просто хочу осуществлять собственные идеи, хочу писать о тех вещах, которые мне близки. Что ты об этом думаешь? В то время мне уже звонили из крупных журналов, давали множество заданий. Я завязывал новые контакты, выискивая идеи до очередной колонки. Для некоторых людей это было бы достаточным ответом. Однако я была недокатливой. Я хотела получить недвусмысленный знак. Хорошо, продолжала я. Мне нужен знак, который нельзя было бы списать на случайность. Кроме того, я устанавливаю точный конечный срок. Мне необходимо получить ответ в течение ближайших сорока восьми часов. На следующий день я была уволена. В другой раз, когда работа была мало, я разослала свое резюме. Я склонна к таким поступкам, когда начинаю паниковать. Как и следовало ожидать, в течение нескольких недель мне предложили работу. Это предложение разрабатывать маркетинговые материалы для местной автобусной компании давало мне столько денег, сколько я никогда в жизни не зарабатывала. Но как же я могла бросить писательство и посвятить новой работе все свое время? Действительно ли я была готова отказаться от карьеры свободного художника? И снова я потребовала ясного знака. Однако на этот раз я повысила ставку. Мне необходимо было знать не позже, чем через 24 часа, потому что именно в такой срок я должна была сказать своему будущему работодателю да или нет. На следующее утро позвонили из журнала Travel Plus Laser, для которого я хотела писать больше всего на свете, и дали мне редакционное задание. Я положила трубку, радостно завопила ура и сплясала победный танец. Но мой наставник в тот день был в настроении, потому что не прошло и пятнадцати минут, как позвонили из другого журнала, о котором я никогда не слышала, не говоря уж о том, чтобы направлять туда запрос, и сообщили, что им нужна статья о канзасских биштексах. Я позвонила своего несостоявшемуся боссу и сказала «Спасибо, но я отказываюсь». Что очутиться в этом царстве, как сказано в курсе обучения чудесам, нужно всего лишь полностью сконцентрировать на нем внимание. Вам надо захотеть только и всего. Трайвел плюс Лейзер самый массовый в мире журнал для путешественников. Тираж около пяти миллионов экземпляров. В настоящее время наши умы поглощены проблемами, реализации которых для нас нежелательно. Наше позитивное намерение занимает лишь ничтожную часть наших мыслей. Остальные мысли сконцентрированы на проблемах, которые, как мы надеемся, можно решить. В основном наши мозговые ресурсы заняты извечными мыслями о дороговизне, проблемных взаимоотношениях и Боге, который мечет молнией с небес. Причина, по которой 99,9% нашего мозга постоянно заняты тем, что для вас нежелательно, состоит в стандартной настройке мира на то, что он считает нормальным. Вы смотрите новости о наводнениях и землетрясениях или вы слушаете историю об эпилепсии, которой страдает ваш двоюродный брат, и стандартная настройка мира заявляет «Видишь, разве я тебе не говорила?» Почти невозможно изменить эту стандартную настройку, даже если вы знаете, по крайней мере, теоретически, что возможно другой путь. Возьмем, к примеру, безденежье. Большинство согласится, что такая реальность нежелательна. Что же мы делаем? Мы изо всех сил стараемся ее избежать. Мы слишком много работаем. Мы звоним своим брокерам. Мы читаем книги и статьи о том, как стать богатым, абсолютно игнорируя тот факт, что когда мы стараемся стать богатыми, мы внушаем себе мысль о том, что еще не богаты. Следовательно, мы заранее решаем быть бедными. Если мы попросту обратим свои мысли к тому, чтобы чувствовать себя богатыми, чтобы быть благодарными за то, что в нашей жизни уже есть богатство, скажем, наши семьи или верные друзья, ощущение безденежья исчезнет. Мы чувствуем безденежье только потому, что обращаем к нему наши мысли. Вот как велика сила нашего разума. Моя подруга Карла непоколебимо верит в то, что избавиться от ощущения бедности можно просто отправившись по магазинам, немедля. Нужно растоптать это чувство, как она выражается. Однажды, когда я была в командировке на острове Макен-Айленд в штате Мичикан, я попробовала такое проделать. Я только что начала свою карьеру свободного художника и не знала, как у меня будет с деньками. Я остановилась в шикарном Грандотере, прекрасно понимая, что одежда, засунутая в чемодан в последнюю минуту, никак не дотягивает до гардероба Джейн Сеймур в фильме «Где-то во времени» и даже до костюмов нынешних постояльцев Грандотере со вкусом поглощающих чай с печеньем на 200-метровой веранде. Ясно, что я была одета неподобающим образом. Причем обед из пяти блюд еще даже не начинался. Я забрела в дорогой магазин, и мой взор немедленно остановился на эффектном зеленовато-голубом шелковом платье. Однако ценник ясно говорил о том, что платье это мне не по карману. Оно стоило в четверо больше того, что я обычно натрачено одежду. Именно в этот момент я поняла, что должна его иметь. Мне необходимо было сыграть роль преуспевающей журналистки, которой я хотела стать. Я купила это платье, зная, что своей покупкой прокладываю дорогу к будущему финансовому успеху. Это как приучать щенка к чистоте в доме. Если вы похожи на меня, то есть предрасположены к проволочкам, беспорядку, легко отвлекаетесь, изменение сознания может оказаться непростым делом. Я люблю сравнивать это с приучением щенка не пачкать в доме. Вы регулярно выводите его на воздух и показываете иной реальность, пока щенок не поймет «Ого, да ведь это большой новый мир, куда веселее писать на деревья, кусты, пожарные гидранты, чем на старой домашней тапке Пэм. Ваше сознание будет восхищено красотой, которая откроется перед ним. Настанет глубокое душевное спокойствие. Материализуются великие идеи. Вы переполнитесь восторгом. Единственное, что следует сделать, это целиком сосредоточить свое сознание на тех вещах, которые вы хотите обрести. Если вы хотите душевного спокойствия, думайте о душевном спокойствии. Если вы хотите любви, думайте о любви. Если вы хотите туфли от Джимми Чу, думайте о туфлях от Джимми Чу. И не думайте о том, что душевное спокойствие вероятно невозможно, что любовь вероятно ускользает, или что на вашем банковском счете нет денег на туфля Джимми Чу. Еще раз повторю, сосредотачивайте сознание только на том, чего вы хотите. И всякий раз, когда щенок направляется к пресловутым домашним тапкам, хватайте его и выносите на улицу. В фильме «Человек в огне» Дензел Вашингтон играет бывшего спецназовца, который становится телохранителем девятилетней дочери богатого мексиканского бизнесмена. Несмотря на попытки Дензела держать нейтралитет, дело кончается тем, что он становится для Питы чем-то вроде отца, делает с ней домашние задания и помогает победить на соревнованиях среди пловцов, потому что девочка больше любит плавание, чем уроки музыки, на которых настаивает ее отец. Дензел внушает девочке, что ее победа зависит только от того, «Тренированная она или нет?» Он снова и снова задает ей вопрос «Ты тренированная?» И Пита восторженно кричит в ответ «Тренированная». Я тоже буду повторять вопрос «Тренированное Ваше сознание или нет?» Я надеюсь, что вскоре Вы сможете ответить «Тренированная». Самые большие открытия грядущих дней будут сделаны в духовной области. Есть сила, которая, как ни того смысла научит нас история, играла величайшую роль в развитии человека и общества, но которую мы никогда не изучали так же серьезно, как физические силы. Она станет день, когда люди поймут, что материальные ценности не приносят счастья и ничего не дают для воспитания сильных творческих личностей. Тогда ученые всего мира станут в своих лабораториях исследовать духовные силы. Когда этот день настанет, за год будет достигнут такой прогресс, которого мир не видел за предыдущие четыре года. Предварительные сведения Вся жизнь сплошной эксперимент. Чем больше вы экспериментируете, тем лучше. Вам не потребуется ни белый лабораторный халат, ни углеродные нанотрубки, ни даже уродливые защитные очки, чтобы провести предлагаемые ниже эксперименты. Все, что вам нужно, это открытость сознания и способность наблюдать, записывать свои открытия и быть готовым увидеть вещи в новом свете. Для тех, кто провалился на экзамене по химии, я начну с повторного курса. Меня ничто не шокирует. Я ученый. Надпись на футболке дизайнера Джона Бертрона. Первое. Что такое наука? Согласно слабарю Уэбстера, наука – это знания, полученные посредством изучения или опыта. Обычно наука начинается с теории. Второе. Хорошо, а что такое теория? Для большинства людей теория – это что-то смутное и неясное. Но когда речь идет о научной теории, то мы говорим о концептуальной системе взглядов, объясняющей имеющиеся наблюдения и предсказывающей новое. Теория основывается не на авторитете или силе убеждения ее сторонников, а на результатах, полученных с помощью наблюдений и экспериментов, которые любой может воспроизвести. А, например, теорию гравитации может доказать кто угодно, от малыша, падающего с кровати, до жреца Вуду, перепрыгивающего через священного козла. По сути, большинство лабораторных экспериментов повторяются десятки миллионов раз. Другой особенностью научной теории является ее опроверкаемость. Это значит, что эксперимент может доказать ее неправильность. Теорию, согласно которой, Марс населен маленькими зелеными человечками, исчезающими всякий раз, когда мы за ними охотимся, нельзя сфальсифицировать, потому что в этой теории марсиане всегда исчезают, когда кто-то пытается их отыскать. Однако, теория марсиан не существует, является научной, потому что ее можно сфабриковать при отсутствии возможности поймать марсианина и вручить ему приглашение на программу Доброе утро, Америка. Третье. Тогда что же такое гипотеза? Для обычных людей гипотеза то же самое, что докатка. Однако, для ученого гипотеза это рабочее предположение о том, как устроен мир. Любой эксперимент начинается с гипотезы. Вы наблюдаете за устройством мира, а потом вырабатываете гипотезу, которую можно проверить и удостовериться, что она верна. Обычно ее высказывают в форме утверждения, которое может быть либо опровергнута, либо доказана. Гипотезу часто излагают, используя формулировку «если», «тогда». Если происходит х, тогда произойдет и у, или же «если х возрастает, тогда возрастает и у». Мы пользуемся гипотезами, чтобы сформулировать научный метод. Четвертое. Что такое научный метод? Научный метод – это общепринятый способ отличить истину от лжи и заблуждений. Упрощенный вариант выглядит примерно так – сформулировать вопрос, собрать информацию, сформулировать гипотезу, проверить гипотезу, записать и изучить полученные данные, сделать выводы. Огромным преимуществом научного метода является его непредвзятость. Он справедлив для каждого. Выводы будут оставаться теми же, независимо от цвета ваших волос, ваших религиозных убеждений или от размера вашей опыли. Несколько основных правил. Вы делаете это, поскольку вы замечательный, смелый и любопытный. Ну да, вы, наверное, чуть-чуть сумасшедший, и это хорошо. В каждой последующей главе рассказывается о важном духовном принципе и эмпирическом научном эксперименте, который демонстрирует его справедливость. Вы можете проделывать эти эксперименты либо один за другим, так делают большинство людей, поскольку после первого опыта они приходят в восторг, либо в любом порядке. Сделайте один эксперимент на этой неделе. На следующей неделе попробуйте сделать другой эксперимент. Фактически все зависит от вас. Однако мне хотелось бы сделать пару небольших замечаний. Перед тем, как приступить к эксперименту, дайте себе установку «отбросить прошлое». Обычно я начинаю с максимума из курса обучения чудесам. откройте свое сознание и очистите его от всех посторонних мыслей. А потом будьте бдительны и не упускайте доказательств. Ищите их так же, как разыскиваете затерявшиеся ключи от автомобиля. После того, как вы поискали всюду, где только они могли быть, в сумке, в карманах брюк, на столике, в прихожей, вы начинаете поднимать диванные подушки, заглядывать под кровать и просеивать наполнители в туалетном лотке вашей кошки. Важно, что вы не прекращаете поиски до тех пор, пока ключи опять не окажутся у вас в руке. Если вы отправляетесь в магазин за чистящим порошком, вы не возвращаетесь домой, пока не найдете полку с нужными вам средствами. Если вы отправляетесь в книжный магазин за последним романом Джона Гришима, вы не выходите из него с пустыми руками, оправдываясь, что не смогли найти полку на букву Г. Дело даже не в том, найдете ли вы чистящий порошок или последний роман Джона Гришима. Вы идете в магазин с уверенностью, что он должен там быть. В конце каждой головы помещен лабораторный отчет. Он аналогичен лабораторным отчетам, которые используют настоящие ученые. Важно записать время начала каждого эксперимента. Также важно делать заметки, чтобы любое открытие было документированным. Чем заметки детальнее, тем лучший материал будет у вас для последующего изучения. Помните, что при записи всех своих впечатлений вы должны быть готовы к возможным ошибкам, чтобы заполучить подающиеся проверки детали, доказывающие, что вы правы. Детали важны, потому что ваши желания должны быть сформулированы предельно ясно и четко. Один из духовных принципов, который мы со временем проверим, гласит «каждый получает от жизни именно то, чего хочет». Единственной причиной, по которой вы еще не обнаружили доказательств этого принципа, служит ваша поглощенность другими вещами. Что же, готовы ли вы стать сумасшедшим ученым? Принцип «чувак продолжает жить» существует невидимая энергетическая сила или поле бесконечных возможностей. Все остальные ожидают вечности, а шаманы говорят «А как насчет сегодняшнего вечера?» предпосылки Этот эксперимент докажет вам раз и навсегда, что во Вселенной есть любящая, щедрая и всезнающая сила. Некоторые называют ее Богом. Вы можете называть ее как хотите, праной, всем, что есть, или космокрамером. Проблема пока состоит в том, что мы должны принимать эту силу на веру. Нам не дано увидеть ее или потрогать. Конечно, от ее имени от нас требуют делать много вещей, например, медитировать и посыпать голову пеплом. Я решительно предпочитаю идею энергетической силы, которая движется в двух направлениях. Вам ничего не напоминает этот взаимообмен? Эксперимент номер один. В этом эксперименте мы будем сообщать полю или детка теперь или никогда. Мы покончим с верой в нечто, что с удовольствием играет с нами в прятки. Мы хотим неопровержимого подтверждения. И мы хотим его сейчас. Вы знаете выражение как можно скорее. Что же именно этого мы и хотим? Мы дадим полю потенциальности ровно сорок восемь часов, чтобы получить ясный знак. Поскольку мы согласились с идеей о том, что сила эта смутна и загадочна, мы собственно говоря не ожидаем ее найти. или по крайней мере не удивляемся когда не находим. Что мне делать? Ждать? Тот кто хочет ждать у хрустальных ворот пусть ждет. Это тоже что современному человеку отказываться отказываться использования электричества. Все что вам нужно сделать найти штепсельную розетку, подключить к ней электронное устройство или какой-нибудь прибор. И опля у вас есть все что угодно. Поджаренный хлеб, музыка, фильмы, новости и братья по разуму, занимающиеся всякими дурацкими вещами, вроде поедания и слизней на необитаемых островах. Мы должны научиться думать об этой энергетической силе так же, как думаем об электричестве. Мы же не думаем достаточно ли я хорош, чтобы включить тостер в розетку. Или достаточно ли долго и усердно я молился, чтобы заслужить право включить свет на кухне. Мы не чувствуем за собой вины, когда хотим включить радиоприемник и послушать новости. Поле потенциальности такое же непредубежденное и доступное, как электричество, если мы действительно решим его отыскать. И найти его не так уж трудно. Анекдотичное доказательство. В этом разделе мы поговорим о том очевидном, на что никто не обращает внимания. Да, я имею ввиду Бога. Если вы не только что родились, то, вероятно, заметили, что уйма людей рассуждает о Боге. Каждый седьмой день посвящен поклонению Богу. В его честь сооружены здания всех форм и размеров. Во многих газетах есть раздел религии, соседствующий с разделом политики, местными новостями, погодой и кроссфордом. Свои версии чувака, я пользуюсь кличкой героя классического культового фильма «Большой Добовский», имеются в каждой культуре. Даже физики, которые занимаются исключительно свойствами и взаимодействиями материи и энергии, знают о невидимой силе. Большинство физиков не называют ее богом. Например, Альберт Эйнштейн не верил в традиционного бога. Но он, безусловно, знал, что в космосе существует нечто неизмеримо большее. Это большее, говорил он, и является тем, что его интересует. Все остальное, как он заявлял, всего лишь детали. Бог, которого верит большинство людей, является человеческим изобретением, придуманным в целях удобства. Мы принимаем этого созданного человеком бога, как неоспоримый факт. Но в этом нет никакого смысла. Если бог есть любовь, если бог совершенен, если бог обладает всеми теми качествами, которые мы ему приписываем, как же он мог бросить кого-то в львина и локовы? Далее из чего бы любому человеку в здравом рассудке цепляться за капризного и несправедливого бога, который испытывает радость, наказывая людей. Даже самая сумасбродная женщина теоретически знает, что не стоит иметь дело с парнем, который способен ее ударить. Кому же нужен такой бог? Бог как террорист. Я еще не успела толком освоить азбуку, как узнала, что я, маленькая по имисию Гроуд, ничтожная грешница. Это был факт. Такой же факт, как 2 плюс 2 равно 4, а ЛМНОП буква алфавита. Единственное утешение, которое я вынесла из этого важного урока, состояло в том, что я не одна. Как оказалось, все остальные люди в мире тоже грешники. Даже миссис Бекуит, добрейшая воспитательница в моем детском садике, которая позволяла мне каждый понедельник приносить с собой поки, мою ручную черепаху. Грешницей быть плохо, потому что это обеспечивает путевку в ад. Понять, что такой ад, было не очень легко, потому что за пределами штата Канзас я не бывал. Однако, по словам моего отца, ад не то место, куда хочется попасть. Там жарче, чем было в доме моей тети Гвена дяди Теда в Техасе тем летом, когда у них сломался кондиционер. И в отличие от тех каникул, которые закончились через четыре дня, ты останешься в аду навечно. Чтобы понять, что такое вечность, сказал отец, вспомни, что ты чувствовал 26 декабря прошлого года в ожидании нового Рождества. Избавительной оговоркой было то, что ты можешь спастись. И так, когда мне было четыре года, а органист маленькой методистской церкви в кантоне штат Канзас заиграл гимн, я вышла вперед, упала на свои маленькие колени и попросила доброго Бога простить мне мои грехи. Моя семья со старыми методистскими традициями дружно издала вздох облегчения. Тем же вечером папа и мама обзвонили всех тетушек и дядюшек, чтобы сообщить «Вот и хорошо, наша старшенькая теперь официально спасена», с гордостью ликовали они. «По крайней мере, мы можем быть уверены, что Пэм попадет в рай». Самое лучшее во всем этом было то, как они полагали, что мое обращение послужит хорошим примером для моей сестры Бекки, которой было два года, и для моего брата Бобби, которому было еще только три месяца, хотя втайне я надеялась, что не подожду до того времени, когда Бобби научится говорить. Конечно, я не хотел рисковать, ведь Иисус мог вернуться в любое время, днем или ночью. Он мог прийти утром, когда ты размазываешь по тарелке манную кашу. Он мог прийти на каникулах, когда ты висишь на турнике, уцепившись коленями. Он мог прийти даже в два часа ночи, когда ты спишь, что может стать серьезной проблемой, если твой сон глубок. Иисус мог взять тебя еще до того, как у тебя будет время протереть глаза. Об этом даже думать не хотелось. Я имею в виду, что в доме тети Гвена и дяде Теда было действительно жарко. Тогда же я научилась смиряться со своей греховностью. Мне снова и снова повторяли, что Бог есть любовь. Не беда, что церковь представляла Бога как своего рода скрытую камеру, которая видит все, что я делаю. Во всем этом не было никакого смысла. Конечно, мне было всего четыре кода, что я могла знать. Даже когда я была чуть ли не идеальным ребенком, получала сплошные пятерки, старалась не драться с сестрой и братом, не прикасалась к наркотикам и алкоголю и даже убирала свою постель без напоминаний. Я чувствовала, что меня постоянно критикует этот любящий Бог, восседающий на небесах и радостно потирающий руки всякий раз, когда я что-нибудь делал не так. И это, как мне кажется, случалось довольно часто. Какой же тяжкий груз был взвален на плечи невинного ребенка? Бог выглядит как Зет-Затор и прочие надоедливые мифы. Наши представления о Боге больше говорят о нас, чем о Нем. Спросите среднего индивидуума, верит ли он в Бог, и он, вероятно, ответит «Ясное дело». Однако вряд ли он когда-либо задавался вопросом, что следует подразумевать под Богом. Попытка определить, что есть Бог, обречена на неудачу. Бог не статичен, как не является статичными ни электричество, ни свет. Бог находится за пределами материального мира. Он наполняет космос, пропитывает реальность и заменяет собой время и пространство. Однако это не останавливает наши попытки найти определение. Вот восемь обращиков наглой лжи, которую мы придумали о Боге. Ложь который растет цветы, формирует корочки на содранных коленях и постоянно стремится к цельности. Бог более всего похож на ту силу в Звездных войнах, присутствие которой ощущается внутри нас, на принцип, по которому мы живем. Именно поэтому Люк Скайуокер и Дарт Вейдер стали таким феноменом. Звездные войны миф который обращается к нашему глубинному внутреннему уровню. Какая-то наша часть знает, что эта сила всегда с нами и что мы посредством своих слов, мыслей и действий создаем этот мир. Ложь номер два Бог выглядит как ЗЗ Тор ставит черные пометки напротив вашего имени и слишком занят проблемой голода в мире, чтобы заботиться о вас. Бог, если вы верите в признанный шаблон, немного похож на Буре для фильме «Убить пересмешника». Это загадочный сосед, постоянно подглядывающий из окна своего пентхауза в надежде поймать нас на чем-то грешном грешном. Мы не можем его увидеть, однако должным образом предупреждены, что он здесь. Он видит, он судит. Он отслеживает каждое наше движение. Если вы не следуете какой-то заповеди или нарушаете какое-то правило, запросто может послать за вами своих ангелов из секретной службы, чтобы стукнуть вас по голове. Лож номер три. У Бога есть любимчики. Поле потенциальности – это силовое поле, в равной степени доступное каждому. Оно открыто всем, это не исключительный дар, которого достаиваются лишь избранные. По сути, это главный урок, преподанный Иисусом. Бог внутри нас. Вы частица Бога. Вы можете творить чудеса. Поклоняться Иисусу, так как поклоняемся мы, немножко похоже на поклонение Бенджамину Франклину, как человеку, который открыл электрическую природу молнии. Бен Франклин запустил своего воздушного змея во время грозы, и теперь мы можем использовать продемонстрированный им принцип. Он хотел, чтобы мы овладели электричеством и пользовались им, что мы и делаем, приводя в действие наши компьютеры, радиоприемники и кондиционеры. Если бы мы обошлись с открытием Бена так же, как с открытием Иисуса, мы бы и поныне сидели в потемках. Бенджамин Франклин не изобрел электричество, и точно так же Иисус не изобрел духовных принципов. Молнии, связанные с ней электричество, всегда были под рукой. Мы просто этого не знали или не знали, как им воспользоваться. Галилей не изобретал гравитации, когда бросал деревянные шарики с Пизанской башни. Он просто ее продемонстрировал. Аналогично Иисус продемонстрировал духовные принципы, которые, как Ему хотелось, мы смогли бы использовать и развивать. Мы даром потратили две тысячи лет на поклонение идолу, вместо того, чтобы использовать принципы, которым Он нас учил. Перелистайте Библию. Нигде Иисус не говорил «поклоняйтесь Мне». Он говорил «следуйте за Мною». Различие велико. Сделав из-за Иисуса героя, мы потеряли весь смысл. Иисус не говорил «я особенный ставьте Мне памятники, превращайте Мой день рождения в колоссальный коммерческий праздник». Он говорил «посмотрите, это возможно, посмотрите на что способны вы, люди». Иисус наше наследие, наш брат, которому следует подражать. Иисус пытался сказать нам, что церкви, религиозные лидеры и вся их цитистая риторика заглушают Божью истину. Они плутают, не упоминая о том факте, что поле потенциальности не объект поклонения, а нечто реально присутствующее, принцип, по которому мы должны жить. Ложь номер четыре. Бог вознаграждает нас за страдания и присуждает очки за наши жертвы. Многие думают, что жизнь своего рода тренировочный лагерь для подготовки к небесам. Мы верим, что наша недолгая жизнь всего лишь вступительный экзамен, который надо сдать, чтобы попасть в рай. Если мы будем держаться, несмотря на трудности, и вынесем все, в один прекрасный день мы пройдем через эти хрустальные ворота и станем счастливыми. Нет ничего проще неизбежности страданий и испытаний. А что если в этом нет никакой необходимости? Если нет причин быть бедняком или болеть, почему бы не жить полной активной жизнью? Что если эти трагические трудности жизни – лишь очередная дезинформация, придуманная церквями и укоренившаяся в нашем сознании в средстве многих лет внушения? Вот почему мне хочется сказать, тот рай, которого вы ждете, доступен прямо сейчас, а вас вели в заблуждение о том, кто вы и что является возможным. Ложь номер пять. Бог очень требователен. Поле потенциальности не судит, оно не карает, оно не думает, ну что ж, вчера самика был хорошим мальчиком, он помог старой леди перейти улицу. Думаю, я откликнусь на его просьбу выиграть в лотерии. Поле потенциальности ни в чем не нуждается, оно ничего не просит от нас, оно не выдвигает требований. Оно любит мать Терезу, не больше Сильон Дион. Только дезинформированные существа, отчаянно старающиеся придать смысл своей жизни, могли придумать Бога, играющего с ними в игру «Вышел месяц из тумана». Бога, который любит или не любит таких же самых людей, как мы. Наш страх загнал нас в ловушку, которая ведет к очень ограниченному восприятию. Ложь номер шесть. Не стоит просить у Бога слишком многого, если вы не хотите его рассердить. Как я уже говорила, поле потенциальности – это не человек, следовательно, вы не можете его рассердить. Поле потенциальности – это сила, невидимая энергетическая сила. Оно не является ограниченным или конечным, – так что вы, безусловно, не можете просить слишком многого. Как говорит старая пословица, ложкой море не вычерпаешь. Мы не используем поле потенциальности должным образом, если вообще используем. Эта всемогущая сила, о которой мы твердим, не является какой-то спасательной командой, пребывающей в последнюю минуту, чтобы выкупить закладную. Поле потенциальности не оппонент, которого следует убеждать за перековорным столом. Ложь номер семь. Бог так неуловим. Совсем наоборот. Как только вы избавитесь от черных покров заблуждений и полуправд, мешающих восприятию, вы обнаружите, что эта невидимая сила изъясняется столь же ясно, как доктор Фил. Как только вы избавитесь от этих блоков, вам будет четко показано, что и как делать. Мы должны приучить себя думать о Боге так же, как мы думаем об электричестве. Электричеству все равно, кто втыкает штепсель в розетку. Электричество не просит нас доказать, что мы достаточно хороши, чтобы поджарить тост. Ложь номер восемь. Бог отвечает только тогда, когда сочтет нужным. Никогда не бывает такого, чтобы Бог или сила не направляли вас. И вам не нужно ждать ни зеленого света, ни освобождения из тюрьмы. Поле потенциальности доступно 24 часа в сутки, если вы готовы сосредоточить на нем все свое внимание. Оно проявляет себя посредством слов из песни, которую передают по радио, или телефонного звонка от давно потерявшегося друга. Фокус в том, чтобы уделить ему внимание, довериться и, как я не устаю повторять, полностью сосредоточить на нем внимание. Мы состоим в списке Божьих приоритетов, так что давайте откроем карты. В нашей усовершенствованной картине Бога нет места ни для ада с его вечными муками, ни для садиста, который мог бы или хотел бы отправить нас туда. Идеи, согласно которой болезнь или уродство, или смерть, или нищета, или какие-либо ограничения являются проявлениями Божьей воли, нет места. Божья воля, для тех, кто настаивает на употреблении этого термина, состоит в непрестанном стремлении к тому, чтобы ваша душа стала всем, чем она способна стать. Аминь. Позволяя себе быть немножко сумасшедшим и рациональным, я открываюсь мистическим переживанием особого рода. В этом эксперименте вы посвятите 48 часов поиском доказательств всезнающего совершенного поля потенциальности. Называйте его Богом, если вам так удобнее. К счастью, поле потенциальности существует повсюду, в любом месте, куда вы только решите заглянуть. Чтобы повысить ставки, вы будете просить поле потенциальности о благодеянии или о том, что я называю неожиданным подарком. Вы дадите полю 48 часов на то, чтобы оно послало вам подарок, которого вы в нормальных условиях не ожидали бы. Чек в почтовом конверте, открытку от старого друга, связь с которым была потеряна. В общем, нечто совершенно неожиданное. Вам не следует конкретизировать благодеяние. Это будет позже в эксперименте номер 4. Однако, просьбу и срок ее выполнения вы должны сформулировать четко и недвусмысленно. Как обычно, полезно попросить помощи для распознавания вашего подарка. Когда моя подруга Венди попробовала проделать этот эксперимент, она получила не один, а два неожиданных подарка. Ей на доллар в час повысили зарплату, о чем босс сообщил ни с того ни с сего. И ей позвонил брат, который живет в другом штате и никогда не звонит, за исключением тех случаев, когда умирает кто-то из ближних. Он предложил помочь Венди с переездом, чего никогда не случалось раньше, хотя до этого она переезжала уже шесть раз. Другая моя подруга Робин подошла к своему автомобилю это было во время 48-часового периода отведенного на эксперимент и обнаружила в нем великолепную кожаную сумку ручной работы. Это был подарок, оставленный другом, который понятия не имел, что она проводит эксперимент. «Я так полюбила эту сумку, что ношу ее до сих пор», говорит она. Результаты варьируются в зависимости от вашей личности. Некоторые люди получают нечто незамысловатое. Например, к моей подруге Джулии, сидевшей на скамейке в парке, подошел двухлетний мальчик, которого она никогда прежде не встречала, и уселся рядом с ней. Они улыбнулись друг к другу, как два задушевных друга, встретившихся после разлуки. Другие люди могут получить что-нибудь удивительное. Одному экспериментатору Эрику предложили бесплатную поездку на озеро Тахо. Обратите внимание, с каким чувством вы обращаетесь к энергетическому полю за благодеянием. Нервничаете ли вы, думая, что не слишком ли вы эгоистичны и удобно ли попросить о чем-то хорошем? Это чувство свидетельствует о вашей самооценке. Возможно, вы не верите, что достойны подарка. Такая мысль посылает сигналы энергетическому полю и влияет на его резонанс. Может быть, вы думаете, что уместно просить только то, в чем вы нуждаетесь. Такой сигнал также передается энергетическому полю. Что провести эксперимент должным образом, вы должны отказаться от скептицизма. Не навсегда, всего лишь на 48 часов. Все, что вам надо сделать, это провести два жалких дня в ожидании подтверждений. Ожидайте всем сердцем, ожидайте каждой частичкой своей души. Как и любая хорошая гипотеза, эта гипотеза нуждается в экспериментальном подтверждении. Если поле потенциальности не обнаружит себя в течение 48 часов, можете спокойно списать его со счетов. Вымерите время начала эксперимента. Мне обычно подходит сейчас. Запишите точное время и дату. Попросите поле потенциальности заявить о своем присутствии. Попросите о благодеянии. Если хотите, воспользуйтесь желанием или подходом, фигурирующим в лабораторном отчете. Или придумайте что-то свое. Что ж, давайте начнем и будем пристально наблюдать. Лабораторный отчет. Принцип «Чувак продолжает жить». Теория. Существует невидимая энергетическая сила или поле неограниченных возможностей. Вы можете к нему обратиться. Вопрос. Существует ли поле потенциальности? Гипотеза. Если существует энергетическая сила, доступная каждому 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, я могу получить к ней доступ с помощью мысленной концентрации. Далее, если я попрошу эту силу о благодеянии, давая четкие инструкции и восстанавливая конкретные временные рамки, она пошлет мне подарок и скажет «Очень рада». Требуемое время 48 часов. Дата время конечный срок получения подарка. Подход. Мне неудобно об этом упоминать, уважаемое поле потенциальности, но люди начинают ехидничать. Они сомневаются, действительно ли ты существуешь? Не затруднит ли тебя появиться и бросить эту икру в прятки? Даю ровно 48 часов, чтобы ты подтвердила свое присутствие. Я хочу увидеть ясный знак, что-нибудь такое, что нельзя списать на случайность. Заметки Теперь у нас есть наука духовности, полностью доказуемая и объективная. Эксперимент номер 2 Принцип Volkswagen Jetta Вы воздействуете на поле и извлекаете из него то, что соответствует вашим убеждениям и ожиданиям. Чудеса похожи на прыщики. Как только начинаешь их замечать, то находишь их столько, сколько и не чаял увидеть. Предпосылки Все, что проявляется в нашей жизни, является прямым отражением наших мыслей и чувств. Моя подруга Линда рассказала мне замечательную историю о девушке, которая однажды наблюдала в аэропорту. Эта бедняжка сражалась с тремя тяжеленными сумками. однако негативное отношение мешало ей сильнее, чем неподъемный багаж. Громко со смаком она изливала свое раздражение по поводу отсутствия помощи. Почему кричала она так долго нет автобуса? Где он, черт бы его, побрал? Это возмутительно. Линда сказала, что могла бы посочувствовать девушке, если бы тот автобус, который она так ругала, не стоял бы с открытой дверью в пяти футах от нею. Автобус сделал два круга, каждый раз останавливаясь, чтобы подобрать пассажиров. Но раздраженная девушка его не видела. Она была настолько поглощена своим гневом, что автобус буквально выпал из ее энергетической сферы. Вот почему я назвала этот принцип по популярной модели автомобиля. Как только в вашу сферу внимания попадает что-то новое, вы внезапно замечаете его повсюду. Именно это случается, когда мы занимаем наше сознание вещами, наличие которых мы не хотим. Нужда несчастья и опасности встречается не чаще, чем Volkswagen Jetta, но как только мы начинаем о них думать, они, к сожалению, берут верх. По мнению физиков, существует поле нулевой точки, которое я называю полем потенциальности, где имеются все возможности. Возможно, например, что вы могли бы быть балериной или сенатором США. Другая возможность, вы могли бы быть нищенкой в Хейтешбери. Когда речь идет о поле потенциальности, число возможностей бесконечно. Поскольку я не физик и с трудом могу выговорить имя Дэвид Пом, не говоря уже о том, чтобы понять его теорию о слоистой структуре реальности, я предпочитаю думать об этом поле как о кигантском универсальном магазине Walmart с сотнями тысяч товаров, то есть возможностей. По-видимому, надо упомянуть, что я не поклонница магазинов Walmart, потому что я так и не смогла простить этому торговому гиганту поглощение моей любимой аптеки на углу и магазина одежды. Но поскольку я мать-одиночка с ограниченным бюджетом, время от времени я снизхожу до покупок Walmart. И когда я это делаю, то знаю, где отыскать одежду, детскую обувь и кружки, все те вещи, какие обычно покупаем. однако я совершенно безразлична к большинству товаров на полках. Почему? Потому что они мне не нужны. Это не значит, что их нет. Это не значит, что они не настолько реальны, как игрушки или обувь. Это значит, что я их не воспринимаю. А например, однажды моя дочь пришла из школы с овшами в волосах. После паники и недолгих раздумий не броситься ремня с ближайшего моста, я пришла к выводу, что лучше всего будет отправиться на поиски шампуни против вшей. Как и следовало ожидать, в одной из витрин Walmart, мимо которой я проходила десятки, а может быть сотни раз, обнаружился полный ассортимент шампуней от вшей. Почему я никогда раньше их не замечала? Потому что они были мне не нужны. Цепь, которая нас связывает. Ваши совершенно ошибочные представления, ваши нелепые грезы, ваши самые жуткие ночные кошмары ровным счетом ничего не значат. Несколько лет назад лотерейное агентство опубликовало список ста бесплатных путешествий, в которые могли отправиться призеры. Счастливчики, выигравшие в лотерее, могли полететь в Париж, чтобы увидеть Эфелеву башню, или в Австралию, чтобы совершить восхождение на скалу Айрс-Рок, или понежиться на пляже на Карибских островах. И знаете, что? 99% призеров предпочли место в пределах четырех часов от своего дома. Всего четырех часов. Такой результат немало говорит о человеческом сознании. В мире так много замечательного, но большинство предпочитает находиться в пределах четырех часов от зоны комфорта. Мы отказываемся сдвинуться с места даже тогда, когда много из-за этого теряем. Даже не отдавая себе в этом отчета, мы проводим львиную долю времени в негативной зоне комфорта. Притяжение негативности настолько велико, что многие целыми днями перепрыгивают от одной угнетающей мысли к другой. Я снова спал слишком долго. Эта война ужасна. Экономика в руинах. Бензин дорожает. Мой поз или мой ребенок или мой кто угодно сводят меня с ума. Негативность и страх начинаются с первой минуты нашего рождения. Это жуткий мир, Джимми, не разговаривая с незнакомыми, не поя эту глупую песенку в магазине, кто-нибудь может услышать. Мы учимся ограничивать себя. Мы учимся верить в дефицит. Мы учимся тому, что наша врожденная склонность любить, творить и танцевать является непрактичной и ненормальной. Наши родители полагают, что их долг научить нас быть осторожными, ответственными, вести себя как взрослые. А если по какой-то причине нам повезло иметь родителей, не преподносящих таких уроков, наша культура быстро вынушает нам веру в то, что накопление материальных благ является целью нашей жизни, и что единственный способ получить эти блага – работать без устали. К тому времени, когда мы идем в начальную школу, мы уже обучились конкуренции, обучились жить в нужде и страхе. А знаете что? Все это большая хитрость, вредная привычка. В курсе обучения чудесам ясно сказано, как только вы разработали систему мышления любого рода, вы живете, согласуясь с ней и осваивая ее. Как только вы сформировали кредо, вы посвящаете все свои чувства и всю свою жизнь его поддержанию. Физики называют этот феномен коллапсом волны. Бесконечное число квантовых частиц распространяется в универсальном поле виде волн. В тот момент, когда кто-нибудь смотрит на эти энергетические волны, они затвердевают, как жилье в холодильнике. Тот факт, что вы за ними наблюдаете, заставляет их казаться твердыми, реальными, материальными. Помните, как Белоснежка в популярном диснеевском фильме лежит в лесу и плачет? Ей кажется, что все эти глаза смотрят на нее. Действительно, вокруг есть десятки лесных существ. Однако, в тот момент, когда она поднимает голову, чтобы на них посмотреть, все пташки, белки и лани ныряют за деревья. Все, что она может увидеть, это сплошной неподвижный лес. В действительности наша Вселенная представляет собой подвижное энергетическое поле с бесконечными возможностями. Но, поскольку наш взгляд сосредоточен на больных проблемах, именно они и кажутся реальностью. Это, безусловно, выглядит реальностью, или вы это увидите, когда в это поверите. Ты не освободишься, пока не поймешь, что сам сковал себя цепью. В 1970 году ученые Кембриджского университета Колин Блэйкмор и Джордж Афф Купер провели интересный эксперимент с котятами. В те времена борцы за права животных еще не заявили о себе во весь голос, поэтому исследователи взяли нескольких котят и решили их свет. Только раз в день в течение часа или двух ученые освещали камеру, так что котята могли видеть лишь несколько вертикальных черных и белых полос. Вот и все. Пара часов, пара полос. Не знаю, то ли у них наконец проснулась совесть, то ли им в затылке стали дышать какие-то предшественники граждан за гуманное обращение с животными, но через несколько месяцев они выпустили котят из темноты. Обнаружилось, что количество корковых клеток у котят, то есть клеток в глазном яблоке, отвечающих за вертикальное ориентирование, резко уменьшилось. Котята не воспринимали горизонтальных линий. Они буквально натыкались на веревки, натянутые перед ними горизонтально. Когда антрополог Колин Тернболл в 1961 году изучал пикмеев, он вывел одного пикмея из леса. Поскольку этот пикмей никогда в жизни не видел широкой открытой равнины, с его восприятием пространства произошло то же самое, что с корковыми клетками котят, оно исказилось. Тернбол показал на стадо буйволов, которое паслось вдали, и пикмей отказался поверить. Должно быть, это муравьи, настаивал он. На его восприятие повлияло то, что он привык видеть. муравьи, как мыслящие существа мы постоянно пытаемся разобраться в окружающем нас мире. Звучит хорошо, верно? Вот только любую порцию информации, которая не вполне соответствует нашим взглядам, мы переделываем, даже этого не замечая. Мы разминаем ее, мы перемешиваем ее, как тесто, до тех пор, пока она наконец не втиснется в лоскую ячейку нашей ограниченной системы взглядов. Мы считаем, что наше чувственное восприятие истинно, но факт, который я сейчас пытаюсь удолвить вам в голову, это всего-навсего половина миллионной доли процента того, что вы можете воспринять. В основании стволовой части мозга располагается группа клеток размером седенец, функции которых состоит в сортировке и оценке поступающей информации. Этот контрольный центр, называемый ретикулярной активирующей системой, отсылает информацию, которую считает первостепенной, в активную часть головного мозга, а второстепенную отправляет на задворки. Однако этот центр исполняет не только организационную функцию, он и еще интерпретирует, делает выводы, а также отфильтровывает все, что не соответствует нашей системе взглядов. Другими словами, мы заранее репетируем тот мир, который хотим увидеть. Как жаль, что все мы ухватились за неверный сценарий. Этот простой 48-часовой эксперимент докажет, вы увидите в жизни только то, что хотите видеть. Кроме того, он докажет, можно найти все, что вы ищете, а самое главное, изменив предмет поиска, вы радикально измените взгляд на мир. Анекдотичные доказательства Вы, вероятно, никогда не слышали о Питере и Эйлинг Кэдди. Однако, ручаюсь, что название Финдхорн кое о чем вам говорит. Гигантские кочаны капусты, выращенные на этом шотландском огороде, могли бы прокинуть почтовый пикап. Выращивают эти 18-килограммовые кочаны Питер и Эйлинг Кэдди. Заметим, что средний кочан капусты весит 2 килограмма. И делают они это, концентрируя свои мысли на высшей истине. Для них это единственно возможный способ. Когда супруги Кэти с тремя сыновьями и подругой семьи Дороти Маклин, каждый из них искал свой духовный путь, прибыли в своем домике на колесах на этот продуваемый ветрами полуостров, выдающийся в Северное море, землю на нем точнее всего было бы назвать мертвой и бесплотной. Никто в здравом уме не выбрал бы это место для выращивания хоть чего-либо, не говоря уже об овощах. Почва состояла из камней и песка, штормовые ветры могли сбить с ног второклассника, а жилище представляло собой нечто среднее между мусорной свалкой и полуразвалившимся корожом. Однако посредством сосредоточения на высшей истине они создали огород, который иначе как волшебным не назовешь. Хотя внимание публики было привлечено именно 18-килограммовой капустой, семейство Кэнди выращивает 65 других видов овощей, 21 вид фруктов и 42 вида пряных трав. И это было еще до того, как они стали выращивать цветы. Я знаю, что вы думаете, дескать, весь секрет в хорошем компосте и грамотном органическом земледеле. Однако в действительности почва в хозяйстве Кэдди была настолько бесплодной, что консультант по вопросам сельского хозяйства этого графства сказал, что тут не поможет даже компост. До того времени, как они начали свой эксперимент с высшим сознанием, супруги Кэдди никогда не занимались огородничеством, и у них не было денег на сельскохозяйственный инвентарь. Мягко говоря, у них не было ни кроша. Питер, который прежде управлял процветающим четырехзвездночным отелем, был уволен, и все шестеро жили на пособие по безработице, составлявшей около двадцати фунтов в неделю. Они начали выращивать овощи по единственной причине. Думали, что это поможет прокормить трех подрастающих сыновей. Однако, когда они начали сообразовывать свое сознание с духовной истиной и только с ней, стали происходить странные вещи. Чуки соломы падали с проезжавших мимо грузовиков как раз тогда, когда надо было мульчировать почву. Оставшиеся у соседа мешки с цементной смесью загадочным образом оказывались в мусорном контейнере как раз тогда, когда надо было заливать внутренний двор. Их растения приобрели устойчивость к болезням и вредителям, хотя у соседей все было иначе. Со временем к огороду Кэнди начали стекаться люди, и сегодня Финдхорн является процветающей духовной общиной, куда каждый год приезжают 14 тысяч искателей истины. С помощью мыслей вы можете осуществить что угодно. Объедините свое сознание с Божьим сознанием, и вы притворите истину в материальную форму. Что вы думаете, то и порождаете, говорит Питер. Нет на земле такой силы, которая способна отлучить вас от этого источника, за исключением вашего собственного сознания. Метод Все, о чем мы думаем, что мы видим, является лишь догадкой, предположением, которое выдвигает наш мозг. В этом эксперименте вы будете активно делать определенные открытия на протяжении сорока восьми часов. Как только эксперимент закончится, вы вольны вернуться к своей безотрадной жизни. Подобно шестиклассникам, которые начинают с препарирования земляных червей, а не человеческих тел, вы начинаете с простого, с зеленых автомобилей. Или, если настаиваете, выберите другой цвет. В течение первых двадцати четырех часов эксперимента вы будете сознательно хотеть следующего. Я желаю на протяжении дня обнаруживать, ну хорошо, вы победили, бежевые автомобили. Ничего особенного от вас не требуется. Попросту загадывайте такое желание и держите глаза открытыми. А потом подмечайте, позволит ли осознанная осведомленность повлиять на число увиденных вами бежевых автомобилей. На второй день в течение следующих двадцати четырех часов вам захочется найти желтую бабочку или пурпурное птичье перо. Просто закатайте желание. Моя подруга Джанет попробовала провести этот эксперимент в январе на севере штата Мичикан и нашла желтую бабочку на почтовой бумаге на бумажном стаканчике когда отправилась на день рождения дочери своих друзей. Другая моя подруга Анжела читала уже упоминавшуюся мной книгу секрет в самолете. В этой книге предлагается, чтобы читатель загадал желание получить бесплатную чашку кофе. Она рассмеялась, потому что стюардесса была от нее всего в двух шагах и задавала пассажирам традиционный вопрос всех стюардесс «Кофе, чай, минеральную воду?» Так нечестно, подумала Анжела, загадывая желание и переходя к следующему абзацу. Однако во время промежуточной стоянки самолета незнакомец, сидевший рядом в зале ожидания, наклонился к ней и сказал «Только что объявили мой рейс. Не могу же я взять это с собой? Я не успел сделать и глотка. Хотите?» Вы угадали, это было свежесваренный кофе с молоком. Особенно важно, чтобы вы полностью освободились от прежних предрассудков. Просто откройте свое сознание и смотрите, осознанно, активно смотрите и ищите, как будто вы куда-то задевали ключи от автомобиля, причем в тот день, когда кончилось молоко, а младенец плачет. Лабораторный отчет. Принцип Volkswagen Jetta. Теория. Вы воздействуете на поле и извлекаете из него то, что соответствует вашим убеждениям и ожиданиям. Вопрос. Действительно ли я вижу только то, что ожидаю увидеть? Гипотеза. Если я решу выискивать бежевые автомобили или бабочек или пурпурные птичьи перья, я их найду. Требуемое время 48 часов. Дата время. Конечный срок ожидания подарка. Подход. Согласно теории этой безумной Памгрот, мир, в котором я живу, отражает то, что я хочу видеть. Она утверждает, что ничто, кроме моих иллюзий, не мешает мне ощущать душевное спокойствие, радость и любовь. Хотя я подозреваю, что она свихнулась, сегодня я буду выискивать бежевые автомобили. Завтра я отправляюсь на охоту за папочками. А. Число замеченных бежевых автомобилей. Б. Число замеченных папочек. Заметки. Чудеса противоречат не природе, а тому, что известно о природе. Эксперимент номер три. Принцип Альберта Эйнштейна. Вы тоже являетесь энергетическим полем. Предпосылки. Я не собираюсь докучать вам книгой о квантовой физике. Я прочла их десятки, и поверьте мне, они не слишком увлекательны. Однако вокруг носятся кое-какие слухи, с которыми надо разделаться перед тем, как пойти дальше. Для начала вы считаете себя тем, кем в действительности не являетесь. Вы считаете, что ваша жизнь ограничена семьюдесятью восьмьюдесятью годами, а потом у вас появятся морщины, ревматизм и прочее, и вы отбросите копыта. Ба-бах, все кончено. Оно правды в этом не больше, чем в вашем вчерашнем сне о высокой блондинке. Ваше тело это самозванец, это лишь крошечная частица того, кем вы в действительности являетесь. 99% вашей личности невидимы и неосязаемы. Тело, которое я считаю Пэм Гроуд, та худощавая женщина ростом метра семьдесят восемь сантиметров, с проблемной кожей лица, является лишь крупицей того, кем я являюсь на самом деле. Оно имеет ко мне такое же отношение, как те фотографии двухмесячного младенца в дурацком розовом чепчике. А не расстраивайтесь, если вы угодили в эту ловушку, дескать, вы, ваше тело и мир вокруг вас материальны. Нелегко стоять на краю революции. Эти новые идеи, которые ученые наконец-то стали воспринимать всерьез, бросают вызов всем нашим представлениям об устройстве мира и человека. Все, что вы знаете о Вселенной и ее законах, почти наверняка на 99,99% ошибочно. Вот что открыл Эйнштейн и о чем говорит его знаменитое уравнение Е равно МЦ в квадрате. Масса энергии является по существу двумя формами одного и того же. Энергия высвобождает материю, а материя это энергия, ждущая высвобождения. В каждом живом существе заключено колоссальное количество энергии. Если предположить, что вы человек среднего роста и веса, то у вас содержатся не меньше 7 умноженное на 1018 джоулей потенциальной энергии. Может быть, для вас сейчас это не имеет особого значения, но давайте представим, что вы хотите поставить своей жизни точку. Если бы вы были чуточку поумнее и знали, как высвободить эту энергию, вы могли бы взорвать себя силой равной 30 очень больших водородных бомб. Иными словами, материальный мир это не что иное, как плотные энергетические паттерны, шаблоны. Ученые поместили все эти субсубатомные частицы в ускоритель, служащий для ускорения заряженных частиц до высоких энергий. И в конечном счете открыли, что частица не является первоисточником. Это чистая беспредельная энергия, вибрирующая настолько быстро, что не поддается ни измерению, ни наблюдению. Таким образом, вы это энергия, вопреки кажущемуся внешнему виду. По сути, ничто в мире не является сплошным. Ни вы, ни эта книга, ни стол, на котором вы сидите. Раздробите массивный мир на величайшие составляющие, и вы обнаружите пляшущие частицы и пустое пространство. Мир только выглядит сплошным, потому что энергия вибрирует с несколько меньшей скоростью, чем скорость света. Вибрирующие частицы – вот что такое энергия. Это значит, что и вы эта книга и стул, на котором вы сидите, вибрирует. Энергия – довольно смутная вещь. Вы не можете ни видеть ее, ни потрогать, ни взять себе на обед. Однако вы можете и делаете это каждый день влиять на то, как она через вас протекает. И поскольку она служит строительным блоком для всего во Вселенной, это могучая вещь. Попробуйте провести следующий эксперимент, о котором я узнала от пионера энергетической медицины Донна Идин. Сдвигайте свои руки, как будто вы собираетесь хлопнуть в ладони, но остановитесь за 8 сантиметров до того, как руки соприкоснутся. Теперь поверните ладони и скрестите руки так, чтобы они образовали букву Х. Запястье должно располагаться в центральной точке буквы Х. Оно по-прежнему на расстоянии 8 сантиметров друг от друга. Сосредоточьте внимание на пространстве между запястьями. Поскольку в запястьях есть несколько энергетических центров, энергии соединятся и вы почти наверняка что-то почувствуете в пространстве между запястьями. Попробуйте на 2,5 сантиметра сблизить запястье. Затем раздвиньте на несколько сантиметров. Потом опять сдвиньте. Видите? А я что вам говорил? Вы это энергия. В каждый момент посредством своего сознания вы придаете этой энергии определенную форму. Вы проделываете это всякий раз, когда думаете, желаете, действуете. Ваши чувства, ваши мысли, взгляды, ценности, образ жизни влияют на то, как именно протекает через вас энергия. Говоря простым языком, это воздействует на ваши вибрации. А ваша вибрация воздействует на то, что именно впитываете вы из взаимосвязанного, взаимно уравновешенного, постоянно движущегося энергетического поля, в котором вы плаваете. Вы изрекаете из этого поля и привносите в свой мир все, что вибрирует с той же частотой или длиной волны. Скажем, вы чувствуете восторг, радость и благодарность. Эти эмоции испускают высокочастотные вибрации, которые заставляют других испытывать восторг, радость и благодарность. Все, что обладает такой же высокой чистотой, будет плясать под дудку вашего энергетического поля. Однако, если вы испуганы, страдаете комплексом вины и убеждены, что за каждым углом прячется террорист, то вы испускаете низкочастотные вибрации, которые будут привлекать в вашу жизнь дурные вещи. Мы неизменно притягиваем к себе свои вибрационные подобия. Мы являемся инициаторами вибраций и, следовательно, своего рода магнитами. Это действует так же, как камертон. Ударите по камертону в помещение, наполненном камертонами, которые настроены на разные тона, и откликнутся только те, которые настроены на ту же самую частоту. не существует понятия «вы» и «они». Тот, кто не потрясен физикой, просто ее не понимает. Если у вас еще не идет кругом голова от всех этих странностей, я добавлю еще одну крошечную деталь. В известном нам физическом мире все вещи взаимосвязаны. Вы соединены с универсальным энергетическим полем. Поле, сказал Энштейн, это единственная реальность. Вещи кажутся нам разными потому, что они вибрируют при различных длинах волн точно так же, как нота до вибрирует при другой длине волны, чем нота ми-бемоль. Каждая вибрация создает в электромагнитном поле канал, который в свою очередь указывает энергии, куда ей направиться и что делать. Это пульсирующее энергетическое поле является главным движителем вашего существования и вашего сознания. Где это поле? Нет такого места, где его не было бы. Во Вселенной к энергетическому полю подсоединены все формы жизни. Будь то африканские зебры, яблони в вашем саду и летающие айсберги. Ваш разум, креативность и воображение взаимодействует с этим величественным и сложным энергетическим полем. Мы можем выглядеть разными людьми с разными идеями, но все мы являемся большим, единым, пульсирующим, вибрирующим полем сознания. Анекдотичные доказательства Неприятности случаются у вас не потому, что вы чего-то не знаете, а потому, что вы что-то знаете наверняка, хотя на самом деле это совсем не так. Эдвиногения одна из моих любимых служительниц церкви Единства. Она веселая, умная и знает, как действуют духовные принципы. Она разъезжает по всем Соединенным Штатам и проводит успешные семинары, на которых обучает людей жить полной жизнью, обращенной к Богу. Однако, как и у Симы, Эдвина должна была научиться духовным принципам методом проб и ошибок. Она рассказывает призабавную историю о своей первой большой демонстрации. Демонстрация в понимании прихожан церкви Единства состоит в том, что вы извлекаете нечто желаемое практически из ничего. Во время этой первой своей демонстрации Эдвина была новичком в духовных принципах. И была она, мягко говоря, бедной. Сама Эдвина говорит так, «У меня не было ни кроша». Однако, она услышала от своего духовного учителя, что Бог не только ее любит, но и откроет небесные врата и сольет свои благословения, если она научится управлять своей энергией. Но сначала она должна знать, чего она хочет и когда она этого хочет. Это было легко. За пятнадцать минут Эдвина исписала своими желаниями целый лист – новые зеленые туфли, новый мужчина, новый автомобиль и так далее. Она также решила, что ей хочется провести неделю в Мехико. Раньше она там не бывала, но подумала, что это прекрасное место, где она сможет усовершенствовать свой испанский. Кроме того, ей хотелось увидеть пирамиду Солнца, пирамиду Луны и живопись Диего Риверы. Денег на путешествие у Эдвины не было, поэтому она составляла список желанных вещей, как сказала в шутку. Однако подумала, а почему бы и нет, и даже сходила в бюро путешествий, посмотрела брошюры и оставила предварительный заказ за три месяца до намеченного ею дня отправления. Я решила, что в худшем случае испытаю неловкость перед агентом бюро, когда не смогу заплатить, объяснила Эдвина. Это потому, что ты не чувствуешь себя богатой, сказал ее учитель. Ты не вибрируешь, как богатый человек. Что ж, я сама могла бы вам это сказать, ответила Эдвина. Вы не видели мой банковский счет? Мне трудно оплачивать даже счета за электричество. Именно поэтому ты должна сделать нечто такое, благодаря чему ты почувствуешь себя богатой, настаивал учитель. Эдвина решила, что ее самой большой проблемой был продовольственный магазин. Я относилась к тем людям, которые покупают абсолютно минимум бобы, кукурузный хлеб, муку. В общем, самое необходимое. Я не могла тратить деньги на всякие никчемные вещи. Никакой пены для ванны. У меня был жесткий бюджет. Итак, когда Эдвина в следующий раз пошла в продуктовый магазин, она решила прогуляться возле прилавка для гурманов, просто так, чтобы поглосить. Ее внимание привлекла банка оливок, фаршированных миндалем. Она бросила на нее взгляд и сразу поняла, что такое едят только богатые люди. Она купила эти оливки, пришла домой и позвонила своей подруге Лане. Лана, я иду к тебе в гости. Мы будем сидеть у бассейна, достанем твои новые хрустальные бокалы и выпьем эту бутылку вина, которую ты только что купила. Мы будем поедать оливки, которые я купила, и воображать, что мы на отдыхе в Мехико. Что-что удивилась Лана. В конце концов она согласилась подыграть Эдвини. И так они сидели у бассейна Ланы, попивая вино и поедая оливки, смеялись и представляли, что они на отдыхе в Мехико. «Итак, дорогая, к какой пирамиде мы отправимся завтра?» спрашивала Эдвина. «Или может быть ты пойдешь на пляж?» А Лана отвечала. «Пойдем вдвоем, а потом мы можем погулять по рыночной площади и послушать мариачи». Они ужасно веселились, и в результате Лана решила, что ей тоже хочется в Мехико. На следующий день она отправилась в то же самое туристическое агентство и оставила заявку. На той же неделе Лане позвонила ее маме и сказала «Привет, а знаешь что? Я хочу заплатить за твой билет в Мехико». Эдвина пошутила, а это я дала ей такую установку. Через несколько недель Эдвине позвонил агент бюро путешествий и сообщил, что если она не заплатит сегодня за билеты, то поездка аннулируется. «Хорошо, я скоро буду», ответила агент Эдвина, хотя почувствовала себя матушкой Хаббард, совершенно пустой кладовой. Она села в свою машину и решила, что сейчас самое время всерьез поговорить со своим Богом. «Боже», сказала она, «я сделала все, что смогла. Я составила список, я дала установку, я вела себя как богатая женщина. Насколько я понимаю, теперь дело за тобой. А еще большой парень позвонил этот агент из бюро путешествий, так что сейчас я поеду к нему, и лучше бы ты позаботился о деньках». По пути агентства она решила, что стоило бы заглянуть к своей матери. «Теперь я знаю себя достаточно хорошо и понимаю, что я, по-видимому, думала так, если рассказать матери, что мать Лана купила ей билет, то она, может быть, согласится купить билеты мне», сознается Эдвина. Она приехала к матери, пустила в ход все свое обаяние и рассказала о поездке, придуманной вместе с Ланой. Закончив историю, она взглянула на мать и сказала, «Знаешь, что самое интересное? Мать Лана даже согласилась оплатить ей билет. Разве это не великолепно?» «Просто великолепно», согласилась мать. «А что ты собираешься делать?» Обескураженная Эдвина поспешила закончить визит и уже направилась к двери, когда мать попросила ее сходить к почтовому ящику и забрать почту. К дому вела длинная подъездная дорожка. Эдвина побрела по ней к почтовому ящику, пиная ногами камешки и бормоча под нос проклятия. На обратном пути она решила взглянуть на почту и заметила письмо, адресованное ей. «Ты понимаешь, я не жила в материнском доме уже пятнадцать лет, и пятнадцать лет не получала по этому адресу писем», говорит она. Не имея понятия о человеке, чье имя стояло в обратном адресе, Эдвина вскрыла конверт. Ну и ну, письмо было от соседки по квартире, с которой Эдвина жила пятнадцать лет назад. Тогда обе они были молодыми и бедными. Они прожили вместе в квартире не больше трех месяцев, потом Эдвина отправилась учительствовать за границей и оставила своей соседке квартиру и старую мебель. Вот что было в письме. «Дорогая Эдвина, на днях я рискала телефонную книгу Хьюстона и увидела адрес твоих родителей. Я хочу тебе сообщить, что вышла замуж и переехала вместе со своим мужем в чудесный новый дом. Мы обставили наш дом новой мебелью, так что я продала всю мебель, которую мы с тобой покупали пятнадцать лет назад. Оказалось, ты можешь в это поверить, что некоторые вещи довольно ценные. Я не могу оставить все деньги себе, ведь мы так много работали, чтобы меблировать эту квартиру. Прилагаю чек на половину денег. И знаешь, что, сказала Эдвина, чек был ровно на ту сумму, которую мне надо было заплатить за билет, с точностью до цента, плюс сто долларов на расходы. Эта история имела забавное продолжение. Как и следовало ожидать, Эдвина и Лана чудесно провели время в Мехико. Они ходили по магазинам, сидели у бассейна, осматривали пирамиды и гуляли по базарам. И везде, где мы были, Лане дарили цветы, рассказывает Эдвина. Мы бродили по ярмарочной площади, и музыканты перестали играть и поднесли Лане горденью. Однажды мы были в автобусе, в него вскочил какой-то парень, сунул Лане розу и выпрыгнул из автобуса. Другой раз мы ужинали и к нашему столику принесли большую белую коробку. Лана открыла ее, а там дюжина орхидей. Тут я стала ощущать себя заброшенной, я сказала Богу. Эй, дружище, мне нужен знак, что меня тоже любят. Не прошло и пятнадцати минут, как официант принес закуску. У этого Бога неплохое чувство юмора, смеется Эдвина. Ты знаешь, что принес официант? Оливки, фаршированные миндалем. Метод Хотя этот принцип принадлежит к числу краеугольных духовных принципов, помните, что слово духовное является антонимом слова материальной, он появился на свет не в церкви, а в физической лаборатории. Да, именно ученые открыли, что несмотря на кажущуюся очевидность, человеческие существа представляют собой не материю, а непрерывно движущиеся энергетические волны. В этом эксперименте вы докажете, что ваши мысли и чувства также порождают энергетические волны. вот что вам следует сделать. Возьмите две пары проволочных плечиков для одежды. Разогните их так, чтобы получилось два куска прямой проволоки. Это ваши волшебные Эйнштейновские палочки. Вернее, они станут ими, когда вы согнете каждую проволоку в форме буквы Г, так, чтобы одно колено было длиной около 30 см, а второе 12,5 см. Разрежьте пластмассовую соломинку пополам. Вы можете получить ее бесплатно в любом Макдоналдсе. Наденьте половинки на только что изготовленные проволочные рукоятки. Это делается для того, чтобы волшебными палочками было удобнее орудовать. И загните концы проволоки, чтобы соломинки не спадали. Теперь представьте себе, что вы мастерский стрелок с двух рук Мэтт Дилан из сериала Дымок из ствола. Возьмите волшебные палочки за пластмассовые ручки и держите на высоте груди на расстоянии около 25 сантиметров от тела. Сначала они будут подрагивать, как я уже говорила, вы непрерывный поток энергии, так что дайте палочкам несколько минут, чтобы они успокоились. Как только палочки перестанут подрагивать, вы готовы приступить к эксперименту. Глядя прямо перед собой, живо вспомните какое-нибудь крайне неприятное событие своей жизни. В зависимости от интенсивности ваших эмоций, концы палочек либо останутся направленными вперед, интенсивность слабая, либо сблизятся. Палочки следуют по электромагнитным полосам частот вокруг вашего тела, которые сжимаются в результате негативной частоты, генерируемой вашими неприятными мыслями и эмоциями. Затем переключите свои частоты на положительные, подумав о чем-то радостном и приятном. Концы палочек развернутся, поскольку ваше энергетическое поле разворачивается в ответ на поток позитивной энергии. Теперь по-прежнему смотрите прямо вперед, но сосредоточьте внимание на каком-нибудь объекте справа или слева от вас. Концы палочек повернутся в свет за вашими мыслями. Чем больше вы будете упражняться с палочками, тем лучше станете ощущать вибрационные сдвиги, когда будете переходить с одной частоты на другую. Лабораторный отчет Принцип Альберта Эйнштейна Теория Вы являетесь полем энергии, погруженным в еще большее поле энергии. Вопрос Правда ли, что я состою из энергии? Гипотеза Если я энергия, я могу направлять свою энергию. Требуемое время 2 часа. Дата время. Подход Ого! Пользуясь исключительно своими мощными мыслями и энергией, я могу заставить эти волшебные палочки двигаться. Подумай только, какие еще чудеса я могу творить. Заметки Быть истинным первооткрывателем в науке значит руководствоваться чистотой и непредубежденной любознательностью, без страха предполагать немыслимое и доказывать друзьям и коллегам ошибочность научных парадигм. Эксперимент номер четыре Принцип Абракодабры На чем вы сосредотачиваетесь, то и пребывает. Когда я впервые услышала, что мысли могут привнести в мою жизнь материальное благо, я сделала то же самое, что сделала бы любой разумный человек. Я рассмеялась. Но вдобавок я решила проверить это утверждение. Какой может быть вред от эксперимента, проведенного тайком? Андреа, моя учительница, попросила написать на бумаге три вещи, которых мне хотелось. Вот и все. Я не должна была извлекать их из пустоты. Я должна была просто составить список. Пара пустяков. Я написала, что хочу велосипед, компьютер и пианино. Не прошло и двух недель, как я стал счастливой владелицей замечательного горного велосипеда красного цвета и компьютера. Пианино потребовало большего срока. Однако несколько лет назад позвонила моя подруга Венди, которая переезжала в Мерриленд, и сказала, что если я хочу, то могу забрать ее прекрасное пианино вишневого дерева марки Кимбал. С тех пор моя дочь, вынужденная брать в руки фортепиано, меня проклинает. Да, это глава, которой все вы ждали. Глава о том, как материализовывать желаемые вещи. Этот духовный принцип привлекает потенциальных верующих так, как 15-летних подростков привлекает Меган Фокс. Позвольте мне угадать. В определенный период своей жизни вы прочли книги «Дома и богатей», «Волшебство веры», «Сила позитивного мышления» или другие в таком же роде, верно? Хотя эти книги, возможно, устарели и не лишены нелепостей, их по-прежнему печатают. Они рассказывают об универсальной истине. Если ты знаешь, чего ты хочешь, у тебя это будет. Большинство моих друзей думает, что этот принцип предполагает волшебство, какие-то магические действия, которые могут сработать для одних людей, но не для других. Однако этот принцип не сложнее, чем пешеходный путь от Белокси, штат Миссисипи, до Нового Орлеана, если у вас есть хорошая карта. Скажем, Белокси это то, что у вас есть сейчас, потрепанный эскорт, 94-го года выпуска, работа, которую вы терпеть не можете, и множество одиноких уикендов, проведенных за просмотром DVD. Новый Орлеан, то есть то, что вы действительно хотите, это сверкающий новый Ягуар, высокооплачиваемая работа, на которой проявляются и оцениваются по достоинству все ваши лучшие качества, и уикенды, на которых вы смотрите фильмы вместе с лучшими представителями противоположного пола. Итак, как это заполучить? Вы начинаете концентрироваться на новом Орлеане. Вы забываете о существовании Белокси и потрепанного эскорт, 94-го года выпуска. И вы хорошо помните, что в каждый данный момент вы направляетесь либо в новый Орлеан, либо назад в Белокси. Каждая мысль это шаг либо в одном направлении, либо в другом. Мысли вроде хорошей работы и страстные любовники не существуют, или даже хорошей работы и страстные любовники существуют, но не до таких, как я, ведут вас назад в Белокси. В новый Орлеан ведут мысли вроде «эта новая работа будет очень увлекательной, и боже, неужели этот человек, сидящий на диване рядом со мной, так хорош? Чем больше энергии вы вложите, тем скорее до него доберетесь». Одни люди сначала воодушевляются, делают несколько шагов навстречу своим желаниям, а потом начинают паниковать и поворачивают назад, в сторону Белокси. Другие оставляют пределы Белокси, некоторое время идут, делают остановку, чтобы оглядеться, а затем разочаровываются, потому что это никак не похоже на новый Орлеан. Разумеется, это не похоже на новый Орлеан, вы еще не дошли до него. Вы по-прежнему опозреваете окрестности Белокси, через которые надо пройти, чтобы добраться до нового Орлеана. Однако вы покинули Белокси. скажите до свидания и продолжайте концентрироваться. Что бы вы ни делали, продолжайте идти. Единственный способ достичь желанной сулящей шампанской финишной линии – держать свой нос в этом направлении. Не оборачивайтесь и не смотрите назад. Белокси уже история. Оставайтесь сосредоточен на я, кажется, упоминала новый Орлеан. Поначалу вы будете чувствовать себя великолепно, упиваясь своим героическим истремлением. Вы будете поражены, как легко оказывается сосредоточиться на прекрасном городе Новом Орлеане. Вы будете радоваться открывшейся перспективе. Однако со временем неизбежно станете отвлекаться. Ваши мысли станут мучительными, вы устанете от новой рутины и захотите повернуть назад, в сторону Белокси. Так, знаете ли, просто краткий визит на чашку чая. Вы будете проводить в Новом Орлеане все меньше и меньше времени. Все чаще станете задумываться о счете всего предприятия. Может быть, стоит пока не поздно убраться из этого места, навевающего депрессию. Не делайте этого. Продолжайте идти, продолжайте сосредотачиваться на Новом Орлеане. Не хочется показаться нудной, но все же следует заявить, что пример Белокси и Нового Орлеана только метафора. Меньше всего мне хотелось бы обидеть жителей Белокси. Это действительно прекрасный город, где недавно открылся музей искусств, построенный по проекту архитектора Фрэнка Гири. Дело в том, что когда дело доходит до материализации, метафоры помогают уяснить суть дела. Полезно помнить, что речь идет не о реальной физической работе, а о тренировке вашего сознания, этого закоренелого лентяя. Знаю, что это похоже на журавля в небе, однако я видела, как такое происходит снова и снова. Чтобы добраться до Нового Орлеана не требуется никакого особенного дара. Нужна только воля, чтобы продолжать путь. И еще сосредоточенное внимание, энергия и сознательность. Я всегда вспоминаю о фокуснике, протаскивающем платок сквозь отверстие. Если сумеете, просто схватитесь за самый кончик, и платок целиком пройдет сквозь отверстие. Все, что нужно, это ухватить кончик. Решите, что вы этого хотите, и будьте сосредоточены, пока не протащите весь платок. Что вы можете материализовать? Практически все, что когда-либо видели, слышали или переживали. Мир фактически является вашим каталогом СИРС. Если вы видели или хотя бы можете себе представить это, просто хватайте кончик платка и начинайте идти в сторону нового Орлеана. Возможно, мне стоит быть более конкретной. Для моего друга Дона новым Орлеаном была гитара Мартин. Гитара Мартин стоит от тысячи ста долларов и выше. И хотя денег у Дона не было, он загадал желание стать владельцем такой гитары. Он ровным счетом ничего не делал, только продолжал верить сосредотачиваясь на гитаре, что в один прекрасный день каким-то образом ее получит. Почти через год он получил письмо от своей матери. «Твой отец только что купил на распродаже старую гитару за пять долларов. Может быть, это будет игрушка для Дейзи?» Игрушкой для Дейзи, дочери Дона, оказалась редкая гитара Мартин образца 1943 года, один из ста выпущенных на такой же гитаре играл Эрик Клэптон, которая стоит около двадцати тысяч долларов. Похоже, Дейзи придется подождать и получить эту гитару в наследство по завещанию Дона. Мне нравится называть это принципом «статуи свободы». Хотя этот принцип служит путеводной звездой, воплощающей все, чего люди, как они думают, хотят. Отпуск на Ямайке, большой особняк, молебу и тому подобное. На самом деле он не находится на вершине пирамиды потребностей Маслоу. Это только первая, может быть, вторая ступень пирамиды. Конечно, нужно пренебречь этим принципом, чтобы вы могли отвлечь свое сознание от материальных забот и узнать истину о том, кто вы, потому что ни один из этих объектов желания не является тем, чего вы действительно хотите. Иисус никогда не оживил бы Лазаря и не накормил бы всеми этими хлебами и рыбами, если бы он был поглощен мыслями о резиденции на морском берегу. Вместе с тем, я не хочу вызвать у вас чувство вины, обусловленное желанием иметь большой дом в Малибу. Нет ничего плохого в доме в Малибу и ни в чем другом, чего вам хочется. Не чувствуйте за собой вины. Хотите, идите навстречу своим желаниям. Только знайте, что есть нечто более высокое. И знайте, что большинство людей купят материальное богатство из страха. А страх, в конце концов, именно то, от чего мы пытаемся уйти. Выстраивание своих уток в ряд или что такое когерентность. Великий Дух обитает повсюду. Не обязательно обращаться к нему во весь голос. Он слышит все, что есть в наших умах и сердцах. Большинство людей думают, что они инициируют перемены только тогда, когда напрямую обращаются к Богу с воплем помоги. Но поскольку мы теперь знаем, что Бог это силовое поле, мы также знаем, что любая мысль инициирует изменения. Каждый раз, когда у нас возникает какая-то мысль, будь то в этой юбке она выглядит как Джон Траволта в фильме «Лак для волос» или «Я сделаю харакири, если меня не повысят», мы воздействуем на поле бесконечной потенциальности. Думаю, стоит еще раз повторить, любая мысль влияет на поле потенциальности. Мы не превращаем воду в вино и не изречиваем рак одним прикосновением в одной единственной причине – наши мысли растекаются. Вместо того, чтобы быть одним неизменным, точно настроенным камертоном, наши мысли больше походят на репетицию школьного оркестра, составленного из новичков. С одной стороны мы молимся, чтобы все получилось, а с другой беспокоимся, что ничего не получится. Мы представляем себе желанный результат и в то же время втайне думаем, что наш оптимизм – это сущий вздор. Мы хотим серьезных взаимоотношений с тем-то и тем-то, но втайне побаиваемся, что если он она уйдет. Мы хотим делать деньги, но не сказано ли в Библии, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное. Энергия буквально отскакивает от стен. Иди этим путем. Нет, подожди, иди тем путем. Она бьется о стены, как светлячок в закрытой банке. Она рассеивается, потому что мы не слишком ясно понимаем, чего мы действительно хотим. Дело не в том, что поле потенциальности глухо к нашим молитвам. Дело в том, что мы просим слишком многого. Когда вы усвоите, что у среднего человека бывает около шестидесяти тысяч мыслей в день, вы поймете, что весь ваш жизненный опыт — эта молитва несравненно большим, чем «Господи Боже, избавь меня от штрафа за превышение скорости» при виде полицейского автомобиля, сигналищего вам. Конечно, вы ежедневно молитесь о душевном покое, но вдобавок у вас крутится 1200 мыслей о своем коллеге, который украл у вас идею веб-сайта. Да, вы загадали желание думать и богатеть, но при этом посвятили 500 мыслей просроченному платежу за автомобиль. Когда вы поймете, чем в действительности является молитва, будет легче понять, почему одноразовое обращение к Богу действует не всегда. Иисус мог ходить по воде по единственной причине. Сто процентов его мыслей, молитв, были о том, что он может. Он преодолел мирское мировоззрение, согласно которому только идиот может быть настолько глуп, чтобы выйти из лодки. В его сознании не было ни единой мысли и молитвы, в которой не воплотилась бы вера в этот цариком. Ваше сознание обладает огромной силой, независимо от того, насколько безразлично вы относитесь к этому дару, независимо от того, насколько ничтожными вы себя ощущаете. Всякая мысль на том или ином уровне становится формой. Из-за того, что мысли скомканы, поверьте мне, что у человека мысли, по крайней мере, некоторые скомканы, они не становятся слабыми или неэффективными. Может быть, вы слабы и неэффективны чего-то хотите, но в общем случае мысли никогда не бывают слабыми и неэффективными. Первый закон Ньютона о молитве. Выбирая мысли, выбирая эмоциональные потоки, которые ты будешь изревать и усиливать, ты выбираешь воздействие, оказываемое на окружающих и природу своих жизненных переживаний. Когда вы бросаете в воздух теннисный мяч, то знаете, что он упадет. Само собой, он может упасть на соседские питунья или на крышу дома, так что понадобится рестница, чтобы его достать, но мяч гарантированно упадет. Желание похоже на этот теннисный мяч. Оно возвращается, когда вы его излучаете. Как говорит знаменитый третий закон Ньютона, каждому действию соответствует равное по силе противоположное по направлению противодействие. Что вы отдаете, о чем вы молитесь, вам воздается той же мерой. Если вы излучаете мысли, наполненную страхом, вы получаете вещи, которых стоит бояться. Если вы лжете, лгут и вам. Если вы критикуете, критикуют и вас. Однако если вы излучаете любовь, вы получаете взамен большую, щедрую любовь. Если вы посылаете благословение, вас благословляют в ответ. Если вы хотите знать, о чем вы на самом деле молитесь, возгляните на свою жизнь. Вы увидите глубинные мысли, истинные желания своего сердца, молитвы, о которых не знает никто, кроме вас. Одна моя подруга боялась пауков и представляла, что одним прекрасным утром полезет в свой ящик с косметикой и вместо губной помады вытащит огромного паука. Эта нелепая мысль приходила ей в голову каждое утро в течение многих месяцев. Пока, угадайте-ка, она полезла в свой ящик с косметикой и вытащила большого, жирного и мохнатого тарантула. Иными словами, мысли созидательны, и сознательные и бессознательные мысли порождают то, с чем вы встречаетесь в своей жизни. У каждой мысли есть определенная вибрация. Подобно бумерангу, мысль возвращается к вам в соответствии со своей тональностью, интенсивностью и глубиной переживания. Ваши мысли материализуются пропорционально чистоте их возникновения, интенсивности и энергии. Перепалка между внутренними «Я» или как работает ваш разум. Различные части вашего сознания постоянно конфликтуют между собой. Противоборствующее желание, если можно так сказать, приводят в действие все ваши колесики. Скажем, вы осознанно хотите купить новый дом и подыскиваете подходящий вариант. Как только такое желание сформировалось, одновременно с ним у вас появляется подсознательный но сильный страх перед высокими платежами по ипотеке. Вы начинаете раздумывать над процентными ставками и волноваться по поводу того, что страховку вашего нынешнего дома на случай активизации термитов неминуемо придется аннулировать. В результате у вас появляется еще больше подсознательных опасений. Если эти подсознательные страхи сильнее сознательных намерений, то угадайте, что победит? Динамика противоположных желаний вызывает смятение и беспокойство. Когда у вас появляются новые стремления и желания, но при этом вы страдаете и страшитесь, вы порождаете конфликт. Если такое состояние продолжается, вы начинаете сомневаться в том, что загадывание желаний вообще работает. По крайней мере, вы приходите к заключению, что для вас оно не работает. Вы разочаровываетесь и начинаете думать, что жизненные обстоятельства сильнее вас. Поверьте мне, они слабее, намного слабее. Просто ваши конфликтующие желания порождают завихрения в поле потенциальности. Ваши мысли обладают исключительной силой. Однако поле потенциальности реагирует не только на ваши мольбы. Позвольте мне повториться, оно реагирует на любую мысль, сознательную или бессознательную, причем каждая противоборствующая сторона тянет одеяло на себя. Вот четыре самых распространенных поле битвы. Рутина У нас людей есть досадная тенденция следовать поведенческим стереотипам. Я уже упоминала 60 тысячах ежедневных мыслей. За исключением тысячи мыслей, все остальные в точности те же, что были у вас вчера. Ученые утверждают, что 98 процентов наших мыслей являются повторением вчерашних. У моей соседки есть невидимый забор для собаки. Его не разглядеть, но маленький соседский терьер получит болезненный удар током, если позволит себе переступить через этот забор. Все мы похожи на этого маленького терьера, все мы ограждены собственными невидимыми заборами. Вместо того, чтобы обдумывать новые идеи, искать ответы на величайшие загадки жизни, мы попусту думаем о тривиальных, несущественных, глупых вещах. Посмотрите на обложку типичного женского журнала. Быстрые похудения, как приобрести романтический ореол в последнюю минуту перед отпуском. Контрольный тест, действительно ли ваш друг любит вас. Неужели нам не о чем больше думать? Если вместо этого 7 миллионов читателей журнала леди хум журнал задумываются над вопросами «Что мне сделать, чтобы возвысить свою душу?» или «Как мне улучшить этот мир?» Колоссальные проблемы, о которых мы так страшимся, можно будет решить за год. 7 миллионов человеческих существ, сосредоточенных на подобного рода мыслях, являются непреодолимой силой. Реклама Американские рекламодатели ежегодно тратят больше 400 миллиардов долларов, пытаясь убедить вас, что без их продуктов вы будете чувствовать себя полнейшим ничтожеством. Единственная цель рекламы – заставить нас ощущать недовольство тем, что у нас есть, и самими собой. Среднеамериканец видит от 1500 до 3000 рекламных роликов в день. Даже тех, кто не смотрит телевизор, постоянно уговаривает потреблять. Реклама присутствует везде, от экранов банкоматов до пакетов со свежевыстеранным бельем из прачечной и наклеек на фруктах в супермаркете. Самой опасной рекламой, на мой взгляд, является реклама новых лекарств, потому что она учит людей болеть. Рекламное агентство трудится не покладая рук, чтобы приучить нас испытывать нужду в дезодорантах, средствах для полоскания рта и пицца. Теперь они начали новую кампанию, приучая нас болеть. Стивен Пресвилд, автор битселлера, легенда Баггера Ванса и других книг, говорит, что бывший босс в рекламном агентстве уговаривал его изобрести болезнь, потому что тогда мы сможем вовсю рекламировать лекарства от этой болезни. Мысли других людей Подобно радиоволнам, распространяющимся в окружающем пространстве, вас постоянно бомбардируют мысли других людей. Вы бессознательно ловите мысли своей семьи, своей культуры и своей религии, даже если не являетесь активным прихожанином. Однажды я познакомилась с парнем, который изобрел десятки продуктов, включая те, которые вы и я потребляем ежедневно. Его часто называли гением. Однако, если бы вы предложили ему тест «не бросайте детей», он был бы определен в первый класс. Этот парень так и не научился читать. И он говорит, что это было намеренно. «Если бы я умел читать, сказал он, я бы подхватывал идеи других людей и не думал над собственными идеями. Я предпочел, чтобы они не мешали друг другу». Вероятно, следует отметить, что я вовсе не защищаю некрамотность. Я просто хочу сказать, что чем меньше будет помех со стороны этого безумного мира, битком набитого мыслями, тем легче вам будет получить доступ к полю потенциальности. На самом деле, все важные шишки духовного мира медитирует потому, что это помогает им избавиться от помех. Ваши собственные мысли Хотя вы можете думать, что думаете сами, весьма вероятно, что вам мешает более сильная мысль. К сожалению, у всех у нас в головах вертится подспутная фонограмма, которая звучит приблизительно так. Со мною что-то не так. Я недостаточно хорош. У меня нет таланта. Я его не заслуживаю. Я не способен это сделать. Это слишком трудно. Подобные негативные утверждения мы называем ложными молитвами или убеждениями, принимаемыми по умолчанию, под которые вы послушно маршируете. Хорошая новость, они неверны. Плохая новость, они действуют так, как будто они верны. Они как натильный амулет, который вы всегда носите на себе. Вы даже не помышляете от них избавиться, потому что они ну так привычны. Когда я только начинал писать для журналов, у меня был такой комплекс неполноценности, что он не поместился бы даже на стадионе. Поскольку я родилась в маленьком городке на Среднем Западе, я не могла даже представить, что смогу заинтересовать какого-нибудь прихотливого нью-йоркского редактора. Хотя я слала запрос за запросом, предлагая свои идеи, я вовсе не надеялась, что их будут раскупать, как горячие пирожки. В конце концов, я хорошо знала, что работы на всех не хватает. Я думала, что в лучшем случае мне удастся получить крошечную горстку редакционных заданий. Ясное дело, я получила уйму писем с отказами. Так много, что ими вместо обоев можно было бы обклеить все стены в городе Цинцинати, если бы этот город нуждался в обоих. Правда, редакторы не посылали меня подальше, но и не поощряли мои писательские труды. Потом я прочитала книгу Лоуренса Блока под названием «Пиши ради своей жизни». В начале 1980-х годов, когда колонка Блока в журнале была на пике популярности, он вместе со своей женой Лин решил организовать серию семинаров для поклонников писателя. В отличие от большинства писательских семинаров, на которых вы учитесь обрабатывать сюжеты или планировать стратегию привлечения литературных агентов, семинар Блока был посвящен теме, единственное важное для тех, кто хочет стать писателем. Как выбраться на собственную дорогу и как избавиться от бесчисленных негативных мыслей о том, насколько безинтересным представителем рода человеческого вы являетесь? На семинарии участники размышляли, выбирали партнеров и признавались им в своих наихудших страхах. Они делали все, чтобы наконец выяснить, почему они хотят писать, но не пишут. Эти семинары пользовались большим успехом. Однако Блок, который был писателем, а не руководителем семинаров, быстро устал от разъездов по стране. Вместо этого он опубликовал книгу, которая попала мне в руки как раз тогда, когда я охотилась за редакционными заданиями. Я приняла эту книгу близко к сердцу, делала все упражнения. Я записывала установки, я консультировалась со своим внутренним голосом, чтобы узнать, чего именно я боюсь. Я даже сама себе посылала открытки 30 дней к ряду. На открытках я писала в установке вроде «Пэм, ты великая писательница». «Пэм, у тебя есть все, чтобы понравиться нью-йоркскому редактору». «Пэм, ты интересный человек, и люди хотят услышать то, что ты можешь им рассказать». Уверенно, почтальон думал, что я немножко не в себе, тратя 25 центов или сколько тогда стоила почтовая марка, на открытку, посылаемую самой себе, в которой я писала, какая я замечательная. Однако, если бы он узнал, насколько это изменило мою жизнь, то сделал бы то же самое. Внезапно я стала получать задания от ведущих журналов, во главе которых стояли крупные нью-йоркские редакторы. Во-первых, это был журнал «Современная невеста», заказавший статью об упражнениях, которые пары смогли бы проделывать совместно. Домашний женский журнал попросил написать статью о городе Тампо-Пэй. Внезапно эта никогда неуверенная в себе писательница из Канзаса стала получать задания от больших общенациональных журналов, таких, какие вы видите в приемных зубных врачей. Стал ли я внезапно писать более гладко, выдвигать более захватывающие идеи? Может быть, до некоторой степени это было так, ведь не зря же это было одной из моих установок. Но в основном я изменил реальность, занимавшую мои мысли. Я уже не думал о том, что работа найти невозможно. Я выбросил из головы мысли, что я не настолько талантлива, чтобы писать для общенациональных журналов. Фокус в том, чтобы заставить всех уток лететь в одном направлении. Тогда ваше истинное желание проявится без всяких усилий. Кряканье в унисон. Главное не забывать о главном. Кинорежиссер Майкл Мур в своей речи на церемонии вручения дипломов посоветовал «Все вы, ребята, должны знать, что как только поставите крест на какой-то девушке, она сама прибежит к вам». Наше желание работает в некотором роде таким же образом. Когда мы верим, что отчаянно нуждаемся в чуде или в чем-то таком, чего у нас сейчас нет, мы отвергаем истину. Мы подход. Всякий раз, когда мы ищем ответ, мы исходим из ошибочного предположения, что ответа под рукой нет. Желание любви или счастья или еще чего-нибудь убивает основной замысел. Главный результат жизни ставится под сомнение. Это неправильно. Молитва это не попытка подкупить Бога. Это просто-напросто понимание высших законов, которые перевешивают низшие законы физического плана. Просить, умолять или действовать так, как будто этого нет, значит предполагать дуализм, а не единство. А мы стремимся именно к единству. Вы должны жить так, словно ваше желание уже осуществилось. Вы должны чувствовать себя так, как будто это уже произошло, и все отки уже выстроены в ряд, и все волны уже кокерентны, как в лазерном луче. В физике колебания считаются кокерентными, если разность их фаз постоянна во времени, и при сложении получается колебание той же частоты. В отличие от обычного белого света, в котором присутствуют волны разной длины, волны, которые излучают лазер, имеют одинаковую длину, что обеспечивает точную фокусировку. Именно так вы должны формулировать свои желания, если хотите, чтобы произошло нечто существенное. Иисус ни секунды не сомневался, что вокруг есть достаточно еды. Фактически одной из причин его распятия стало то, что власти считали его слишком уверенным в себе. Как он смел думать, что может поднимать коллег на ноги и позволять прокаженным танцевать? Однако Иисус не просто думал, что может делать такие вещи. Он знал. Он знал, кто он такой. Это знание делало его сознание поистине лазером. Он не мучился вопросом, может ли слепой видеть, в конце концов, дар целительства и совершенного самовыражения, божественное право любого человека, или можно ли ходить по воде. Иисус знал, что у него есть право властвовать над небом и землей. Собственно говоря, это единственное существенное различие между Иисусом и мной или вами. Мы постоянно сомневаемся. В арамейском языке корневая часть слова «просить» означает нечто большее, чем просто «если вас это не затруднит». На арамейском слово «просить» представляет собой комбинацию значений «заявить о своих правах» и «требовать». Просить о чем-нибудь в молитве – это просто брать то, что вам принадлежит по праву. У вас есть право и даже обязанность распоряжаться своей жизнью. Вы спросите, как же мы можем быть уверены? Точно так же, как вы уверены, что 2 плюс 2 равно 4, потому что это простой и непреложный математический закон. Если вы сложите 2 и 2 и получите 5, виной тому будет не математика, а человеческая ошибка. Аналогично, если вы не получаете желаемых ответов, это не вина поля потенциальности, это ваша вина, вы неправильно воспользовались правилом. Желание, сформулированное посредством цельной личности, подобно лазерному лучу, однородному и ясному. анекдотичное доказательство Когда у Гюстену Беровзу было 34 года, он решил покончить с алкоголизмом и стать писателем, автором бестселлеров. В своих воспоминаниях «Мистическое мышление» он пишет «Разрыв между составителем рекламных текстов, активным алкоголиком, живущим в угожестве, и литературной сенсацией с кипой восторженных газетных отзывов. Кажется очень большим. Вроде виртуального каньона. Однако в один прекрасный день я решил, что именно это я и сделаю. Через 14 дней он закончил свою первую рукопись. Это был роман под названием «Сервизион». Я не ожидал, что роман станет бестселлером. Это была тушенотворная трепотня. Чего я ожидал, так это публикация книги», говорит Беровз. «Книга была опубликована, а потом он написал автобиографическую книгу о своем детстве». «Я решил, что эта книга должна быть в списке бестселлеров New York Times. Ее должны перевести на дюжину языков и купить право на экранизацию», пишет Беровз. Литературный агент посоветовал ему умерить свои амбиции. «Я понимал его точку зрения», объясняет Гюстон. «Я также понимал, что книга должна быть очень большой, не потому, что она удивительно хорошо написана, а потому, что она должна стать бестселлером. Я бросил свою ненавистную работу в рекламном агентстве и стал писать целыми днями». Автобиографическая книга Беровза «Беком с ножницами» на протяжении 70 недель подряд числилась в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». По последним подсчетам она была опубликована более чем в 15 странах и по ней был снят фильм, в котором главную роль сыграла несравненная Аннет Беннинген. «Везение, смотное желание хоть чего-то добиться», говорит Агестон, «Ничего подобного, случайностей не бывает». «Молиться кому? Мне?» «Это больше нас с тобой вместе взято, Холли». «Люди часто говорят мне, я не молюсь, это пустая трата времени, это все равно, что верить в Санта-Клауса или зубную фею». «Мой ответ?» «Невозможно перестать молиться, этого нельзя сделать». Метод В этом эксперименте, в котором не используется ничего, кроме силы мысли, вы привлечете в свою жизнь нечто определенное. Вы преисполняетесь намерением притянуть в свою жизнь какое-то конкретное событие или вполне определенную вещь. Намерение должно быть точным и специфичным. Поскольку у вас есть только 48 часов, лучше всего, по-видимому, выбрать нечто такое, что не повернет ваши мысли вспять к Белокси. Например, если вы решите материализовать спортивные автомобили BMW Z3-2-8, весьма вероятно, что у вас будут преобладать мысли вроде «то пошли вы к черту». Не стоит и говорить, что такие мысли не доведут вас до Нового Орлеана. Дело не в том, что вы не можете материализовать BMW. В Индии есть гуру, выдергивающие драгоценности прямо из воздуха. Ради изменения парадигмы давайте начнем двигаться детскими шажками. Вы верите что-то такое, на чем сможете легко сосредоточить свои мысли, например, театральный билет в первый ряд, или цветы от человека, который для вас много значит. Мой приятель Чак проводил этот эксперимент и решил проявить себя большим умником. Он захотел спать с двумя девушками одновременно. Ясное дело, к исходу 48 часов он познакомился с новой женщиной и оказался в постели с ней и с ее шестилетней дочерью, которая заползла туда, чтобы ненадолго прижаться к маме. Вот почему очень важно четко формулировать свои намерения и понимать, что поле потенциальности обладает великолепным чувством юмора. Лабораторный отчет Принцип Абракодабры Теория На чем вы сосредотачиваетесь, то и пребывает. Вопрос Могу ли я доставать вещи из пустоты исключительно силой мысли? Гипотеза Загадывая следующие желания и концентрируясь на результатах, я могу привлечь желаемое в свою жизнь. Мое желание Требуемое время 48 часов Подход Я просмотрел большой каталог, который именуется Миром, и ради эксперимента решил, что именно это я хочу материализовать в течение ближайших 48 часов. И я буду помнить, что Абрахам Хиггс любит повторять «Материализовать замок не труднее, чем пуговицу». Дата Время Конечный срок материализации Заметки Великое множество людей думают, что они думают, хотя они всего-навсего меняют одни предубеждения на другие. Эксперимент номер пять Принцип дорогая Эпи Связь с полем гарантирует вам безошибочное и неограниченное наставничество. Внутренний наставник всегда рядом. Нет такого времени, никогда не было и никогда не будет, чтобы вы не могли получить внутреннюю поддержку. В чем угодно. Полагаться на другие инструменты принятия решения означает нарываться на неприятности. обезьяний разум буддийский термин для позначения легко отвлекающегося разума, который непрерывно прокручивает дребедень вроде «что мне делать, что я делаю» никогда не был приспособлен для решения проблем. Это все равно, что подстрекать козон маникюрными ножничками. Тем не менее, все мы пытаемся решать проблемы с помощью левого полушария головного мозга, склонного к ошибочным суждениям, неверным интерпретациям и фальсификации информации. Сознающий разум предназначен лишь для двух вещей – для идентификации проблем и формулирования целей. Любой человек, пользующийся своим разумом с толком, будет применять его для формулирования проблемы или принятия решения, а затем быстро отпрыгивать назад. Вот и все. Для этого и предназначена кора головного мозга – сеть семена. Но вместо этого сознающий разум решает взвесить все за и против и прийти к рациональному решению. Внутренние чувства просто отбрасываются за ненадобностью. Сознающий разум формулирует проблему или принимает решение не раньше, чем начинает ныть и жаловаться. Он ноет и ноет о том, как серьезна проблема, почему ее не удастся решить в ближайшее время. И хотя он полон самыми плохими намерениями, однако же «Господи, я был там и сделал то-то и то-то, но последний раз это точно не сработало». Что ж, этот политехнолог в мозгу не является вашим наилучшим советчиком. Он судит, он оскажает реальность, он причиняет ненужные душевные страдания. Давайте посмотрим, как это работает. Скажем, Джейн пользуется своим сознающим разумом и принимает решение улучшить отношения с мужем. Замечательно. Прекрасная работа. Вот только вместо того, чтобы отступить и дать этому намерению укорениться, вместо того, чтобы на время забыть о сознающем разуме и обратиться к такому источнику, который может обеспечить реальную помощь, сознающий разум Джейн начинает делать рациональные выводы, начинает перебирать варианты. Вскоре он начинает вопить «Не выводи меня из себя». С этого момента начинается какафония голосов, столь же не стройных, как оркестр поклонников рок-звезды, репетирующей в родительском гараже. «Мои отношения с мужем настоящий цирк, мой муж беден и ленив, я никогда не получу того, что мне хочется». Другими словами сознающий разум начинает интерпретировать. Проблема в том, что он не видит дальше собственного носа или дальше предопределенных решений, принятых задолго до того, как он повзрослел и узнал, что к чему. Результаты могут быть самыми плачевными. Лучшим решением будет использовать эти маникюрные ножнички по назначению, а сейчас убрать их в шкаф и достать инструмент, более приспособленный для подстригания газона, то есть использовать внутреннего наставника. Как только вы с ним освоитесь, вы обнаружите, что он чрезвычайно надежен. Кроме того, его ответы куда более миролюбивы, инстинктивны и восприимчивы ко всем непредсказуемым факторам, которые сознающий разум понять не в силах. Внутренний наставник многолик Иной раз внутренний наставник появляется совершенно неожиданно. Как это случилось в ту ночь, когда я ужасно волновалась из-за своей новорожденной дочери, температура у нее подскочила до 41 градуса. Я металась по комнате, обезумев от страха, и думала только о том, как сбить температуру. Дело было в 3 часа ночи, и хотя мои друзья всегда говорят «звони мне в любое время дня и ночи», и, вероятно, при этом не лукавят, я не могла заставить себя им позвонить. Вместо этого я ходила взад и вперед по нашей маленькой квартирке. Внезапно в моем сознании зазвучал удивительно ясный голос. Он сказал «Я сделал тебе этот чудесный подарок не для того, чтобы взять его обратно». В этот момент я поняла, что все будет хорошо. Иногда указания внутреннего наставника кристально ясны. У моей подруги Дарлин было предвосхищение, которое тогда показалось ей довольно глупым. она ощутила, что невидимая сила подталкивает ее подать заявление на должность музыкального руководителя своей церкви в Северной Каролине. Все вроде бы хорошо, за исключением маленькой детали. У нее не было никакого музыкального образования, и она умела играть только на альцсаксофоне, причем плохо. Конечно, она любила петь, но любить петь и руководить оркестром и вокалистами разные вещи. Ее сознающий разум начал крутить свою шарманку. Дарлин, ты просто спятила. С чего бы Богу и кому угодно хотеть, чтобы ты руководила музыкальным коллективом. И так она согласилась сделать одну попытку, после чего уверила себя, что заявление должно отправиться туда, где ему самое место, в мусорный контейнер. Она заключилась со своим внутренним наставником и следующую сделку. Если ты действительно хочешь, чтобы я руководила музыкантами и вокалистами, сделай так, чтобы к концу сегодняшнего дня я натолкнулась на священника, председательницу совета или пианиста. Поскольку был понедельник и церковь на эту неделю уже закрыли, она посчитала, что находится в безопасности. В конце концов она работала весь день и шансы наткнуться в свои округи на одного из этой троицы были близки к нулю. По дороге с работы домой она вспомнила, что ей надо зайти в магазин и купить продукты. Она стояла в очереди к кассе, когда услышала голос «Эй, Дарлин, что ты тут делаешь?» Это был не бесплотный голос из глубины, как тот обнадеживающий голос, который утешал меня в три часа ночи. Это был голос Мэри Дженкинс, председательницы совета, стоявшей в очереди перед Дарлин. Да, внутренний наставник многолик. Долгие годы Наполеон Хилл, автор классической книги «Дома и богатей», перед сном созывал воображаемые собрания, в которые входили Ральф Уолда Эмерсон, Томас Пейн, Томас Эдисон, Чарльз Дарвин, Авраам Линкольн, Лютер Бербанк, Генри Форд, Наполеон Бонапарт и Эндрю Корнеки. По праву председательствующего, Хилл мог задавать вопросы и просить советов. Через несколько месяцев после начала этих ночных заседаний открылась поразительная вещь. Члены ассамблеи стали приобретать индивидуальные особенности. У Линкольна, например, появилась привычка появляться с опозданием, а затем вышакивать по комнате. Бербанк и Пейн начали увлекаться остроумными перепалками. Мои переживания стали настолько живыми, что я испугался последствий и прекратил эти собрания, признался Хилл в книге «Дума и Богатей». Как и многие люди, получающие необычное внутреннее руководство, Хилл с неохотой повидал об этих ночных собраниях. Тем не менее, вот что он сказал. «Хотя заседания моего кабинета происходили в воображении, они вывели меня на чудесную тропу приключений и волнений, возбудили восхищение перед истинным величием, укрепили в созидательном натиске, поощрили развитие честной мысли. Внутренний наставник может явиться в любом виде, лишь бы вы были достаточно открыты, чтобы услышать его. Некоторые люди нуждаются в хорошей затрещине, другие больше похожи на Гарри Ренардо, автора книги «Исчезновение Вселенной». Гарри, человек с необычайно открытым сознанием, получил указания от вознесшихся учителей, которые возникли вечером, когда он смотрел телевизор. Перед тем, как Майкл Беквид стал влиятельным служителем нового мышления в Международном Духовном Центре Агапия Близ Лос-Анджелеса, у него было видение, разворачивающийся свиток, на котором было написано «Майкл Беквид выступит в Церкви Религиозной Науки в Такоме». Ему позвонил пастор из Такома и сказал «Привет, Майкл, мы бы хотели, чтобы ты выступил в нашей церкви». Майкл ответил «Я знаю». Мы не даем внутреннему наставнику до нас достучаться. Одной из основных функций формализованных религий является ограждение людей от непосредственного общения с Богом. К несчастью, большинство людей оградили себя от внутренних наставников. Мы решили, что телеграмма и запечатанные письма от Бога это хорошо, но все остальное немножко пугает. Бьюсь об заклад, да ведь мы напугались бы до смерти, если бы перед нами развернулся свиток, или у телевизора, когда мы смотрим фильм безумцы, появился вознесшийся учитель. Наши нервные клетки говорят, не, это не для меня, я до этого не дорос. Если бы у изголовья нашей кровати появился ангел, мы, вероятно, позвонили бы в полицию. Это требует напряжения и сил. Как бы вам понравилось, если бы кто-нибудь задал вам вопрос, а потом повернулся бы к вам спиной, игнорируя ваш ответ. Мы похожи на пятилетних детей, затыкающих уши и распевающих ля-ля-ля. Когда звонит телефон, а вы снимаете трубку, не станете же вы сразу говорить. Нет, сначала вы произнесете алло, и вы слушаете звонящего вам человека. Мы же обвиняем высшую силу в том, что она не дает ясных инструкций, и в то же время не даем ей до нас дозвониться. Когда Нил Дональд Уэлш первый раз сел за стол с карандашом в руке и трудными вопросами в голове, он был ошеломлен, услышав голос, который, как он решил, принадлежал Богу. Ты действительно хочешь знать ответ? Или ты попросту разглагольствуешь? Уэлш нерешительно ответил, ну, и то, и другое, но если ты знаешь ответы, я бы хотел их услышать. С чего мы взяли, что внутренний наставник доступен только избранным счастливчикам? Такие предрассудки связаны в основном с нашими мифическими представлениями о Боге. Он, дескать, такой таинственный и доступен только по воскресеньям. При этом вы упускаете из виду, что внутренний наставник надежен и всегда доступен. Он всегда под рукой, если только вы захотите его выслушать, вроде канала CNN, который работает постоянно. Вам достаточно только включить телевизор. На него можно положиться. Вы вольны требовать от него ясных ответов. Здесь и сейчас. Анекдотичные доказательства. Майкл Беквитт, парень, о котором я упоминал раньше и которому привиделся свиток, однажды глядел на ветряную мельницу. Дело было до того, как он стал служителем церкви, и он еще не был полностью уверен в правильности своего решения откликнуться на Божий зов. Он категорически заявил, «Послушай, Бог, если ты меня слышишь, если ты действительно этого от меня хочешь, пусть этот ветряк повернется ». Хотя день был ветреный и ветряк быстро крутился в другую сторону, не успел он это выговорить, как мельница остановилась и повернулась к нему. Разумеется, у него был некоторый опыт необычных переживаний. Чтобы окончить школу, тогда он хотел стать врачом, Беквитт продавал марихуану, конечно, только своим друзьям. Он был общительным открытым парнем, так что его бизнес процветал. Его торговая сеть распространилась от побережья к побережью, и это убедило Беквита, что если он разыграет свои карты правильно, то к двадцати четырем годам он сможет полностью отойти от дел. Однако он понимал, что это не в порядке. Его внутренний наставник беспокоился, насылал странные сны и изо всех сил внушал стать на другой путь. Майкл решил покончить с наркотиками и пойти по другому пути. Он сообщил всем друзьям, что отходят от дел. Когда он совершал последнюю сделку, чтобы избавиться от остатков своих запасов, его издавали федеральные агенты. А теперь примите его внимание, что у него была не только травка, но еще и крупная сумма наличными и огнестрельное оружие. Тем не менее, внутренний голос сказал Беквиту, все будет хорошо. Когда Беквит ожидал суда, друзья подумали, что он сошел с ума. Почему ты не волнуешься, не расхаживаешь по комнате, обдумывая, как выбраться из этой ловушки, спрашивали они. Я иновен, ответил он, но Бог убедил меня, что все будет хорошо. К этому времени у него было еще одно видение. Он спокойно отправился на суд. Адвокатом был Роберт Шапиру, тогда только начинающий свою карьеру. Он верил, несмотря ни на что, всегда присутствующий наставник любит его и заботится о нем. Нечего и говорить, что по формально юридическим основаниям его оправдали. И когда судья, отпуская его, сказал, что не хотел бы встретиться с него снова, Майкл знал, что этого не произойдет. Иногда поле бесконечных возможностей удается достучаться даже до людей, поднимающих его на смех. В 1975 году Джеральд Джампольски, в то время преуспевающий калифорнийский психолог, испытывал не лучшие времена. Его двадцатилетний брак потерпел крушение, он сильно пил, у него появились хронические боли в спине. Конечно, ему и в голову не приходило обратиться к высшему наставнику. Он признавался, «Я был последним человеком, заинтересованным в мировоззрении, в котором используются такие слова, как «Бог» и «Любовь». Оно впервые увидев книгу «Курс обучения чудесам», которую я несколько раз упоминал и которая учит преображение личности посредством любви, а не страха, он услышал ясный голос, «Врач, исцелись сам, это твоя дорога к дому». Разумеется, так оно и было. С тех пор Джампольски написал много книг. Он читает лекции о принципах курса обучения чудесам и даже основала в Саус-Алита, штат Калифорния, центра для людей с опасными заболеваниями. Внутренний наставник доступен 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Однако вместо того, чтобы прислушаться к нему, мы выработали в себе абсолютно противоестественную привычку не внимать внутреннему голосу. Метод В этом эксперименте на протяжении 48 часов вы будете ждать конкретного ответа на совершенно конкретный вопрос. Он может быть очень простым, например, где стерилизовать нового сиамского котенка, а может быть и очень трудным, например, дать ли согласие на новую работу. В любом случае, вы дадите своему внутреннему наставнику 48 часов на ответ. Однако, будьте внимательны. однажды я попробовала такое проделать и была уволена. В ретроспективе, однако, это был идеальный ответ, возможно, единственный, какой я могла получить на поставленный вопрос «Не пора ли мне начать писательскую карьеру». Выберите волнующую вас проблему, такую, на которую можно ответить «да» или «нет», такую, которая приводит вас в замешательство и вы не знаете, как поступить. Я знаю, вы думаете об этом прямо сейчас. Неважно, о чем вы думаете, принцип сработает. Взгляните на свои часы, просите ясного недовосмысленного ответа и просите, чтобы он был дан в течение 48 часов. Ответ может быть получен незамедлительно. Может быть, он будет через день, но в течение 48 часов ждите ответа, который вспыхнет неоновыми огнями. Ваше дело сформулировать вопрос и установить временные рамки. Остальное сделает поле потенциальности. Стэн, бывший серфингист из института Эссалин, о котором я рассказывал о его ведении, потерял работу. В довершении всего, подруга, которая провела с ним три года, решила, что пора уйти. Не приходится и говорить, что ему надо было принять крайне серьезное решение. Стэн решил, что прежде всего ему необходимо найти какой-то заработок. Однако он понятия не имел, чем ему хочется заняться. Я напомнила ему, что существует божественный план его жизни и что этот план проявится, если Стэн четко сформулирует свои намерения и установит конечный срок, скажем, к утру следующей пятницы. Стэн сказал приблизительно следующее. «Эй, наставник, если ты действительно распланировал мою жизнь, я должен получить указания. Времени у меня немного, так что к утру пятницы я хочу знать, что у тебя на уме по моему поводу». В четверг во второй половине дня Стэн сидел в горячем источнике рядом с незнакомцем. Этот человек упомянул, что он открывает центр самосовершенствования в Пенсильвании и подыскивает кандидата на должность управляющего. В сознании Стэна немедленно звякнул звонок. Как и следовало ожидать, меньше чем через полчаса ему предложили эту работу, хотя никакого опыта у него не было, если не считать уборку летних домиков. Возьмите это себе на заметку. Лабораторный отчет. Принцип Дорогая Эпи. Теория связь с полем гарантирует вам безошибочное и неограниченное наставничество. Вопрос. Можно ли получить немедленный ответ от внутреннего наставника? Гипотеза. Если я попрошу совета, я получу ясный ответ «да» или «нет» на следующий вопрос. Требуемое время 48 часов. Дата время. Конечный срок получения ответа. Подход. Окей, внутренний наставник. Мне надо знать ответ на этот вопрос. У тебя 48 часов. Поторопись. Заметки. Человек, окруженный фактами, не позволяющий себе ни удивлений, ни интуитивных озарений, ни предположений, ни риска, находится в запертой клетке. Даже неведение не может более тщательно запечатать разум и воображение. Эксперимент номер шесть. Принцип супергероя. Ваши мысли и ваше самосознание воздействуют на материю. Устройство мира не определяется физическими законами. Разум в состоянии влиять на расположение атомов и даже вмешиваться в их поведение. Предпосылки. Доктор Масаро Эмото, японский ученый, 15 лет исследовал воздействие человеческой речи, мыслей и эмоций на физическую материю. Доктор Эмото выбрал один из традиционных элементов воду, чтобы установить, как она реагирует на слова, музыку, молитвы и благословения. взяв более десяти тысяч образцов, Эмото и его сотрудники говорили с водой, проигрывали ее музыку, показывали кинофильмы и просили монахов читать над ней молитвы. Затем образцы заморозили и получившиеся в результате кристаллики льда исследовали под микроскопом. Если вы удивляетесь, при чем тут вода, подумайте вот о чем. Вода присутствует повсюду, даже в воздухе. А поскольку человеческое тело и даже земля содержат семьдесят процентов воды, то понятно, что если слова и мысли воздействуют на воду, то они будут воздействовать и на большие, более сложные системы, частично состоящие из воды. Эмото обнаружил, что когда ученые обращались с водой по-доброму и говорили ей такие слова, как спасибо, «Я тебя люблю», то получающие середины кристаллы были прозрачными и прекрасно сформированными. Однако, когда Эмото и его сотрудники говорили воде неприятные вещи, кричали на нее и адресовали ей такие злобные фразы, как «Я тебя ненавижу» или «Ты идиотка», в кристаллах формировались темные уродливые дыры. Когда воде проиграли песню Элвиса Пресли, образовавшиеся ледяные кристаллы, были расколоты надвое. На одной фотографии Мото демонстрирует, как образец, взятый у плотина на озере Фудзивара и представлявший собой темный аморфный сгусток, полностью изменился после того, как священник молился над ним в течение часа. Внутри него образовался прозрачный сияющий гексогональный кристалл. Кроме того, ученый обнаружил, что молитвы могут приводить к возникновению новых типов кристаллов, до ныне неизвестных. Когда мы были детьми, нам, как это принято на Западе, ничего не рассказывали об энергии и силе нашего разума. Вместо того, чтобы учить нас ориентироваться на собственный врожденный разум, нам говорили «Это врач, это медсестра, если что-то не в порядке, обращайтесь к ним». Тренеры объясняли нам, достаточно ли мы подготовлены, чтобы вступить в баскетбольную команду. Учителя оценивали качество выполненных домашних заданий. Другими словами, нас приучают искать силу не в себе, а вовне. Сила восприятия Когда я родилась 17 февраля 1956 года, отец бросил на меня взгляд и заявил матери, что это самый безобразный младенец, которого ему приходилось видеть. Нечего и говорить, что мать была просто убита. А для меня, ребенка нескольких минут от роду, было предрешено, что красота или ее отсутствие будет отмечать каждый момент моей жизни. Судьбоносный приговор отца был вызван моим носом, таким же приплюснутым, как у раздавленного автомобиля мопоссума. После того, как моя мать провела на родильном столе 18 мучительных часов, акушерка решила вмешаться и прибегнуть к помощи холодных металлических щипцов. В сражении между щипцами и мной мой нос сплющился. Постепенно нос пришел в норму, но мое хрупкое эго оставалось изуродованным. Мне отчаянно хотелось быть красивой. Я хотела доказать отцу, что заслуживаю любви и компенсировать те страдания, которые я причинила матери. Я прочесывала модные журналы, исследуя фотомодели, так как биолог исследует клетку. Я завивала свои волосы с помощью банок из-под апельсинового сока и заказывала маски для лица и средства тугрей задней обложки журнала Севентон. Я копила карманные деньги, чтобы купить электрические бекути. В постели я не снимала перчаток, чтобы вазелин, которым я намазывала руки, не пачкал простыни. Я даже вырезала интересные прически из каталога и наклеивала их на страницы своей собственной книги красоты. В этой личной книге красоты, помимо 50 вырезок с разными прическами, были перечислены мои цели. Уменьшить талию на 5 дюймов, увеличить размер беста на 6 дюймов, отрастить длинные волосы и так далее. Потом я посвятила страницу планам по достижению каждой цели. Например, чтобы уменьшить талию, я ежедневно делала 50 приседаний, уменьшила количество блинчиков, съедаемых за завтраком до 2 и перестала поглощать батончики мелки-вэй. Несмотря на все старания, я оставалась некрасивой. Что бы я ни делала, я никак не могла похорошеть. Да и как это было возможно? Все мое существование вращалось вокруг утверждения отца о безобразном младенце. Это было самое первое суждение о моей жизни, декларация, которая была центром всей моей жизни. Спорить с этим означало опозорить всех, кого я знала, отца, мать и самое себя. Со временем все только усугубилось. К шестому классу у меня ухудшилось зрение, и меня заставили носить очки в черной роговой оправе. К девятому классу, когда я наконец убедил отца потратиться на контактные линзы, верный способ похорошеть, мое лицо покрылось угрями. Все деньги, которые я заработала, приглядывая за детьми, уходили на кремы и макияж. Однажды летом, когда я услышала, что угри вызываются шоколадом и сладкими напитками, я бросила пить кока-колу и есть шоколадные батончики. По довершении всего, моя сестра, которой повезло избежать и щипцов и объединения в уродливости, обратила мое внимание на то, что у меня кривые передние зубы. И снова мне потребовались деньги из семейного бюджета, чтобы поставить скобки. Как ни печально, все эти труды и усилия пропадали дарм. Я не понимала, что буду оставаться уродливой до тех пор, пока не изменю глубоко укоренившееся представление о себе. Я могла до бесконечности заниматься физкультурой, наносить макияж и завивать волосы, но до тех пор, пока я не избавлюсь от вредоносного вируса, каким послужил приковор моего отца, я обречена сдаваться самым безобразным ребенком, какого он только видел. Да, конечно, мне удавалось достичь некоторого прогресса. Я могла избавиться от угрей, отрастить волосы, выпрямить зубы, однако в скором времени непременно происходило что-то такое, что сводило на нет все мои усилия и возвращало прежнюю знакомую уродливость. Понимаете, у моего тела не было иного выбора, кроме как следовать предначертаниям, которые были получены от моей психики. Приблизительно в это время я открыл для себя книги о саморазвитии. Эта встреча была неминуемой. Любая девушка-подросток, считающая, что она похожа на детище Франкенштейна, нуждается во всех средствах повышения самооценки, какие только сможет найти. Я начала с книги доктора Уэйна Дайера «Ваши ошибочные зоны». Я прочитала книгу Барбары Уолтерс об искусстве вести беседу. Я узнала, как заводить друзей и влиять на людей, как приучить себя мыслить позитивно, как думать и богатеть. Прочитанные книги постепенно стали менять мою самооценку. Я начала находить вещи, которые мне нравились. Даже черты своей внешности. Во-первых, я высокого роста, так что могу есть более или менее все, что хочется и не набирать вес. Волосы у меня густые, что является несомненным достоинством. А мать моей лучшей подружки сказала, что у меня идеальные линии бровей. Вместо того, чтобы смотреть на те вещи, которые мне не нравились, я начала как по волшебству моя внешность начала улучшаться. Как только я выбросила из головы дурные мысли о себе, я стала лучше выглядеть. Чем меньше я бичевала это несчастное страшилище в зеркале, чем меньше я старалась измениться, тем сильнее изменялась. Удивительным образом зрение у меня вернулось к нормальному. Наконец-то я смогла выбросить очки и контактные линзы. Лицо полностью очистилось, а зубы после многих месяцев ношения скобок начали становиться такими же ровными, как у других членов моей семьи. По сути дела, я чувствовала себя удивительно уродливой только тогда, когда бывала в гостях у своего отца и его второй жены. Хотя в то время я этого еще не понимала, но я меняла свою внешность во время этих визитов, чтобы соответствовать отцовским представлениям обо мне. Теперь я понимаю, что та отцовская реплика была всего лишь грубым замечанием. Ничего плохого он не имел ввиду. Однако тогда я этого не понимала. Я приняла его замечание об уродливом ребенке близко к сердцу и делала все, чтобы ему соответствовать. Даже плохое зрение, хотя многие будут утверждать, что это врожденный дефект, было исключительно моим творением. Никто из моей семьи никогда не носил очков, у всех было стопроцентное зрение, и никто из моей семьи не носил зубных скобок, у всех были прекрасные зубы. Анекдотичные доказательства «Болеть вовсе не обязательно. Вероятно, за головой у меня не все в порядке, потому что я включила в книгу этот раздел. Вы увидите, что я спрятал его в середине длины головы, ближе к концу книги. Наверное, с подобными идеями вы уже встречались, дескать, такой-то и такой-то рак был вызван бессильным гневом или таким стрессом, от которого за ночь сидеют волосы. Но пока я хочу сказать только вот что. Раздутая и прожорливая система здравоохранения уверяет нас, что болезни неминуемы. Я не нападаю на врачей, медсестер и других медицинских работников. 99% из них саботливы, преданы долгу и исполнены благих намерений. Нет, они попросту одурачены, как и большинство населения. Я хочу сказать, что наши ошибочные убеждения привели к большим компьютерным клюкам. Вместо того, чтобы рассматривать болезнь как проблему, как нечто такое, что подлежит коррекции, мы принимаем ее как факт жизни. Мы дружно согласились с произвольным набором правил, согласно которому болезнь неизбежна, недолго естественен. Большинство людей даже не могут представить себе, что такое идеальное здоровье. Это ошибочное восприятие завладело нашими умами давным-давно. Когда разум думает, что не может справиться с каким-то заданием, например, удалить тромб из артерии, он сообщает головному мозгу, что не может этого сделать. Мозг, в свою очередь, информирует об этом мышцы. Такой вирус в нашем сознании ограничивает нашу способность использовать великую мудрость нашего тела. Однако наша вера в деградацию тела кажется реальной только потому, что мы так долго верили в такую реальность. Доктор Алексис Карель, французский врач и лауреат Нобелевской премии, смог продемонстрировать, что клетки могут оставаться живыми неопределенно долгое время. Его исследования доказали, не существует причин, по которым клетки должны декортировать. «Всех нас учили, что мы бессильны, что мы ничего не знаем», объясняет Мэйр Шнедер, человек, который излечил себя от слепоты. «Но это не так. В каждом из нас есть все, что нам следует знать». Шнедер, родившийся в 1954 году во Львове, в Украине, от рождения страдал косоглазием, глаукомой, астигматизмом, нестагмом и другими классными болезнями, названия которых выковырить трудно. У него были такие катаракты, что ему пришлось сделать пять серьезных хирургических операций еще до того, как ему исполнилось семь лет. Во время последней операции линза разбилась и впилась в глазное яблоко, и во втором классе Шнедера официально признали слепым. Вот вам и современная медицина. Когда Мейру было семнадцать, он повстречал подростка по имени Исаак, который думал иначе, чем врачи и хирурги. Исаак был на год моложе и имел дерзость сказать Шнедеру, если ты захочешь, то сможешь научиться видеть. До этого никто не обладал такой верой. Всю жизнь Шнедер слышал лишь одно «Бедный ты, бедный слепец». Семья Мейра Шнедера, как и любая хорошая любящая семья, остерегала его от излишних надежд. «Конечно, попробуй делать упражнения», сказали ему, «Только не забывай, что ты слепой». Через год, как и предсказывал Исаак, Мейр начал видеть. Сначала чтобы поверить, этот шестнадцатилетний подросток знал больше врачей, которые поставили на нем крест, как на слепом и неоперабельном. Со временем зрение Шнедера настолько улучшилось, что он смог читать, гулять, бегать и даже водить машину. Сегодня он является гордым владельцем калифорнийских водительских прав и управляющим центра самоизлечения. «Слепые люди», говорит он, «Становятся еще более слепыми, потому что не ожидают зрения. Они как бы попали в определенную категорию». Он не понимает, почему оптимистический взгляд на вещи кажется большинству таким странным. Когда Барбара Стрейзанд была еще бруклинским подростком, она полюбила кино. Она хотела стать не меньше как гламурной кинозвездой. К несчастью, ее удовевшая мать влачила нищенское существование, а Барбара мало напоминала Крис Келли. Любой разумный консультант по вопросам карьеры посоветовал бы ей избрать иную цель. «В конце желание Барбары было таким сильным, что, как я понимаю, она пошла по единственному доступному ей пути, выработав настолько сильный голос, что сначала стала звездой в продвейских мюзиклах, а потом кинозвездой. Можете закатить глаза и назвать меня обманщицей, но вот вам факт. Никто в семье Барбары не умел петь, ни у кого не было ни малейших музыкальных способностей». Метод У личности нет пределов, кроме тех, которые она ставит сама. Поскольку у нас нет доступа к микроскопам и научным сотрудникам Масару и Моте, мы будем воздействовать на материю, повторяя эксперимент, который бы, может быть, проделывали в средней школе, проращивать фасоль. Доктор Ларри Тоси в полудюжине своих книг о молитве детально описывает медицинские исследования, которые доказывают, что намерение получить конкретный физический результат влияет на все и всех, от семян ржей до женщин с раком груди. Что ж, мы всего лишь новички, поэтому начнем с фасоли. Оборудование. Картонная упаковка для яиц. Почва для горшочных культур. Фасоль. Инструкции. Посадите по две фасолины в каждую ячейку упаковки для яиц и поставьте на подоконник. Поливайте раз в несколько дней. Загадайте следующее осознанное желание. С помощью присущей мне энергии я хочу, чтобы фасоль в левой части упаковки для яиц росла быстрее, чем в правой части. В течение последующих семи дней записывайте результаты своих наблюдений. К концу недели вы должны получить доказательства того, что ваше желание материализовалось. Тем временем вы можете поэкспериментировать с тем, что ученые называют прикладной кинезиологией. Может это звучит слишком сложно, но в действительности это лишь элементарный метод проверки реакции вашего тела на негативное и позитивное утверждение, высказанное вслух. Пионером прикладной кинезиологии был доктор Джон Гудхарт, который в 1960-е годы открыл, что мышцы сразу же слабеют, если подвергнуть тело воздействию вредных веществ и укрепляются в присутствии любых терапевтических средств. В следующем десятилетии доктор Джон Даймонд открыл, что мышцы реагируют также на эмоциональные и интеллектуальные раздражители. Сомкните концы больших и указательных пальцев обеих рук так, чтобы образовались два кольца. Плотно прижмите соединенные пальцы правой руки к пальцам левой руки, прилагая не больше давления, чем необходимо для удержания пальцев. Проанализируйте свои ощущения. Теперь произнесите свое имя вслух. «Меня зовут...» При этом прилагайте то же самое давление. Поскольку я предполагаю, что вы скажете правду, это утверждение скорее всего приведет к тому, что ваши руки останутся в прежнем положении. Теперь скажите «Меня зовут Джулий Робертс». Даже если вы будете поддерживать то же самое давление, пальцы должны разойтись. Попробуйте высказать несколько верных и неверных утверждений, чтобы откалибровать результаты. Если пальцы остаются сомкнутыми, это указывает на позитивную реакцию. Если пальцы правой руки отделяются от пальцев левой руки, ответ будет ни в коем случае. Это не только эффективный инструмент для получения совета от своего тела. Полезно проверить, как ваше тело реагирует на утверждения разного рода, например, на такие «Я полный неудачник. Я любящий, страстный, миролюбивый и счастливый человек. Я ненавижу свое тело. Я сильный и крепкий». Лабораторный отчет Принцип супергероя Теория Ваши мысли и ваше самосознание воздействуют на материю. Вопрос Можно ли воздействовать на физический мир посредством своих мыслей? Гипотеза Если я сосредоточу свое сознание на ростках фасоли, я смогу заставить их расти быстрее. Требуемое время семь дней. Дата время. Подход Я сосредоточу внимание на фасолинах. Я буду посылать им позитивные вибрации и буду ожидать от них реакции на мое энергетическое воздействие. Заметки Людям необходимо понять, что мысли важнее генов, потому что наши мысли воздействуют на окружающую среду, которая контролирует гены. Эксперимент номер семь. Принцип Дженни Крейг Ваши мысли и самосознание являются опорой вашего физического тела. Ваше тело – живое проявление вашего мировоззрения. Окружающая среда реагирует на ваши мысли и ваше самосознание. Чтобы получить наглядное доказательство, воспользуйтесь и сами своей ванной комнаты. Да, в этом эксперименте вы пожертвуете своим телом ради науки. Однако не волнуйтесь, это всего на три дня. И конечным результатом будет нечто такое, чего 90% людей пытаются добиться в любом случае – потери веса. Те же два-три счастливчика, которые надеются увеличить вес, могут ожидать улучшения здоровья и жизненной активности. Ваша пища, как и все остальное в мире, насыщена энергией. Работая с этой энергией, а не сражаясь с ней, как поступает большинство людей в отчаянном стремлении похудеть, вы с легкостью сбросите полкило, не меняя абсолютно ничего. Специфическая предпосылка этого эксперимента состоит в том, что на энергию, которая обеспечивает вас пища, влияют ваши слова и мысли. Продукты на вашей тарелке являются не статичными питательными кусками, а кусочками динамической энергии, которая прислушивается ко всем вашим желаниям. Хотя диетологи не могут разложить ваши мысли по полочкам, чтобы приводить их на продуктовых этикетках, им, вероятно, стоило бы это сделать, если они хотят точно оценить влияние свинины, фасоли или макарон на здоровье человека. Энергия ваших мыслей переваривается вместе с кальцием и витамином Д. Возьмите на прокат и посмотрите документальный фильм Тома Шеддика «Я существую», если вы его еще не видели. Весь фильм интересен, но для цели этого эксперимента уделите особое внимание сцене, в которой Шеддек, знаменитый голливудский кинорежиссер, посещает институт Хиат Мач, некоммерческую исследовательскую организацию, изучающую стресс и человеческую энергию. Ролин МакКрейти, давний директор института по исследовательской работе, прикрепляет электроды к емкости с йогуртом, помещенной в чашку Петри. Йогурт реагировал на мысли и эмоции Шеддека. Стрелка прибора, регистрирующего биологический отклик, заметалась, когда у Шеддека спросили о первом браке. Она чуть не сорвалась с оси, когда Шеддек упомянул своего юриста, с которым, как он подтвердил, у него были незаконченные дела. Йогурт, никак не контактировавший с Шеддеком, мог читать его эмоции. Когда Шеддек обратился к настоящему, к этой комнате, стрелка не шелохнулась. «Мы не знаем, как это работает, но у нас есть неоспоримые доказательства, что человеческие эмоции создают совершенно реальное энергетическое поле, на которое настраиваются другие живые системы», говорит МакКрейти. «Подумайте об этом. Сколько раз вы говорили или думали о следующих вещах? У меня замедленный метаболизм. Мне действительно трудно похудеть. Мне достаточно посмотреть на кусок шоколадного торта, чтобы набрать вес». Подобные мысли не только заставляют вас чувствовать себя никчемным человеком, но и радикально воздействуют на ваше тело и на то, что вы едите. В 60-е годы Клифф Бэкстер, бывший агент ЦРУ, прославился, когда открыл, что растения восприимчивы к человеческим пожеланиям. В 1966 году Бэкстер ушел из ЦРУ в отставку и организовал самое большое в мире агентство по детектированию лжи. Однажды поздним вечером, сидя в своем нью-йоркском офисе, он решил присоединить гальванометр к комнатному растению. Все произошло лишь по счастливой случайности. Бэкстеру хотелось просто убить время. Он обнаружил, что драцена, которую принесла его секретарша для украшения офиса, реагировала не только на физические вредные воздействия он обливал листья горячим кофе и жег спичкой, но и на его мысли и намерения. Бэкстер был настолько шокирован, что ему хотелось выбежать на улицу и заорать во всю глотку. Растения умеют думать. Вместо этого он начал планомерное исследование, чтобы выяснить, как то или иное растение реагирует на его мысли. Воспользовавшись полиграфом, он доказал, что растения, любые растения, реагируют на человеческие мысли и эмоции. Он исследовал десятки видов растений, которые используются человеком в пищу. Он открыл, что растения реагируют на звуки, не слышные человеческому уху, и на инфракрасный и ультрафиолетовый свет, невидимый для человеческого глаза. Еще венский биолог Рауль Франсе, который умер в 1943 году, то есть до появления современной исследовательской аппаратуры, предполагал, что растения наблюдают и регистрируют события и явления, о которых люди, ограниченные своим антропоцентрическим мировоззрением, ничего не знают. Какое это имеет отношение к нашим весам из ванной комнаты? В тонне продуктов, поглощаемой средним человеком за год, значительную часть занимает растительная пища. Само собой, разумеется, растения часто переработаны до такой степени, что становятся почти неузнаваемыми, но вначале они были живыми и чувствующими. Остальная наша пища животного происхождения, но знаете ли вы, что животные тоже получают энергию из растений? Таким образом, вся пища, напитки, алкоголь и лекарства, которые поддерживают нашу жизнедеятельность, имеют растительное происхождение. А Бэкстер и многие ученые, последовавшие по его стопам, доказали, что растения способны читать ваши мысли. Вы понимаете, о чем я говорю? Ваши мысли и слова о себе, о своем теле и своей пище – это ось, вокруг которой вращается ваше здоровье. Подсчет калорий и граммов жира с религиозным фанатизмом может быть главным препятствием, стоящим между вами и вашим идеальным весом. Чем больше кто-то помешан на похудение, тем больше вероятность, что он никогда не похудеет. Диеты – это враг. Они делают вас параноиками, ненормальными и толстыми. Не надо быть Эйнштейном, чтобы понять, никакие диеты не работают. Почему же мы упорно продолжаем мучить себя во имя диет, если они явно лишены смысла? Подумайте об этом так. Если вы пришли за своей зарплатой, а ваш босс говорит, извините, но мы решили не платить вам на этой неделе. Будете ли вы продолжать работать неделю за неделей, в надежде, что когда-нибудь он изменит свою точку зрения? Достаточно сказать, что у многих сложились очень непростые отношения с пищей. Просто спросите диетическую промышленность, годовой оборот составляет 60 миллиардов долларов. Вместо того, чтобы наслаждаться пищей, мы боимся ее и проклинаем за ту картину, которую видим в зеркале. Можно сказать, что мы относимся к пище неоднозначно. Пока вы питаете негативные чувства по отношению к себе и живете, желая потерять вес, вы заряжаетесь негативной энергией и пребываете в состоянии желания потерять вес. Такое мышление не только приводит к обратным результатам, но и удерживает вас в том теле, в котором вы сейчас пребываете. Ваше тело является барометром вашего мировоззрения. Ваши клетки воспринимают все, что вы говорите и думаете. Отпуская уничижительные комментарии по поводу своих трясущих селяжек или постоянно прокручивая в голове одну и ту же мысль о складках на своей талии, вы запечатлеваете эти мысли в мышцах, железах и всех тканях своего тела. Может быть, следующее утверждение вас шокирует, особенно если большую часть своего времени вы потихоньку оплакиваете свое безобразное тело, изрытое целлюлитом. Но нормой для вашего тела является здоровье, оно в состоянии лечить и регулировать себя без всяких понуждений с вашей стороны. Если же вы с маниакальным упорством продолжаете поглощать таблетки и подсчитывать калории, то вы не позволяете своему телу измениться. А наше тело ходячий кристалл. Мы храним электромагнитную энергию. Мы можем получать, мы можем передавать, и мы можем хранить электромагнитную энергию. Когда Алан Фингер, ныне знаменитый учитель йоги, был подростком, он похудел на 45 килограммов за держитесь крепче один месяц. Его отец Мани Фингер отправился в Индию, чтобы учиться укуру, и вывез оттуда эффективную йогическую программу дыхания, которую он обучил своего сына, страдавшего от ожирения. За один месяц дыхательных упражнений, мощного инструмента передвижения энергии, Алан сбросил 45 килограммов. Я знаю, о чем вы думаете. Это невозможно. Этого нельзя сделать. Что ж, позвольте мне остановить вас прямо сейчас. Подобные мысли, в которых вы осмеиваете бесконечную возможность, вам мешают. Чтобы изменить свою энергию, вам следует изменить свое мышление. Слово «невозможно» не должно быть частью вашего словарного запаса. Одна моя подруга лет тридцать пыталась спросить вес. Она пробовала все, и физические упражнения, и диету. Ничего не помогало. Наконец, она пришла посоветоваться к специалисту по технике эмоционального освобождения, хотя ей было трудно поверить, что простое похлопывание по точкам телесных меридианов может помочь ей выиграть войну с излишним весом, который она вела много лет. однако она была в отчаянии. В течение месяца налившая на нее энергия была разблокирована, и она потеряла все свои лишние килограммы. Она смогла удерживать этот вес, и сейчас выглядит просто замечательно. Что же касается Алана Фингера, похудевшего на 45 килограммов всего за один месяц, то вы ничего не потеряете, если поверите в возможность этого. Кроме того, я усиленно рекомендую книгу Брюса Липтона «Биология веры». Это цитолог, преподававший в Стэнфордском университете. Он открыл, что вопреки всем нашим представлениям, энергии мысли влияют на наши тела сильнее, чем ДНК. Липтон приводит в своей книге замечательную историю о группе пациентов с больными коленями. Пациентам первой группы сделали сложные операции. Пациенты второй группы считали, что их тоже прооперировали. Однако врач, проводивший это исследование, на самом деле сделал только надрезы, но не делал операций. Таким образом, их колени остались прежними. пациенты обеих групп однако выздоровели. Вскоре они смогли ходить, играть в баскетбол и делать все то, что делали до болезни. И так существует сильный эффект плацебо. Так что вам надо отказаться от негативных мыслей и представлять себя стройной и красивой. На чем вы сосредоточились, то и приумножается, как демонстрирует эксперимент номер пять. Если вы сосредотачиваетесь на своей полноте и необходимости диеты, эта реальность будет приумножаться. Метод Жизнь уже сама по себе является настоящим праздником. В этом эксперименте вы перестанете испытывать недовольство пищей, которую поедаете. О каждом съедаемом кусочке вы будете думать как о своем лучшем друге или по крайней мере как о добром питательном приятеле. Терапевт-энергетик Томас Ханна говорит, что когда мы смотрим на человеческое тело, то видим ход мысли этого человека. Наше представление о себе сильнее заставляет нас набирать вес, чем торт с банановым кремом. С самого начала эксперимента вы будете воздерживаться от негативных суждений о своем теле. Может оказаться, что сделать это будет нелегко. Каждый раз, когда вы высказываете уничижительное замечание, переворачивайте его, если не вслух, то хотя бы мысленно. Например, вам звонит лучшая подруга, и вы, не думая, выпаливаете. Вчера в кино я съела целый пакет попкорна с маслом. Наверное, я набрала три килограмма. Аннулируйте свое утверждение, добавив, правда, я половину пакета просыпала, когда Антонио Бандера снял с себя рубашку, и мне кажется, я выгляжу похудевший. Вам вовсе не обязательно скромничать, совершенно нормально считать себя красоткой. Пища полна энергетических чар, и еда должна сопровождаться только позитивными ощущениями. Мы настолько утратили естественность, что для многих людей этот эксперимент будет самым трудным. Поскольку привычка ощущать вино за съеденную пищу въелась в нас глубоко, то позитивные впечатления могут казаться какими-то противоестественными. Возможно, вам даже придется повторить этот эксперимент, если обнаружится, что старые стереотипы потихоньку возвращаются, если вы снова начнете интересоваться количеством калорий или граммов жира в своей еде. Именно поэтому данный эксперимент длится 72 часа вместо 48 обычных для других экспериментов. Мы собираемся доказать, что ваши мысли и энергия непрерывно взаимодействуют с окружающим вас миром. Помните времена, когда люди молились перед едой? Моя семья всегда молилась, даже в ресторане, что в юности меня бесконечно раздражало. А ведь те молитвы вносили в пищу позитивную энергию и добрые мысли, хотя никто из нас об этом и не думал. Однако должна вам сказать, что в моей семье ни у кого не было никаких проблем с весом. Итак, в ходе эксперимента делайте следующее. Воздерживайтесь от грубых высказываний по поводу своего тела. По возможности следует воздерживаться от любого негативизма. Перед едой подумайте о пище с любовью, возденьте над ней руки и благословите ее. Ешьте сосредоточенно с любовью, радостью и миром. Вот и все. Взвесьтесь в день начала эксперимента и через три дня. Лабораторный отчет Принцип Дженни Крейг Теория Ваши мысли и самосознание являются опорой вашего физического тела. Вопрос Влияют ли мои мысли на мое окружение, в частности на поедаемую мной пищу? Гипотеза Если мои мысли и самосознание находятся в непрерывном танце с окружающим миром, то мои мысли не могут не влиять на мою пищу. Изменив свои мысли и высказывания о пище, я стану здоровее и ради эксперимента похудею не меньше, чем на килограмм. Требуемое время 72 часа. Дата Вес в день начала эксперимента Вес через три дня. Подход Ничего не меняйте в своем пищевом рационе. По существу совершенно не важно, что вы будете есть во время эксперимента. Однако всякий раз, когда вы что-то будете есть, в течение следующих трех дней, будь то утренние яйца в смятку или послеобеденный кусок торта, принесенного коллегой по случаю дня рождения, сознательно посылайте пище позитивное, полное любви и мысли. Благодарите ее за то, что она воспитает и желаете ей участвовать в оздоровлении вашего тела. Заметки Вы материализуете красоту посредством своего разума. Эксперимент номер восемь. Принцип сто одного далматинца. Вы соединены со всем сущим во Вселенной. Я существую, поскольку существуем мы. В этом эксперименте вы докажете, что связаны со всем сущим посредством невидимого поля разума и энергии. На квантовом языке эта пространственная решетка связи называется нелокальностью. Несмотря на то, что это одна из важнейших концепций квантовой механики, нелокальность вместе со своей кузиной запутанностью за последние 300 лет заставила поломать многие головы, начиная с эра Исаака Ньютона. Действие на расстояние, как Ньютон называл этот феномен, он считал нелепостью, хотя его теория гравитации подразумевает наличие именно такого феномена. Коротко говоря, нелокальность это когда две части ведут себя синхронно в отсутствие посредника. Однако с логической точки зрения это бессмысленно, правда? Если вы хотите убрать брошенную на полу туфлю, вы должны прикоснуться к туфле или прикоснуться к швабре, которая прикоснется к туфле, или же с помощью вибраций, передающихся по воздуху и попадающих в уши, попросить своего пятилетнего сына, оставившего на полу эту туфлю, ее убрать. Вещи могут воздействовать на другие вещи только при непосредственном контакте. Должна быть цепочка причин и средствий. Мы считаем, что можем изменять только те вещи, которых можно коснуться. На самом деле это не так. Теперь у нас есть новая, более точная модель, которая доказывает, что один объект все же может влиять на другой объект, находящийся в удалении. К несчастью, большинство из нас по-прежнему держатся за устаревшие причинно-средственные мировоззрения, хотя физики вновь и вновь доказывают, что как только один атом окажется вблизи другого атома, отныне он навсегда будет испытывать воздействие этого атома, даже находясь от него на расстоянии тысяч мир. Это явление называется запутанностью. Даже Эйнштейн не смог полностью принять эту концепцию, противоречащую здравому смыслу. Еще более головоломным является следующее. После того, как частицы провзаимодействовали, они навсегда остаются запутанными. Мы даже доказали, что нелокальность и запутанность работают на крупных объектах вроде людей. В 1978 году доктор Джакомо Гринберг Зильбербаум из Национального автономного университета Мексики позднее его опыты были повторены лондонским нейропсихологом Питером Фенвиком. Подключил двух испытуемых, находящихся в изолированных помещениях, к электроэнцефалографам. Волны из головного мозга, вызванные вспышками света из тробоскопа перед глазами одного испытуемого, были идентичны волнам на энцефалограме другого испытуемого, хотя тот не видел никаких вспышек. Даже если нелокальность непостижима для наших ньютоновских мозгов, мы все же можем использовать ее в своих интересах. Подобно компьютеру, связанному через интернет с огромным количеством информации, вы, в силу того, что являетесь человеческим существом, связаны со всеми в мире. Иногда, когда мне хочется пообщаться с кем-нибудь в другой части света, я нашептываю свое послание гигантскому дубу, растущему в моем полисаднике. Нечего и говорить, что деревья, как собаки в фильме «101 далматинец», связаны между собой, и что этот дуб, благодаря принципу нелокальности, может с легкостью передать послание Пальме, которое растет во дворе моей подруги в Калифорнии. В этом эксперименте вы воспользуетесь нелокальностью, чтобы отправить послание какому-то человеку на расстоянии. Кому-то, кого вы не можете видеть и с кем не можете говорить. Когда моя дочь училась в младшей школе, на каждый вопрос она начала отвечать одинаково «10 и 22». Если ее спрашивали который час, она отвечала «2 22». Даже если на часах было «5 43». Если кто-то интересовался, сколько стоит пакет молока, она отвечала «2 и 22 доллара». Ее подруги от этого просто тащились и завели привычку звонить ей каждый день ровно в 2 22. Дочь даже завела в фейсбуке страничку под названием «Это потрясающее 222». Как я уже сказала, тогда она училась в младшей школе. Тем же летом мы предприняли две поездки. Во время обеих поездок, без всякого планирования с моей стороны, мы останавливались в гостиницах в номере 222. Один раз в Сиэтле, когда мы опоздали на пересадку на рейс в Джуно, а другой раз в лондонском Лангхем отеле, находящемся прямо напротив штаб-квартиры BBC. Швейцарский психиатр Карл Юнг называл подобные события синхроничностью. Двумя существенными, однако причина независимыми событиями, которые происходят одновременно. Некоторые люди считают подобное совпадение забавными аномалиями, которые вырабатываются генератором случайных событий, и утверждают, что рано или поздно событие из колонки А неминуемо совпадет по времени с событием из колонки Б. В этом эксперименте вы позволите себе предположить, что синхроничные события являются не результатом действий закона больших чисел или ложных представлений, а естественным результатом нелокальности и запутанности. В своей книге «Прометей восстающий» Роберт Уилсон заявляет, что даже раздумья над такими вопросами обычно стимулируют проявление юнговских синхроничностей. Посмотрите, как скоро после прочтения этой главы вы встретитесь с удивительным совпадением. Если вам есть что вспомнить по этому поводу, пожалуйста, напишите мне по адресу www.pamgrod.com Как любит замечать Уилсон, Вселенная не играет по человеческим правилам. Давайте дадим ему слово, чтобы объяснить теорему о нелокальности, сформулированную в 60-х годах физиком-теоретиком Джоном С. Беллом. Эта теорема Белла, ныне ставшей знаменитой, привела к постановке экспериментов, которые окончательно доказали нелокальную квантовую природу мира. Теорема Белла чрезвычайно сложна, но на простом языке она сводится к следующему. Не существует изолированных систем. Каждая частица во Вселенной мгновенно быстрее света сообщается с любой другой частицей. Система в целом, даже те ее части, которые разделены космическими расстояниями, функционируют как единая система. В результате этого эксперимента вы обнаружите, что синхроничность, феномен, от которого люди чаще всего отмахиваются, восклицая «Ого, какое странное совпадение!» является ничем иным, как экспериментальным доказательством взаимосвязи всех вещей. Все, что не похоже на любовь, является обманом народа. Мы можем кроить это по своему усмотрению, но нам нет оправдания, когда мы отворачиваемся от этого доказательства. В 1972 году на ежегодном собрании Американской Ассоциации научного прогресса метеоролог по имени Эдвард Лоренц ввел в научные словарь новый термин «эффект бабочки». Суть этого эффекта в следующем. Такое незначительное на первый взгляд событие, как взмах крыла бабочки в Бразилии, может вызвать ураган в Техасе. Другими словами, мелкие, почти неразличимые события могут иметь крупные и весомые посредствия. В этом эксперименте примечательно то, что вы можете воспользоваться им для привлечения в свою жизнь любви. Вы можете использовать его для улучшения мира. Когда вы генерируете радостные мысли о каком-нибудь человеке, это положительно воздействует на его энергию. И наоборот, если вы судите других людей даже безмолвно, вы влияете на их энергию и снижаете качество ваших взаимодействий. Вы можете буквально преобразить собственный мир, изливая на своих знакомых любовь, благословение, мир и другие высокочастотные эмоции. Как сказано в курсе обучения чудесам, ты благословен каждой доброй мыслью своих братьев, где бы они ни были. Есть история о демонстранте, стоявшем у стен американской военной академии и молчаливо протестовавшем против политики и наглого поведения Соединенных Штатов. Прохожий спросил у него, почему вы думаете, что ваше стояние со свечой в руке хоть как-то повлияет на этих политиканов. Они творят такое уже десятки лет. Демонстрант ответил, я не собираюсь их изменить. Я не хочу, чтобы моя страна изменила меня. Ваши мысли о людях меняют вас. Неужели в этом мире полном противостояния действительно возможно, чтобы все мы представляли собой единое целое, как утверждает этот духовный принцип. Попросту говоря, да, все мы связаны между собой. И всякий раз, когда мы судим других или думаем о них без должной доброжелательности, мы распинаем себя, мы причиняем себе боль. Наши различия, которые мы сами себе придумываем, поверхностные незначительны. Пришло время о них забыть. Когда вы с кем-то знакомитесь, помните, что это святая встреча. Каким вы видите его, таким увидите и себя. Как вы к кому-то относитесь, так же вы относитесь и к самому себе. Как вы думаете о нем, так будете думать и о себе. Вы можете изменить свои отношения с кем угодно, просто посылая ему добрые мысли. Будь мы хоть пчелами, соснами, койотами, людьми или звездами, все мы жаждем только одного – любить и быть любимыми, быть ценными просто за то, что мы есть. Неужели это так трудно? У моей подруги Джинджер долгие годы были напряженные отношения с матерью. В конце концов, она решила, что каждую ночь перед сном она будет посылать матери благословения. Мать, разумеется, об этом не знала. По сегодняшний день Джинджер так и не сказала матери, что уже около полугода каждый вечер проводит несколько минут, мысленно представляя, как мать получает ее послание и радуется по этому поводу. «Честное слово, не знаю, как это случилось, но наши отношения изменились. Теперь мы лучшие друзья», говорит Джинджер. Исследуйте собственные высокие широты. Станьте колумбами целых новых континентов и миров внутри себя. Открывайте новые пути, не для торговли, а для мысли. Автор битселлеров Марта Бек когда-то была такой же, как большинство людей, в меру дружелюбной, в меру доверчивой. В конце концов она была социологом, выпускницей Гарварда, ученым, который нуждается в фактах, чтобы сделать какой-нибудь вывод. И пришла она к тому же выводу, к которому приходит большинство людей на планете Земля. Люди хороши, но лучше держаться от них в стороне. Особенно, если ты стараешься получить в Гарварде вторую ученую степень. Вероятно, лучше всего держать людей на расстоянии вытянутой руки. В своей чудесной книге «В ожидании Адама» она пишет «Мы вышагивали гордо, как королева Елизавета, держась за свои жалкие аксессуары, избегая малейшего намека на некорректность, никогда не выказывая подлинных чувств и никого не касаясь без перчаток». Но жизнь обошлась с Мартой Бек по-своему. Она подарила ей сына Адама с синдромом Дауна, который научил ее, все ее представления о мире были не более, чем иллюзией. Особенно в части недоверия к людям. Когда она вынашивала Адама, ее муж, тоже аспирант Карварда, много путешествовал по Азии. Ей приходилось справляться с нелегкими занятиями в университете с двухлетним ребенком и с беременностью, которая протекала тяжело. Боязнь провала, страх за ребенка и недомогание, вызванное беременностью, довели ее до крайнего изнеможения. Она вспоминает «Я чувствовала себя так, как будто на меня навалили мешок крови». Однако всякий раз, когда Марта была готова сломаться, ангела я использую это слово не метафорически, говорил ей добрые слова или оказывал какую-то помощь. Не забывайте, что эта женщина была на грани отчаяния и позитивной энергии было трудно пробиться к ней. Марта давно избегала всякого упоминания о Боге и, как образованный человек, следовала доброй старой логике Бекона, отказывающейся верить во что бы то ни было, пока это не будет строго доказано. Тем не менее, однажды утром, когда она чуть не теряла сознание, в дверях ее квартиры появилась едва знакомая женщина с сумкой продуктов. Во время пожара из ниоткуда появилась неведомая сила и вывела Марту с дочерью из наполненной дымом квартиры, пока та не успела сгореть до основания. Она могла видеть своего мужа и говорить с ним, хотя он был в Гонконге, а она в Бостоне. И я не имею в виду телефон. Вот что она стала понимать. В исключительно неблагоприятных обстоятельствах, вопреки всему, что мешает нам на этой противной и неуютной планете, материнская забота присутствует здесь в изобилии. Вы всегда можете ее найти, если достаточно умны и знаете, где искать. Даже если вы недостаточно умны, эта забота склонна проявляться, особенно если вы действительно в ней нуждаетесь. Бек говорит, я должна отвергать все печали, все ужасы, все неправильные представления, все неправды, стоящие между моим осознающим разумом и тем, что мое сердце считает истиной. От набора твердо установленных фактов, холодных как лезвие бритвы, я расширила свою реальность до беспредельного хаоса вероятности. Метод то, что сейчас кажется парадоксами квантовой теории, детям наших детей покажется здравым смыслом. В этом эксперименте вы пошлете послание своему знакомому, используя концепцию нелокальности. Согласно Лаури Дэй, автору книги «Практическая интуиция», это также легко, как послать электронное письмо. В этом эксперименте хорошо то, что вам даже не придется вставать со своего удобного кресла. Большинство ваших взаимодействий с другими людьми происходит в нефизическом мире. Вы думаете, что ваши сокровенные мысли остаются тайной для окружающих? На самом деле они вовсе не являются тайнами. Поскольку все мы связаны между собой, вы с таким же успехом можете выкрикивать их по интеркому. В любом случае, все получат ваше послание. Все мы связаны с этим огромным банком данных, и мы постоянно обмениваемся энергией. Вы постоянно обмениваетесь энергией со своими близкими и в меньшей степени с любым другим существом на планете. Забудьте о терапии. Вы можете сберечь ему денег, если измените диалог со своим разумом. Однако тщательно формулируйте свои желания. Сондра Рей, одна из основательниц курса обучения любящим взаимоотношениям и моя бывшая учительница, рассказывает забавную историю об общении посредством невидимой энергетической базы данных. Однажды она пришла к Леонарду Ору, тоже одному из моих учителей, чтобы узнать, почему он постоянно попадает на своем автомобиле в аварии. Он велел ей сформулировать свое желание в виде установки. Она рассмеялась и сказала, «Ах, если бы это было так просто! Вы хотите сказать, что исключительно силой желания я могу заставить мужчин звонить мне по телефону?» «Конечно», сказал Ору, «попробуйте». Она начала посылать свое желание в поле потенциальности. «Теперь я получаю множество звонков от мужчин». В течение четырех дней ей позвонили абсолютно все ее бывшие любовники, причем об одних она ничего не слышала уже месяцы, а других годы. «Это просто невероятно», говорит она. «Мне начали звонить среди ночи, незнакомые мужчины набирали мой номер по ошибке». Нечего и говорить, что она изменила формулировку своего пожелания на другую, более удачную. Вот необходимые шаги. Выберите адресата. Хотя послание можно послать практически любому, я советую выбрать человека, с которым вы уже встречались. Брюс Розенблум, профессор физики Калифорнийского университета заверяет, что если вы с кем-то уже знакомы и пожимали этому человеку руку, вы связаны с ним навсегда. Выберите, какое действие или реакцию вы хотите получить в ответ. Чем конкретнее вы будете, тем лучше. Как можно яснее формулируйте свое послание. В последнем эксперименте я послала своему партнеру Джиму послание «Принеси домой буханку хлеба». Представьте адресата своим мысленным взором. Будьте со своим адресатом, представляя вашу связь и ощущая ее. Чтобы повысить эффективность эксперимента и сделать его чуточку веселей, осыпайте своего адресата добрыми мыслями. Посылайте ему всевозможные благословения. Представляйте себе, что он выигрывает в лотерею, встречается с Чененком Татумом, выигрывает круиз вокруг света на океанском лайнере. Лабораторный отчет. Принцип 101 далматинца. Теория. Вы связаны со всем сущим во вселенной. Вопрос. Могу ли я отправить кому-то послание на расстояние? Гипотеза. Если в течение ближайших двух дней я телепатически отправлю послание конкретному человеку, у меня будет доказательство, что он получил это послание. Требуемое время 48 часов. Подход. Окей, поле потенциальности. я слышу, что на заднем плане звучит мелодия из сумеречной зоны. Но я хочу воздержаться от суждения и посмотреть, не является ли это одним из непостижимых аспектов квантовой физики. Что ты скажешь? Дата, время, заметки. Вот в сущности единственное мужество, которое требуется от нас. без страха принимать даже самое странное, чудесное и необъяснимое, что нам может встретиться. Эксперимент номер девять. Принцип хлебов и рыб. Вселенная безгранична, щедра и на удивление покладиста. Если можно себе представить существование человека в виде большой или малой комнаты, то обнаружится, что большинство знает лишь один угол этой комнаты – подоконник, полоску пола, по которой они ходят взад и вперед. Этот эксперимент развеет миф о том, что жизнь полная отстой, а потом ты умираешь. Большинство из нас, сознаемся мы в этом или нет, считает, что жизнь нелегка. Мы считаем, что нам всего не хватает денег, времени или попкорна в кинотеатре. Даже люди, у которых в гаражах стоит Мазарати, слишком много времени уделяют мечтам о том, как получить еще больше. Почему? Да потому, что они ошибочно верят того, что есть недостаточно. Даже миллиардеры, даже люди, у которых денег куры не клюют, живут под тяжестью заклятия недостаточно. Одна моя подруга брала интервью у богатого владельца процветающего бизнеса, чья компания выбросила на рынок новый продукт. Заметив в его глазах символы доллара, она спросила, существует ли такой уровень прибыли, показатель успеха или сумма на банковском счете, которые он счел бы достаточными. Бизнесмен на мгновение остановился, вздохнул и ответил так. Вы просто не понимаете, никогда не бывает достаточно. Это похоже на игру в музыкальные стулья. Каждый волнуется, что когда музыка прекратится, именно ему не достанется стула. Мы бесконечно богаты, но чувствуем себя нищими, напуганными. Мы всегда насторожи. Но конечно мы называем себя обществом изобилия, но во многих отношениях это иллюзия, обман, связанный с извечной мантрой этого недостаточно. Мы слишком заняты игрой в музыкальные стулья, постоянно обостряющимся бегом вокруг иллюзорного круга стульев, которых становится все меньше и меньше. В противоположность всему, что вы знаете, принцип хлебов и рыб утверждает, существует естественный закон изобилие. Все хорошо, можно расслабиться. Когда Иисус молился, чтобы умножить хлеба и рыб, его не беспокоило, откуда они возьмутся. Иисус просто собрал свои мысли в единый лазерный луч. Щедрость была его божественным правом, и вселенная ему подчинилась. Подобным же образом в ходе эксперимента вы отбросите обычные стереотипы мышления и позволите себе поверить в возможность, какой бы отдаленной она ни казалась, что всего достаточно для всех. Нехватка и дефицит наши восстановки по умолчанию, не вызывающие сомнений условия, которые определяют нашу жизнь. убежденность в том, что этого недостаточно, начинается утром, когда звонит путильник. Вот черт, у меня мало... Еще до того, как мы встаем с постели, еще до того, как всовываем ноги в тапки, мы уже оплакиваем нехватку. Когда мы наконец поднимаемся, это звучит так. Теперь у меня недостаточно времени, чтобы собраться. А потом все катится под откос. Мы растрачиваем огромное количество энергии, жалуясь и беспокоясь о нехватках. У нас дефицит времени. Нам не хватает физических нагрузок или клетчатки, или витамина Е. Нам не хватает зарплаты. Наши уикенды слишком короткие. Мы бедняжки недостаточно стройны, недостаточно умны или недостаточно образованы. Нам никогда не приходит в голову проверить истинность мантры недостаточно. Она настолько глубоко у нас запечатлена, что формирует наши самые глубинные представления о самих себе. Дефицит стал лупой, сквозь которую мы рассматриваем каждый аспект жизни. Поэтому мы беремся за работу, которая нам не нравится. Поэтому мы поддерживаем отношения, которые нам не нравятся. Поэтому мы снова и снова возвращаемся к буфетной стойке, хотя давно удовлетворили свои аппетиты. Поэтому мы создаем системы и структуры для контроля над теми ресурсами, нефтью и чем угодно, которые считаем важными и ограниченными. Если бы мы не так беспокоились о дефиците, мы могли бы расслабиться и использовать те ресурсы, которые у нас уже есть, для разработки источников альтернативной энергии, например, солнечной и ветровой, то энергия, я подчеркиваю, которая никогда не закончится. Фикция недостаточно заставляет нас делать такие вещи, которых мы стыдимся, вещи, которые противоречат нашим высшим идеалам, вещи, которые загрязняют естественную среду, вещи, которые отделяют нас от наших высших я. Как только мы решаем, что нам чего-то недостаточно, вся наша энергия уходит на то, чтобы убедиться, мы не единственное, кто остался за бортом, не единственное, кто уступил место другому парню. Однако все это одна большая наглая ложь. Всем всего хватает. Мы живем в большой и щедрой вселенной. И если сможем преодолеть этот необоснованный страх дефицита, то сможем перестать делать запасы и тратить энергию на то, чтобы каждый получал столько, сколько ему необходимо. Индийское племя чумашей, тысячелетиями обитавшие на центральном побережье Калифорнии, жило, как я считаю, богатой и процветающей жизнью. Чумаши жили в небольших деревнях и использовали природные ресурсы для изготовления каноэ, стрел и лекарств. Они регулярно использовали в пищу 150 видов морских продуктов, дыни и кедровые орешки. Они изготавливали шерстяные одеяла, горшки из мыльного камня, которые украшали ракушками, и необыкновенные корзины, сплетенные так плотно, что у них можно было хранить воду. Почти каждый день чумаши играли, танцевали, пели своим детям колыбельные и наслаждались деревенской баней. Сегодня мы определяем такой образ жизни, как ведение натурального хозяйства. Мы смотрим на него свысока, мы считаем такую жизнь тяжкой. Однако я хочу сказать, что чумаши, в отличие от нас, жили в экономном изобилии. Им всегда всего хватало. Не слишком много, не слишком мало. Достаточно. А самое главное, у них оставалось достаточно времени для действительно важных вещей. человеческого общения, вкусной еды, искусства, игры отдыха. Прямо сейчас, с теми ресурсами, какие у вас уже имеются, вы не должны переходить на новую работу, завязывать новые отношения или начинать новый сложный курс йоги. Вы можете начать богатую и осмысленную жизнь. А лучше всего то, что вы сможете перестать слишком много работать. Разнообразие ради посмотрите на вещи проще. Счастье есть. А что если эта могучая сила использовалась для того, чтобы возвысить людей, а не для того, чтобы держать их в корпоративной и религиозной пищевой цепи? Все дело в том, что мы даже не представляем себе масштабы тех ограничений, которые сами наложили на свое восприятие. Если бы мы знали, до какой степени мы отказываемся воспринимать красоту мира, мы были бы потрясены. В головах у нас такая каша, что мы даже не в состоянии вообразить мир, который не нуждается в жертвах. Однако истина в том, что миру не нужны жертвы, мы приносим их добровольно. Стоит на минуту остановиться, задуматься и осознать, как же мы обмануты. Через несколько дней после того, как Экхар Толли исполнил 29 лет, у него случился приступ сильнейшей депрессии. Он думал о самоубийстве. Той ночью он говорил себе снова и снова «Я больше не могу уживаться с собой». Внезапно, по его словам, он почувствовал, как его затягивает пустота. Когда он проснулся, он ощущал только любовь, только состояние глубокой умиротворенности и счастья. Тяжкие эмоциональные страдания вынудили его сознание выйти за те пределы, которые он сам воздвиг. Выход был настолько ошеломляющим, что его обманутые я, его несчастное испуганное я, немедленно рухнуло, как карточный домик. Почти два года он ничего не делал, только сидел на скамейке в парке и радовался всей душой. Или возьмите Байрон Кэтти. Она работала в Калифорнии агентом по продаже недвижимости, жила ординарной жизнью, два брака, трое детей, успешная карьера. И вдруг впала в тяжелую депрессию. Она записалась в реабилитационный центр для женщин с расстройствами пищевого поведения. Не потому, что у нее было такое расстройство, а потому, что это было единственное учреждение, пребывание, в котором покрывалось ее страховкой. Однажды ночью, лежа на полу, я чувствовала себя слишком никчемной, чтобы спать в кровати. Она внезапно проснулась и ощутила себя совершенно свободной от всяких предубеждений. Все мои беспокойные мысли исчезли. Весь мой мир, весь мой тот мир исчез. Все было неузнаваемо. Из глубины вырвался такой смех, что я просто не могла его удержать. Я была пьяна от радости, рассказывает она в своей книге «Тысяча имен радости». Она отправилась домой, села у окна и стала в него глядеть, чувствуя себя совершенно счастливой, совсем как Толли. здравый смысл это сумма предубеждений, приобретенных до 18-летнего возраста. Альберт Эйнштейн Практически все концепции суждения, которые мы принимаем как должное, сильно искажают действительное устройство мира. Все, что мы считаем реальным, только отражение правил игры, с которыми все мы согласились. Мир, который мы видим, всего лишь проекция наших индивидуальных правил игры. Может быть, пора взять эти правила игры, разорвать их на мелкие кусочки и пустить на конфетти? Пока мы этого не сделаем, пока наконец не поймем, что все мы бесконечно любимые, бесконечно привлекательные и бесконечно любящие, мы будем по-прежнему чувствовать опустошенность, сомневаться в своем предназначении и удивляться тому, что мы здесь. Вот почему нам нужны новые линзы, чтобы увидеть мир. Быть грустным легче, чем быть веселым. Всякий может сказать «У меня рак» и все ему посочувствуют. Но многие ли из нас смогут пять минут веселить большую аудиторию? Кэрин Джонсон всегда знала, что хочет быть актрисой. Она говорит, что первой ее осознанной мыслью в раннем детстве была «Я хочу играть». Хотя она росла в малоимущей нью-йоркской семье, театр и то, что она называет «представлять себя кем-то другим», были существенной частью ее жизни. Это было еще в те времена, когда Джо Пап привозил свою труппу на грузовиках в Челси и бесплатно показывал Шекспира. Вместе со своим братом Клайдом и матерью Эммой, растившей двоих детей на свою зарплату, она посмотрела множество фильмов. «Когда я видела Кэрол Ломбард, который спускается по лестнице в длинном атласном платье, я думала, что тоже смогла бы это сделать», говорит Кэрин. «Я хотела спускаться с той же лестницы, произносить те же слова и жить той же жизнью». В кинофильмах ты можешь быть кем угодно, ты можешь летать, ты можешь встречаться с инопланетянами, ты можешь быть королевой, ты можешь спать в огромной постели на шелковой простыне в собственной комнате». Когда ей исполнилось восемь лет, она уже выступала на сцене общественного центра своего района. Жизнь Кэрин резко изменилась, когда она стала старшеклассницей. Из-за дислексии, неспособности к чтению, она была ошибочно причислена к детям с замедленным развитием, возможно, умственно отставом. Она бросила школу, стала наркоманкой и забыла все свои мечты об актерской карьере. К девятнадцати годам она сама стала матерью-одиночкой. Хорошая новость, она отказалась от наркотиков. Отец ее дочери работал в наркологической консультации и помог ей покончить с пагубным пристрастием. Плохая новость, отцом он оказался никаким. Он оставил Кэрин после рождения их дочери Александры. Кэрин была недоучкой, никакой профессии у нее не было. По сути, единственное, что она умела делать, это ухаживать за детьми. Она стала работать с нянькой и переехала в Лапок, штат Техас, со своим другом, который обеспечил ее работой. Со временем друг переехал в Сан-Диего и за ним последовала Кэрин с дочерью. Когда отношения прекратились, она застряла в Калифорнии без денег и без профессии. Она даже не умела водить автомобиль, а в Калифорнии с ее скоростными автострадами это было большой помехой. «У меня не было даже аттестата в окончании средней школы», говорит она. «Все, что у меня было, это ребенок». О, да, и еще мечта о карьере актрисы. В то время она училась класть кирпичи и ходила на курсы косметологии. По вечерам она играла в экспериментальной театральной труппе. Некоторое время, живя на пособии по безработице, она подрабатывала гримершей в похоронном бюро и беспокоилась о том, как бы обеспечить своего ребенка больше, чем парой обуви, или как бы растянуть 165 долларов на покупку продуктов на целый месяц. Несмотря на обстоятельства, она продолжала верить, все возможно. Она продолжала верить, что и она сможет, подобно Карл Ломбард, спускаться по лестнице в атласном платье. «Я всегда знала, актерская игра единственное дело, которым я в состоянии заниматься», говорила она. И вот, наконец, эта непреклонная вера открыла перед ней двери. В 1983 году известный голливудский режиссер Майк Никуле случайно увидел ее игру в экспериментальной труппе в Беркли. Он был настолько поражен, что немедленно предложил Кэрин сыграть в моноспектакле шоу «Привидений» на Братвее. Это шоу увидел Стивен Спилберг и взял ее на роль серии в фильме «Цвета пурпуры». К тому времени она уже сменила имя на Вупи Ковтберг. «Я могу делать все, я могу быть кем угодно. Никто и никогда не говорил мне, что я не смогу. Никто и никогда даже не заикался о том, что я ограничена чем-то одним. так 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 думаю лишь о том, что возможно, а не о том, что невозможно», написала Вупи в своей автобиографической книге. «Я знаю, что никогда не смогу превратить воду в вино или заставить кошек говорить по-французски. Но еще я узнала, что если вы подходите к чему-то без предубеждений, то весь мир может стать вашей конвой. Мечтайте и ваши мечты сбудутся. Я верю, что всюду чувствую себя в своей тарелке, в любой ситуации, в любом контексте. Я верила, что девочка сможет вырасти в неполной семье в бедном квартале Манхеттена, завести собственную неполную семью, 7 лет прожить на пособие и случайные заработки и все же стать актрисой. Да, я думаю, что все возможно. Я знаю, потому что я это пережила. Я знаю, потому что я это видела. Я видела такие вещи, которые древние называли чудесами, но это не чудеса, это результаты чьих-то мечтаний. Мы, человеческие существа, способны создать рай и своими силами улучшить жизнь. Да, 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 это возможно. Если что-то не произошло, то не потому, что это не могло произойти или это не сможет произойти. Это лишь не произошло до сих пор. Полезнее поставить на службу силу своего разума, чем принимать лекарства, нужду в которых вас запрограммировали. А многие годы жизнь Миртал Филмара вращалась вокруг аптечки, битком набитой лекарствами. Эта женщина, которая со временем войдет в число основателей церкви единства, болела не только туберкулезом, заставлявшим ее харкать кровью и страдать от постоянно повышенной температуры, но и тяжелой формой малилии. Однажды она попала на лекцию психотерапевта доктора Уикса, адепта нового мышления, который заявил, что Бог, олицетворяющий безмерное добро, никогда и ни на кого не насылает болезней. Кроме того, он сказал, что если она станет равняться на этот всеблагой дух, то откроет свое истинное я, которое окажется здоровым. Снова и снова Мертелла давала себе установку. Я Божье дитя, и поэтому не могу болеть. Она отказалась судить по внешнему виду и восхваляла жизненную энергию Бога, присутствующую в каждой клетке своего тела. Мало-помалу Мертелла начала чувствовать себя лучше. Через два года от ее прежних болезней не осталось и следа. Муж Мертелла Чарльз внимательно следил за чудесным осцелением своей жены и сам решил попробовать ту же установку. Он считался инвалидом. Мальчиком, катаясь на коньках, он получил серьезную травму. Последовал ряд хирургических операций. У него была сильно повреждена суставная ямка бедра, а одна нога перестала расти. В нее пришлось вставлять стальной удлинитель, чтобы обе ноги были одинаковой длины. Он полагал, лучшее, что можно сделать, это научиться жить с хронической болью. Как и Мертелла, Чарльз Филмор начал давать себе установку. Существует всеплагая и всемогущая энергетическая сила. За год он полностью избавился от боли. Вдобавок его укороченная нога вытянулась и сравнялась с другой ногой. Вселенная о нем позаботилась. метод Реальность всего лишь иллюзия, хотя и очень навязчивая. Этот эксперимент докажет то, что Салли Филд поняла в момент вручения Иоскара за фильм «Место в сердце». Вы любите меня. Вы действительно любите меня. Он докажет, что наш мир поистине грандиозен. Следующие 48 часов вы будете отслеживать проявления доброты и красоты. Книга истории, конечно, пишется кровью. Воинами, предательством и соперничеством. Однако, как сказал палеонтолог Стивен Джей Голд, палеонтологические находки указывают на долгие, непрерывные периоды биологической стабильности. Голд говорит о структурном парадоксе. Один акт насилия резко уводит нас в сторону от десяти тысяч актов доброты. Человеческая любезность, доброта и красота являются нормой, заявляет он. Наш долг, наша святая обязанность, считает он, фиксировать и ценить все эти бесчисленные проявления доброты, слишком часто остающиеся незамеченными и недооцененными. Следующие два дня держите под рукой дневник и записывайте все проявления доброты. Вот несколько примеров того, что вы сможете подметить. Жена поцеловала меня, когда я уходил на прием к врачу. Секретарь приемной и я сравнили фотографии ее новорожденного ребенка и моего новорожденного внука. Когда я входил в свой офис с кипой книг, незнакомый человек придержал для меня дверь. Мужчина за стойкой кафетерия улыбнулся мне и спросил, как дела? Студенты в переполненном кафетерии любезно предложили разделить с ними столик. Моя электронная почта стала глючить и коллега помог мне разобраться. Коллега из другого штата ответил на мое сердитое письмо любезно и доброжелательно. Лабораторный отчет Принцип хлебов и рыб Теория Вселенная безгранична, щедра и на удивление покладиста. Вопрос Мешает ли моя сосредоточенность на негативе увидеть подлинную реальность? Гипотеза Если я изменю свою точку зрения и стану намеренно выискивать доброту, красоту и щедрость, я обнаружу все это в избытке. Требуемое время 48 часов. Дата время. Список добрых, прекрасных, хороших вещей. Подход Я слышала старую пословицу «Что ценишь, то и растет в цене». Думаю, стоит это проверить, кто знает. Может статься слова благодарности это больше, чем простое сотрясение воздуха. Уилье Нельсона в конце концов говорил, что когда он начал считать благословения, вся его жизнь перевернулась. Как и Уилье, я готова сделать ставку на мир, счастье и радость. И так я буду во всем искать доброту. Заметки. В каждый момент у нас гораздо больше возможностей, чем мы себе представляем. Редактор субтитров